Глава шестнадцатая. Царская семья была в доме Ипатьева до ночи на семнадцатая июля. Оно случилось в ночь на семнадцатая июля. Чем устанавливается, что царская семья была в доме Ипатьева до этой роковой ночи. Священник Сторожев показывает. Свидетель отец Сторожев был допрошен членом суда Сергеевым 8-10 октября 1918 года в Екатеринбурге. В воскресенье 20 мая, 2 июня, я совершил очередную службу, раннюю литургию в Екатерининском соборе. И только что, вернувшись домой около десяти часов утра, расположился пить чай, как в парадную дверь моей квартиры постучали. Я сам открыл дверь и увидел перед собой какого-то солдата невзрачной наружности с рябоватым лицом и маленькими бегающими глазами. Одет он был в ветхую телогрейку защитного цвета, на голове затасканная солдатская фуражка. Ни погон, ни кокарды, конечно, не было. Не видно было на нем никакого вооружения. На мой вопрос, что ему надо, солдат ответил. Вас требует служить к Романову. Не поняв, про кого идет речь, я спросил, какому Романову. Ну, к бывшему царю, пояснил пришедший. Из последующих переговоров выяснилось, что Николай Александрович Романов просит совершить последование обедницы. Он там написал, чтобы служили какую-то обедницу, заявил мне пришедший. Выразив готовность совершить просимое богослужение, я заметил, что мне необходимо взять с собой диакона. Солдат долго и настойчиво возражал против приглашения отца диакона, заявляя, что комендант приказал позвать одного священника. Но я настоял, и мы вместе с этим солдатом поехали в собор, где я, захватив все потребное для богослужения, пригласил отца диакона Буймирова, с которым в сопровождении того же солдата поехали в дом Ипатьева. С тех пор, как здесь помещена была семья Романовых, дом этот обнесли двойным дощатым забором. Около первого верхнего деревянного забора извозчик остановился. Впереди прошел сопровождавший нас солдат, а за ним мы с отцом диаконом. Наружный караул нас пропустил, задержавшись на короткий срок около запертой изнутри калитки, выходящей в сторону дома, принадлежавшего ранее Соломирскому, мы вошли внутрь второго забора к самым воротам дома Ипатьева. Здесь было много вооруженных ружьями молодых людей, одетых в общегражданское платье, на поясах у них висели ручные бомбы. Эти вооруженные несли, видимо, караул, провели нас через ворот во двор и отсюда через боковую дверь внутрь нижнего этажа дома Ипатьева. Поднявшись по лестнице, мы вошли наверх к внутренней парадной двери, а затем через прихожую в кабинет налево, где помещался комендант. Везде, как на лестницах, так и на площадках, а равно и в передней были часовые, такие же вооруженные ружьями и ручными бомбами молодые люди в гражданском платье. В самом помещении коменданта мы нашли каких-то двоих людей средних лет, помнится, одетых в гимнастерки. Один из них лежал на постели и, видимо, спал, другой молча курил папиросы. Посреди комнаты стоял и стол, на нем самовар, хлеб, масло. На стоявшем в комнате этой рояле лежали ружья, ручные бомбы и еще что-то. Было грязно, неряшливо, беспорядочно. В момент нашего прибытия коменданта в этой комнате не было. Вскоре явился, какой-то молодой человек, одетый в гимнастерку, брюки защитного цвета, подпоясанные широким кожаным поясом, на котором в кобуре висел большого размера револьвер. Вид этот человек имел среднего сознательного рабочего. Ничего яркого, ничего выдающегося, вызывающего или резкого ни в наружности этого человека, ни в последующем его поведении я не заметил. Я скорее догадался, чем понял, что этот господин и есть комендант дома особого назначения, как именовался у большевиков дом Ипатьева за время содержания в нем семьи Романовых. Комендант, не здороваясь и ничего не говоря, рассматривал меня. Я его видел впервые и даже фамилии его не знал, а теперь запамятовал. На мой вопрос, какую службу мы должны совершить, комендант ответил, они просят обедницу. Никаких разговоров ни я, ни диакон с комендантом не вели. Я лишь спросил, можно ли после богослужения передать Романову просфору, которую я показал ему. Комендант осмотрел бегло просфору и после короткого раздумья возвратил ее диакону, сказав, — Передать можете, но только я должен вас предупредить, чтобы никаких лишних разговоров не было. Я не удержался и ответил, что я вообще разговоров вести не предполагаю. Ответ мой, видимо, несколько задел комендант, и он довольно резко сказал, — Да никаких, кроме богослужебных рамок. Мы облачились с отцом диаконом в комендантской, причем кадила с горящими углями. В комендантскую принес один из слуг Романовых, Ничемодуров. Я его ни разу не видел в доме Ипатьева, а познакомился с ним позднее, после оставления Екатеринбурга большевиками. Слуга этот высокого роста помнится в сером с металлическими пуговицами костюме. Итак, облаченные в священные ризы, взяв с собой все потребное для богослужения, мы вышли из комендантской в прихожую. Комендант сам открыл дверь, ведущую в зал, пропуская меня вперед. Со мной шел диакон, а последним вошел комендант. Зал, в который мы вошли, через арку соединялся с меньшим по размерам помещением, гостиной, где ближе к переднему углу я заметил приготовленный для богослужения стол. Но от наблюдения обстановки, залы и гостиной, я был тогда отвлечен, так как едва переступил порог залы, как заметил, что от окон отошли трое. Это были Николай Александрович, Татьяна Николаевна и другая старшая дочь, но которую именно я не успел заметить. В следующей комнате, отделенной от залы, как я уже объяснил, аркой, находилась Александра Федоровна, две младшие дочери и Алексей Николаевич. Последний лежал в походной и складной постели и поразил меня своим видом. Он был бледен до такой степени, что казался прозрачным, худ и удивил меня своим большим ростом. В общем, вид он имел до крайности болезненный, и только глаза у него были живые и ясные, с заметным интересом смотревшие на меня, нового человека. Одет он был в белую нижнюю рубашку и покрыт до пояса одеялом. Кровать его стояла у правой от входа стены, тотчас за аркой. Около кровати стояло кресло, на котором сидела Александра Федоровна, одетое в свободное платье, помнится темно-сиреневатого цвет. Никаких драгоценных украшений на Александре Федоровне, а равно и на дочерях, я не заметил. Обращал внимание высокий рост Александры Федоровны, манера держаться, манера, которую иначе нельзя назвать, как величественной. Она сидела в кресле, но вставала, бодро и твердо, каждый раз, когда мы входили, уходили, а равно и когда по ходу богослужения я преподавал мир всем, читал Евангелие, или мы пели наиболее важные молитвословия. Рядом с креслом Александры Федоровны дальше по правой стене стали обе младшие дочери, а затем сам Николай Александрович. Старшие дочери стояли в арке, а отступя от них уже за аркой в зале стояли высокий пожилой господин и какая-то дама. Мне потом объяснили, что это был доктор Боткин и состоящая при Александре Федоровне девушка. Еще позади стояло двое служителей, тот, который принес нам кадила и другой внешнего вида, которого я не рассмотрел и не запомнил. Комендант стоял все время в углу залы, около крайнего дальнего окна, на весьма таким образом порядочном расстоянии от молящихся. Более решительно никого ни в зале, ни в комнате за аркой не было. Николай Александрович был одет в гимнастерке защитного цвета, таких же брюках при высоких сапогах. На груди был у него офицерский георгиевский крест, погон не было. Все четыре дочери были, помнится, в темных юбках и простеньких беленьких кофточках. Волосы у всех у них были острижены сзади довольно коротко, вид они имели бодрый, я бы даже сказал, почти веселый. Николай Александрович произвел на меня впечатление своей твердой походкой, своим спокойствием и особенно манерой пристально и твердо смотреть в глаза. Никакой утомленности или следов душевного угнетения в нем я не приметил. Показалось мне, что у него в бороде и два заметные седые волосы. Борода, когда я был в первый раз, была длиннее и шире, чем первого, 14 июля, тогда мне показалось, что Николай Александрович постриг кругом бороду. Что касается Александры Федоровны, то у нее изо всех был вид какой-то утомленный, скорее даже болезненный. Я забыл отметить то, что всегда особенно останавливало мое внимание. Это та исключительная, я прямо скажу, почтительность к носимому мною священному сану, с которой отдавали каждый раз поклон все члены семьи Романовых в ответ на мое молчаливое им приветствие при входе в зал и затем по окончании богослужения. Став на свое место перед столом с иконами, мы начали богослужение, причем Диакон говорил прошение Актинеи, а я пел. Мне подпевали два женских голоса, думается, Татьяна Николаевна и еще кто-то из них. Порой подпевал низким басом и Николай Александрович. Так он пел, например, Отче наш и другое. Богослужение прошло бодро и хорошо, молились они очень усердно. По окончании богослужения я сделал обычный отпуст со святым крестом и на минуту остановился в недоумении, подходить ли мне с крестом к молившимся, чтобы они приложились, или этого не полагается. И тогда бы своим неверным шагом я, быть может, создал бы в дальнейшем затруднение в разрешении семьи Романовых удовлетворять богослужениям свои духовные нужды. Я покосился на коменданта, что он делает и как относится к моему намерению подойти с крестом. Показалось мне, что Николай Александрович бросил быстрый взгляд в сторону коменданта. Последний стоял на своем месте в дальнем углу и спокойно смотрел на меня. Тогда я сделал шаг вперед и одновременно твердыми и прямыми шагами, не спуская с меня пристального взора, первым подошел к кресту и поцеловал его Николай Александрович. За ним подошла Александра Федоровна, все четыре дочери, а к Алексею Николаевичу, лежащему в кровати, я подошел сам. Он на меня смотрел такими живыми глазами, что я подумал, сейчас он непременно что-нибудь доскажет. Но Алексей Николаевич молча поцеловал крест. Ему и Александре Федоровне диакон дал по просфоре. Затем подошли к кресту доктор Боткин и названные служащие девушкой двое слуг. 30 июня, 13 июля, я узнал, что на другой день, 1 июля, воскресенье, отец Миледин имеет служить в доме Ипатьева литургию, что он об этом уже предупрежден от коменданта, а комендантом в то время состоял известный своей жестокостью некий Юровский, бывший военный фельдшер. Я предполагал заменить отца Миледина по собору и отслужить за него литургию 1 июля. Часов в 8 утра 1 июля кто-то постучал в двери моей квартиры, я только что встал и пошел отпереть. Оказалось, явился опять тот же солдат, который первый раз приезжал звать меня служить в доме Ипатьева. На мой вопрос что угодно, солдат ответил, что меня комендант требует в дом Ипатьева, чтобы служить обедницу. Я заметил, что ведь приглашен отец Миледин, на что явившийся солдат сказал, Миледин отменен, за вами прислано. Я не стал расспрашивать и сказал, что возьму с собой диакона Буймирова. Солдат не возражал и явлюсь к десяти часам. Солдат распростился и ушел, я же, одевшись, направился в собор, захватил здесь все потребное для богослужения и в сопровождении отца диакона Буймирова в десять часов утра был уже около дома Ипатьева. Едва мы переступили через скалитку, как я заметил, что из окна комендантской на нас выглянул Юровский. Юровского я не знал, видел лишь его как-то раньше, а рад растовавшим на площади. Когда мы вошли в комендантскую комнату, то нашли здесь такой же беспорядок, пыль и запустение, как и раньше. Юровский сидел за столом, пил чай, ел хлеб с маслом. Какой-то другой человек спал, одетый, на кровати. Войдя в комнату, я сказал Юровскому, сюда приглашали духовенство, мы явились, что мы должны делать. Юровский, нездороваясь и упор рассматривая меня, сказал, обождитесь здесь, а потом будете служить обедницу. Я переспросил, обеднюю или обедницу? Он написал обедницу, сказал Юровский. Мы с Диаконом стали готовить книги, ризы и прочее, а Юровский, распивая чай, молча рассматривал нас и, наконец, спросил, ведь ваша фамилия С... и протянул начальную букву моей фамилии. Тогда я сказал, моя фамилия Сторожев. Ну да, подхватил Юровский, ведь вы уже служили здесь. Да, отвечаю, служил. Ну так вот и еще раз послужите. В это время Диакон, обращаясь ко мне, начал почему-то настаивать, что надо служить не обеднюю, а обедницу. Я заметил, что Юровского это раздражает, и он начинает метать на Диакона свои взоры. Я поспешил прекратить это, сказав Диакону, что и везде надо исполнять ту требу, о которой просят, а здесь, в этом доме, надо делать, о чем говорят. Юровский, видимо, удовлетворился. Заметив, что я зябко потираю руки, Юровский спросил с оттенком насмешки, что такое со мной. Я ответил, что недавно болел плевритом, и боюсь, как бы не возобновилась болезнь. Юровский начал высказывать свои соображения по поводу лечения плеврита и сообщил, что у него самого был процесс в легком. Обменялись мы еще какими-то фразами, причем Юровский держал себя безо всякого вызова и вообще был корректен с нами. Когда мы облачились, было принесено кадила с горящими углями, принес какой-то солдат. Юровский пригласил нас пройти в зал для служения. Вперед в зал прошел я, затем Диакон и Юровский. Одновременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай Александрович с двумя дочерьми, но которыми именно я не успел рассмотреть. Мне показалось, что Юровский спросил Николая Александровича, что у вас все собрались? Николай Александрович ответил твердо, да, все. Впереди за аркой уже находилась Александра Федоровна с двумя дочерьми и Алексеем Николаевичем, который сидел в кресле-каталке, одетой в куртку, как мне показалось, с матросским воротником. Он был бледен, но уже не так, как при первом моем служении. Вообще глядел бодрее. Более бодрый вид имела и Александра Федоровна, одетая в то же платье, как и двадцатого мая старого стиля. Что касается Николая Александровича, то на нем был такой же костюм, что и в первый раз. Только я как-то не могу ясно себе представить, был ли на этот раз на груди его Георгиевский крест. Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна, Анастасия Николаевна и Мария Николаевна были одеты в черные юбки и белые кофточки. Волосы у них на голове, помнится, у всех одинаково подросли и теперь доходили сзади до уровня плечи. Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз были, я не скажу, в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. Члены семьи Романовых и на этот раз разместились во время богослужения так же, как и двадцатого мая старого стиля. Только теперь кресло Александры Федоровны стояло рядом с креслом Алексея Николаевича, дальше от арки, несколько позади него. Позади Алексея Николаевича стала Татьяна Николаевна, она потом подкатила его кресло, когда после богослужения они прикладывались к кресту. Ольга Николаевна и, кажется, я не запомнил, которая именно Мария Николаевна. А Анастасия Николаевна стояла около Николая Александровича, занявшего обычное место у правой от арки стены. За аркой в зале стояли доктор Боткин, девушка и трое слуг, высокого роста, другой низенький, полный и третий, молодой мальчик. В зале у того же дальнего угольного окна стоял Юровский, больше за богослужением в этих комнатах никого не было. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитву со святыми у покой. Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву, стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устава. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади меня члены семьи Романовых опустились на колени. После богослужения все приложились к святому кресту, причем Николаю Александровичу и Александре Федоровне отец диакон вручил по просфоре. Согласие Юровского было заблаговременно дано. Когда я выходил и шел очень близко от бывших великих княжон, мне послышалось едва уловимое слово «Благодарю». Не думаю, чтобы это мне только показалось. Молча мы дошли с отцом диаконом до здания художественной школы, и здесь вдруг диакон сказал мне «Знаете, отец протеерей, у них там что-то случилось». Так как в этих словах отца диакона было некоторое подтверждение вынесенного мной впечатления, то я даже остановился и спросил, почему он так думает. «Да так, — говорит диакон, — они все какие-то другие точно, даже и не поет никто. А надо сказать, что действительно, за богослужением 1-го, 14-го июля, впервые никто из семьи Романовых не пел вместе с нами. В понедельник 15-го июля от профессионального союза были посланы женщины мыть в Ипатьевском доме полы. Удалось допросить двух, Стародумову и Дрягину. Они показали. Стародумова Свидетельницы Стародумова и Дрягина были допрошены членом суда Сергеевым 11-го ноября 1918 года в Екатеринбурге. Если не ошибаюсь, в понедельник 15-го июля сего года от Союза послали четырех женщин мыть полы в доме, где жил государь с семьей. От дома Ипатьева нас послали в дом Попова, где жила государь его стража. Здесь начальник Раула Медведев приказал нам вымыть полы в помещении команды, а потом повел нас в дом Ипатьева, который назывался домом особого назначения. Нас провели во двор и по лестнице, ведущей из нижнего этажа в верхний. Нас пропустили в верхний этаж, где жил царь со своей семьей. Я лично мыла полы почти во всех комнатах, отведенных для царской семьи. В помещении коменданта мы полов не мыли. При нашем появлении в доме государь, государыня и все дети были в столовой. Княжны помогали нам убирать и передвигать в их спальне постели, и весело между собой разговаривали. Мы сами ни с кем из царской семьи не разговаривали. Почти все время за нами присматривал комендант Юровский. Я видела, что он сидел в столовой и разговаривал с наследником, справляясь об его здоровье. Дрягина. Я также мыла полы в доме Ипатьева вместе с Марией Стародумовой и другими женщинами. Было это, насколько помню, в понедельник 15 июля сего года. В дом нас провел разводящий Павел Медведев. В доме я видела государя, государыню, наследника, четырех княжон, доктора и какого-то старичка. Наследник сидел в кресле-коляске. Княжны были веселые и помогали нам переставлять в их комнате постели. Охранники Проскуряков, Литемина и Якимов объяснили. Проскуряков. В последний раз я видел всю царскую семью, кроме государыни, за несколько дней до их убийства. Они тогда все гуляли в саду. И гуляли, как есть все, кроме государыни. Значит, тут были сам государь, сын, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Тут же были доктор, лакей, повар, горничная и мальчик. В какой именно это был день, я не могу припомнить, но было это незадолго до их смерти. Литемин. 16 июля я дежурил на посту номер 3 во дворе у Калитки с четырех часов дня до восьми часов вечера. И помню, что как только я вышел на дежурство, бывший царь и его семья возвращались с прогулки. Ничего особенного я в этот раз не заметил. Якимов. Последний раз я видел царя и дочерей 16 июля. Они гуляли в саду в четыре часа дня. Видел ли я в этот раз наследника, не помню. Царицы я не видел. Она тогда не гуляла. Глава 17. Параграф 1. Верхний этаж дома Ипатьева. В описании судебного следователя Наметкина. Как произошло убийство царской семьи? Я предпочитаю рассказать об этом языком, хотя и сухих, но юридических актов. 19 июля началось бегство большевиков из Екатеринбурга. 22 июля они передали Ипатьеву владение домом. 25 июля Екатеринбург был взят войсками Сибирской армии и Чехами. В тот же день к дому была приставлена стража. 2 августа в него вошел судебный следователь Наметкин. В его описании верхний этаж представлялся в следующем виде. Помещение под цифрой 1. Наметкин называет вестибюлем и описывает его так. Несколько каменных ступенек и большая двустворчатая дверь ведут в вестибюль, в котором 9 ступенек от парадной двери приводят на площадку. В вестибюле направо от входа два окна, стены обиты светлыми обоями. Около двери валяется небольшой дубовый шкафчик для корреспонденции, сорванный с внутренней стороны парадной двери. Около шкафчика в углу стоит черного стекла бутылка, на дне которой какая-то маслянистая жидкость без запаха, и валяется длинный металлический согнутый пруд, служащий для предохранения от порчи электрического шнура. Имеющийся на правой стене от входа электрический провод сорван с роликов, и выключатель сломан. Во втором окне у летней рамы сломано в левой половине нижнее матовое стекло, у этой рамы нижний переплет выворочен. Выломана также часть среднего звена правой половины рамы. На подоконнике валяются обломки стекла, и стоит грязное блюдечко с имеющимся в середине его государственным гербом. На полу около подоконника лежит небольшой кусок промасленной фланели. В правом переднем углу стоит небольшой деревянный диванчик венского типа с решетчатым сиденьем и спинкой. В этом же углу плевательница с древесными опилками, частью разбросанными по полу. Среди них несколько осколков, по-видимому, от разбитого стакана. Прямо против входной лестницы, у передней внутренней стены, стоит зеркало в черной оправе с подзеркальником. С правой его стороны на обоих написано «Комиссар дома особого, важного А. Авдеев». И ниже этого другим почерком и химическим карандашом «Шуры» и «Шура». Помещение под цифрой 2 В правом углу комнаты имеется отделение уборная с окном и справа же лестница к низу в 19 ступенек, огороженная балясником. В правой наружной стене два окна, причем в первом одна летняя рама, а во втором и та, и другая. На подоконнике первого окна стеклянная банка с элементом. В этой раме, в нижнем летнем переплете стекло разбито, шесть его осколков торчат в звене и одно в выходящем во двор зонте. Стены комнаты оклеены темно-серыми полосатыми обоями, причем обои во многих местах порваны и загрязнены. Задняя стена комнаты занята электрическими проводами, сборной доской и счетчиком, всех проводов 14, из них 10 идут вправо и внутрь, один в вестибюль и три к наружной стене. От доски к низу идет провод, заключенный в медную трубу, причем у самой доски он оторван. У этой же стены ближе к окну стоит небольшое железное ведро с опилками, часть которых разбросана по полу, в опилках набросаны окурки папирос. Слева от входной двери во внутренней стене окно с одностворчатой рамой, нижние два звена его оклеены цветной бумагой. Далее, в расстоянии четыре оршина от внутреннего окна, находится шкаф с двумя створками, оклеенными снаружи теми же обоями, что и стены комнаты. В нем четыре коричневых полки. На нижней и второй снизу рассыпано немного какого-то белого порошку, и на этой же полке лежит смятая тонкая медная небольшая пластинка. В переднем углу той же внутренней стены заперта двустворчатая дверь. В переднем левом углу комнаты водопроводный экран с железной раковиной. Кругом нее на стене грязь. Возле этой двери во внутренней стенке уборной печка с герметически закрывающейся дверкой. В ней немного золы и осколки разбитого стекла. Ванная комната Налево от входной двери В задней стене Деревянная железными крючками вешалка, крашенная белой краской. На одном из крючков небольших размеров белая грязная батистовая наволочка. На левой боковой стене приделан крючок, на нем висит железный совок. На этой же стене в середине водопроводный кран и фаянсовая раковина со спуском к низу. В левом углу четыре водопроводных трубы, над раковиной, под потолком, во всю ширину комнаты, длиною и шириною полтора аршина, железный бак. В нем воды нет. В передней наружной стене комнаты продолговатое узкое окно, длиною один и три четвертых аршина и шириною четырнадцать вершков. Стекла зимней рамы, заклеенные цветной синими четырехугольниками матовой бумагой. На подоконнике находится глиняный горшок для цветов с землей, в котором посеян овес. Небольшая стеклянная грязная банка с остатками соснового экстракта. Жестяная крышка от коробки печенья Жорж Борман, вырванный откуда-то вентилятор, обрывок какой-то французской газеты и небольшая грязная тряпка. Под окном на полу четырнадцать мелких коротких поленьев, дров для колонки. Тут же грязное железное ведро на железной прямоугольной подставке, грязный железный лист и небольшая березовая палка. Рядом с окном, ближе к правому углу, черная железная колонка с трубой, уходящей в потолок. У правой боковой стены эмалированная ванна, поперек которой лежит сосновая дощечка, а на дне маленький кусочек мыла. Над ванной пустой бак для воды, заключенный в деревянную коробку. В правом же переднем углу четыре водопроводных крана, рядом с ванной у внутренней задней стенки стоит небольшой деревянный диванчик. Около него на полу лежит большая тонкая простыня с меткой императорская корона и инициалы Т.Н. Ниже их цифра двадцать четыре, черта и тысяча девятьсот одиннадцать. Полотенце для пыли с инициалами А, Ф, десять. Обрывок полотна от укладочной простыни, серовато-голубая косоворотка и вязаные кальсоны. В левом переднем углу на линолеуме возле водопроводных труб найдены короткие остриженные волосы. Уборная На внешней стенке уборной имеются две карандашные надписи «Сидоров». В правом углу уборной фаянсовое судно с дубовым сиденьем и пустым резервуаром для воды. В судне остатки газетной бумаги и кусок ваты, запачканный калом. В левом переднем углу простая печь, на лицевой стороне которой прикреплен кулачок линованной бумаги с надписью «Чернилами». Убедительно просят оставлять стул таким чистым, каким его занимают. Под клочком бумаги на печи надпись каким-то острым предметом. «Писал и сам не знаю, а вы незнакомые читайте». Остальные слова надписи неразборчивы. Рядом с печкой у правого переднего угла писсуар с водопроводными кранами. У правой наружной стены окно с двумя рамами. Два нижних звена обеих половинок рамы оклеены матовой бумагой. На подоконнике пустая жестяная коробка и два картона с надписями «Сервьеттэс индис пенсаблэс». Прихожая под цифрой пять. Стены окрашены серой масляной краской. Из нее слева двустворчатая дверь, по словам присутствовавших при осмотре Терентия Ивановича Чемодурова и Владимира Николаевича Деревенько, ведет в комендантскую комнату и прямо от входа другая дверь в зал. Вправо в задней стене окно, о котором упоминалось при описании вестибюля. На подоконнике его стоит бутылка из-под Ижевской воды и лежит небольшой железный кусок с острыми концами. В правом заднем углу стоит деревянный простой сосновый окрашенный светло-желтой краской шкаф с пятью полками. Размер его вышина три оршина, ширина два оршина и глубина один оршин. На второй снизу полки оказались испорченная маленькая спиртовка, стеклянная крышка для кувшина, пустой аптекарский флакон, пузырек с небольшим количеством ароматического уксуса, шесть бутылок, в одной прованское масло, в другой остатке какого-то вина, и остальные пустые. Маленький пузырек чернил, два медных шурупчика и щетка. На следующей полке шестой, седьмой, девятый и одиннадцатый томы сочинений Солтыкова-Щедрина издания Стасилевича, номер газеты Копейка 2213 от 13 сентября 1914 года, маленький флакон капельница желтого цвета из-под лекарства, бутылка из-под минеральной воды Эмс и кусок веревки. На второй полке первый, второй, третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый и двенадцатый томы сочинений Солтыкова-Щедрина того же издания. На шкафу изголовье для походной кровати, обрывок газеты, известий, советы рабочих и солдатских депутатов, часть медного шпенгалета, небольшой квадратный обрывок от плюшевой малинового цвета портьеры с кистью, кусок согнутой проволоки, небольшая тонкая веревочка, ковровая дорожка тигрового цвета с красной каймой длиною триоршины и пять четвертей, прибор для зонтиков от входной двери. Рядом с шкафом по стене стоит деревянная вешалка с десятью крючками, окрашенная в темный коричневый цвет. Впереди нее чучело бурого медведя с медвежонком. В правом углу между вешалкой и печкой полушелковая свернутая портьера. В том же углу печка с герметической заслонкой. На полу у печи лежит куча золы мелких углей сженой бумаги, среди которых оказались сгоревшие гильзы от револьвера, волосы, медальоны, половина погона, куски материи, пуговицы и разные металлические пластинки. Налево от ведущей в зал двери, в углу около устья герметически закрывающейся печки, лежит обложка и шесть листов иллюстрированного английского журнала «The Graphic» от 21 ноября 1914 года. Короба со стриженными волосами четырех цветов, принадлежащими, по словам присутствовавшего при осмотре Терентия Ивановича Чемодурова, бывшим великим княжнам Татьяне, Ольге, Марии и Анастасии Николаевным. Номера «Красные газеты» 37 и 38 от 9 и 10 марта 1918 года. Номер «Уральского рабочего» 83 от 1 мая 1918 года. Веселый выпуск номер 32 Петроградской вечерней почты январь 1918 года под названием «Керенский вадум на страшном суду». Экстренный выпуск торжество пролетариата обрывки газет «Зауральский край», «Известия», рваная промасленная бумага, куски ваты, кусок проволоки, квитанция с китайскими марками, тиковые с красными полосками рваные штаны, кусок кожи от свиного окорока. Комендантская комната под цифрой 6 Пол выкрашен под паркет. Стены оклеены толстыми, узорчатыми, подтисненную кожу, финикового цвета обоями, вделанными в золотой багет. Потолок узорчатый. Против входной двери два выходящих на улицу к церкви вознесения окна точно такого же размера, как и вестибюли и остальных комнатах. Направо от входной двери печь, расписанная тем же рисунком, что и потолок. Возле печки стоит небольшой липовый шкафчик с двумя створчатыми дверками. На верхней его доске небольшая коробка, обтянутая снаружи черной кожей, а изнутри желтоватой кожей. На крышке внутри на замше надпись для лампады. В коробке лежит небольшой бронзовый подсвечник. По словам присутствовавшего при осмотре Чемодурова, вещи эти принадлежат бывшему императору. Далее деревянный обтянутый зеленоватой кожей футляр для хранения каких-то вещей. Верхняя часть застежки этого футляра вырваны из дерева. Банка с заплесневшими оливками. Пустая бутылка из-под сельтерской воды с выдвигающейся крышкой, над нею оказалось незначительное количество табаку. Графин без пробки с какой-то желтоватой мутной жидкостью, чайная чашка с зеленым рисунком, медный средней величины шуруп, маленькая без ручки отвертка, небольшой железный крюк, розетка с солью, электрическая машинка шпамера с прибором, по словам доктора Деревенько, предназначавшаяся для лечения бывшего наследника цесаревича Алексея Николаевича. Внутренняя часть шкафа имеет вверху выдвигающийся ящик, оказавшийся пустым, и три полки, на которых лежат куски заплесневшего хлеба, два небольших флакона с чернилами, четырехугольная чашка, внутренняя ее сторона белая и наружная желтая, принадлежавшая, по словам Чемодурова, кухни бывшего императора, два листа желтой оберточной бумаги, два электрических звонка, два маленьких желтых бурова, небольшой железный ключик, погнутая с дырами железная стамеска, отвертка и подпилок. Под шкафчиком ничего не оказалось. По правой стене стоит варшавского типа кровать, черная, железная, с никелированными на стенках верхушками и натянутой сеткой. В примыкающей кровати стене имеется внутренний шкаф с вещами владельца квартиры. В правый угол вдвинут кабинетного типа рояль фабрики Шредера, покрытый парусиновым чехлом. На рояле разбросаны несколько пустых небольших коробочек, кусок желтой резины, флакон от духов, металлический футляр для чернильницы, линейка, нитки и узкая в переплете книга, разлинованная наподобие конторских. По словам Чемодурова, флакон принадлежал императрице. Черные и белые треугольники в виде пластинок с коробочкой. Игра, называющаяся «Що-де-парке модель RCC», принадлежавшая, по словам того же Чемодурова, наследнику. Коробочка с металлическими блестками и пришитая к небольшой бархотке украшение в виде трехлистника, засохшие ягоды земляники и список телефонных абонентов. Под чехлом на крышке 36 сборных игральных карт. На ближайшем края льву окне, завешанном тюлевыми шторами и драпри, жестяная крышка от коробки, промасленная половина транспорта, три электрических лампочки, четыре ручки с перьями, три пузырька с чернилами, четыре патрона от электрических ламп, стеклянная аптекарская банка, закрытая пробкой, в ней находятся два небольших флакончика с гомеопатическими препаратами, этикетки на той и другой гомеопатической аптеке в Петрограде, пустая продолговатая картонная коробка с надписью красным карандашом «Дом особого назначения» и желтая коробка без крышки с пуговицами, шурупами, катушками ниток и крючками. В находящемся между окнами простенки стоит раздвинутый ломберный с зеленым сукном стол. На этом столе стоит электрическая переносная лампа с белым абажуром, две пепельницы, одна фарфоровая, другая из раковины, деревянная пресс-папье с синей бумагой, жестяная коробка из-под мыльного порошка, коробочка со столовым молотым перцем, несколько листиков белой для аватер-клозета бумаги, три пера, несколько граммофонных иголок и толстый лист пропускной бумаги, на котором оказались четыре оттиска печати с таким содержанием комендант дома особого назначения областной исполнительный комитет советов и клочок с мятой белой бумаги с надписью Левольвер Радишковича. На подоконнике второго окна оказались четыре больших пустых аптекарских пузырька, пузырек с чернилами и маленький пузырек из-под красных чернил. На правой стороне окна два электрических звонка с одной кнопкой и выходящими на улицу пятью проводами. Рядом стенной телефонный аппарат. В углу помещается деревянный треугольный стол с полочкой выкрашенной желтой краской и полированной. На столе неоткупоренная бутылка кислого состава для углекислых формиковых ванн лаборатории зачек и большой аптекарский флакон с небольшим количеством желтоватой жидкости. По мнению присутствовавшего при осмотре врача Белоградского предназначавшейся для шпамеровской электрической машинки. Круглая пластинка с тиснением «Война 1914-1915 годов» Фаберже. На полочке четыре аптекарских флакона из-под лекарств с рецептом на имя Мошкина и в одном прованское масло. На полу под столом 11 банок с элементами четыре неоткупоренные бутылки того же кислого состава, две четвертных бутыли, из которых одна пустая, а другая на треть наполнена керосином, и две четвертных бутыли с небольшим количеством дентурата. Картонная коробка с электрическими проводами и тремя элементами. Далее по левой стороне стоит большой турецкий диван с двумя валиками и одной подушкой, обитой пеньковой выцветшей материи оливкового цвета. Когда диван был отодвинут от стены, то под ним оказались кипарисовые четки, принадлежавшие, по словам Чемодурова, бывшие государыни императрицы. На небольшом сиреневом листочке с фиолетовой каймой письмо на английском языке от императрицы Кольги Николаевны с датой от 19 декабря 1909 года и тут же грязный белый конверт с адресом Дом особого значения и Д. коменданта Т. Никулину. Рядом с диваном по той же стене стоит деревянный книжный шкаф двустворчатый со стеклянными дверками и двумя выдвигающимися ящиками, наполненный так же, как и запертый шкаф книгами хозяина квартиры, так как Чемодуров не нашел ничего принадлежащего императорской семье. Стены комнаты украшены фотографическими снимками железнодорожных сооружений, а дальше большой оленьей головой. На двери с внутренней стороны портьера в цвет турецкого дивана. Посредине комнаты сдвинутый дубовый обеденный стол, покрытый грязной черной клеенкой. В комнате четыре березовых стула с венскими сиденьями и резными спинками. Зал под цифрой семь. Стены его обиты толстыми тисненными обоями серебряным багетом. Потолок выкрашен белой краской с цветами. Посредине потолка большая электрическая люстра, над ней лепной узор. На стенах три больших писанных масляными красками картины в золотых широких рамах кисти художника Лаврова и копии Шишкина изображающие пейзажи. Около задней внутренней стены на полу стоит большая пальма. В левом переднем углу аквариум без воды и рыб. Слева от входа в стене имеются два окна с тюлевыми занавесками и портьерами, с палевыми цветами, среди окон в простенке большое зеркало с подзеркальником. На первом от входа в зал окне лежит деревянная от платьев вешалка со складным медным крючком, на середине ее на одной из плоских сторон императорская корона с инициалами АФ, тисненными и выкрашенными в черный цвет. На подоконнике второго окна девять разной величины и формы аптекарских флаконов с небольшим количеством каких-то лекарств. Белый флакон в виде фляги с белой жидкостью, флакон гумиарабика, черная полубутылка с раствором для согревающего компресса и пустой флакон тройного одеколона Петроградской химической лаборатории. Около этого окна в углу стоит небольшой дамский письменный стол с двумя пустыми ящиками, покрытый толстым листом зеленой пропускной бумаги. На нем лежат четыре лоскутка, линованные в клетку бумаги с французским текстом, писанные, по словам доктора Деревенько наследником Алексеем Николаевичем. Картонная коробочка, обтянутая бледно-сиреневым шелком, в которой лежат обгоревшие конверты с подкладкой синего цвета с надписью «Золотые вещи, принадлежащие Анастасии Николаевне», и обгорелые листки телеграммы и клочок бумаги, на котором что-то написано карандашом. На телеграмме можно разобрать слова «Тобольск» Хохрякову. Обуглившийся клочок бумаги, на котором заметны буквы «Оль» с рощерком, стеклянная крышка от коробочки, закоптелая и разбитая, принадлежащая, по словам Чемодурова, бывшему наследнику, две вырезки из какой-то газеты. Возле стола кресло красного дерева с мягким сиденьем и высокой спинкой стиля модерн, спинка с прямыми планками. В зале за картиной леса волнующаяся Нива, копия Шишкина, у передней стены найдена открытка с изображением бывшей императрицы. Гостиная под цифрой восемь. Пол в этой комнате паркетный. Стены оклеены толстыми, золотистыми, тисненными под шелкобоями в рамки из багета. Потолок расписной, посредине электрическая люстра с девятью свечами, посредине люстры лампа. При входе в левой стене два окна, в простенке между ними большое зеркало в золоченой раме с подзеркальником с черной мраморной доской. На окнах золоченные узорчатые карнизы. Под самой аркой большой письменный отделанный под красное дерево дубовый столб на двух тумбах с темно-зеленым сукном. Все ящики стола пусты. В левом заднем углу гостиной банка с фикусом. Такой же цветок стоит и на подоконнике второго окна. В переднем левом углу мягкий диван, обитый шелком, с зеленовато-золотистыми цветами. Рядом с ним два таких же кресла, а против лакированный кричневатого цвета восьмиугольный на четырех ножках гостиный стол, на котором стоит гипсовая группа, изображающая себя двух солдат и офицера на разведке, работы Захваткина с датой 1915 года. За диваном керосиновая лампа с шелковым абажуром цвета бордо и кружевом крем на подставке. На полу, ближе к правому углу, по стене стоит деревянная тумба пестрого тигрового цвета с белой мраморной доской. В правом переднем углу стоит деревянная тумба для цветка, отделанная под красное дерево с выгравированным золотым рисунком. У правой стены стоит плетенная из камыша и тростника садовая кушетка с двумя подлокотниками и откидывающей со спинкой, взятая, по словам Чемодурова, из царского села при отъезде в Тобольск. По стенам гостиной пять картин в золоченых рамах, писанных масляными красками и над кушеткой тоже в золоченой раме зеркало. Кроме того, в гостиной находятся три березовых с плетеным сиденьем и резной спинкой стула. Столовая под цифрой девять полней паркетной, стены оклеены толстыми тисненными коричневого цвета обоями с рисунком изображающим вазу и вделанными в рамку с багетом. Потолок расписан под дуб, посередине его электрическая люстра, а под ней дубовый сдвинутый с резными ножками стол. Возле стола дюжина стульев с плетеными спинками и сиденьем и два таких же кресла. Слева от входа по стене стоит большой дубовый светлый в цвет стола и стульев буфет. В противоположной от входа в гостиную стене устроен камин и над ним зеркало в дубовой раме темного тона в цвет обоев и дверей. В камине искусственно горящие угли, а перед ним металлический из медной сетки испорченный вентилятор. С обеих сторон камина две картины, изображающие лесной пейзаж кисти художника Воронина в черных резных рамах. Возле камина подержанное кресло-тележка на трех колесах с резиновыми пневматическими шинами, принадлежавшая, по словам Чемодурова, бывшей государыне. В правой от входа стене балконная дверь, заперта изнутри железным створчатым ставнем на висячий замок. Балконная дверь задрапирована пеньковой драпировкой темного цвета с цветами. Вправо от двери окно в сад с такой же портьерой и таким же ставнем, что и у балконной двери. Ставень открыт. Около подоконника две плетеные корзины для цветочных горшков. В одном из них стоит засохшая финиковая пальма. В простенке между балконной дверью и окном небольшие стены часы в темном футляре, остановившиеся на десяти без трех минут. Под часами картина поднос, на котором под стеклом по черному бархату наложены цветы из разных металлических блесток. У правой от входа стены стоит небольшой буфетный дубовый шкафчик в цвет остальной мебели с одной наружной полкой, на ней лежит шило-отвертка. Под доской два выдвигающихся ящика, в левом из них две деревянные ложки, аптечный пузырек и коричневого цвета с незначительным количеством белого порошка и пустая черного стекла бутылка со штампованным на стекле знаком погреб высочайшего двора и в середине этих слов государственный герб. Бутылка имеет запах вина. В правом ящике три больших белых блюда фирмы Кузнецова. Два круглых, одно продолговатое. На последнем, на лицевой стороне, на краях имеются два синих государственных герба. Этими блюдами, по словам Чемодурова, царская семья пользовалась во время обеда. В правой половине шкафа, запирающегося дверкой, оказался оцинкованный железный таз с двумя ручками. В левой большой черный железный поднос, такой же оцинкованный таз и в нем большая губка. По словам Чемодурова, в этих тазах им и великими княжнами мылась посуда. Под шкафом найдены три грязные тряпки. Возле той же стены низенький деревянный сундук-баул, окованный по краям железом и обтянутый черной кражиной парусиной с одним внутренним замком и двумя железными ручками по бокам. Размер его длина один оршин и ширина тринадцать вершков. Выше до шесть вершков. С внутренней стороны крышка и дно обиты замшей. Верхняя планшетка внутреннего замка оторвана. Снаружи на боковой кромке над замком медная круглая пластинка с выгравированным номером шестьсот двадцать два. Рядом с ним деревянный сосновый полированный ящик сундучок длиною одиннадцать с половиной вершков шириною восемь с половиной вершков и высотой семь с половиной вершков с двумя медными по бокам ручками. Ящик пуст. Рядом с ящиком три бутылки темного стекла с этикетками на первой придворное его величество аптека розмарин. Бутылки наполовину наполнены жидкостью. По словам Чемыдурова жидкости в бутылках служили наследнику для втирания. Над шкафчиком на стене две оленьих головы и среди них написанная акварельная картина изображающая паяца играющего на мандолине. Буфет имеет верхние и нижние части по три отделения между ними три выдвижных ящика и открытая площадка. Наверху буфета две лампы электрическая с четырьмя горелками на подставке в виде голых женщин бронзовая керосиновая с резервуаром в виде вазы и два абажура в белых чехлах. В левом верхнем отделении буфета три полки. Верхняя пустая на средней четыре зеленых с белыми ручками чашки две крышки от стеклянного кувшина масленка в виде курицы две белых полоскательных чашки и небольшая стеклянная с винтовой нарезкой верхней части банка. На нижней полке большой флакон чернил Дюнтер Вагнер завязанный шелковистой материи прорезиненный и тряпочкой флакон наполовину наполнен чернилами. Большой чайник с белым золотом носом выкрашенный серовато-зеленой краской с подпалинами в нем заплесневшие остатки чая. Восемь блюдец из них три белых одно зеленое и четыре белых с синий золотой каймой и с изображением государственного герба посредине. На дне их с внешней стороны инициалы Н. Двойка римская и годы 1910-1915 Маленькая пустая ваза Круглая стеклянная баночка с молотым перцем Небольшая стеклянная пестрая вазочка с двумя ручками Пятнадцать фаянсовых тарелок фабрики Кузнецова с зеленоватым и синеватым рисунком по краям Семь фарфоровых мелких тарелок Две из них поменьше размером Тарелки белые с синим и золотым ободками по краям На краю каждой из них раскрашенный государственный герб А на дне с наружной стороны инициалы Н. Два римская и под ними год изготовления 1913-й 1914-й и 1909-й Белая фарфоровая тарелка с розовато-голубоватым рисунком цветами а на дне ее с внешней стороны клеймо фабрики Корниловых Простой с трещиной стакан два аптекарских флакона с глицерином и колодием Среднее и правое отделение содержит посуду принадлежащую по словам Чемодурова Ипатьеву Описанная же в первом отделении посуда служила царской семье причем чернилами пользовалась императрица как удостоверил тот же Чемодуров В левом нижнем отделении буфета оказалось 19 разной величины письма икон с изображением святых Антонина Иоанна и Мустафия Деревянная икона Сергия Радонежского икона с изображением Казьмы и Дамиана икона Дмитрия Солунского две иконы Симеона Верхотурского Чудотворца и две иконы Серафима Саровского деревянная икона Благовещения Пресвятой Богородицы икона с изображением пророка Ильи изображение Богоматери на полотне два маленьких тельных медальона оброска в серебряной оправе с ушками один из них Нерукотворенного Спаса а другой Николай Чудотворц На большинстве перечисленных икон имеются собственноручные надписи императрицы и великих княжон В том же отделении большая деревянная круглая чашка и в ней такая же круглая полая сухая мыльная масса и деревянная тарелка для губки по словам Чемодурова этим мылом пользовался бывший император в ванне Среднее и правое отделение в нижней части буфета пусты На открытой посредине полки корзина эмалированный таз пустая бутылка шкатулка перовая метелка и зеленая лампадка При осмотре столовой на обеденном столе еще обнаружены массивная из яшмы пепельница двенадцать раковин для закусок принадлежащих по словам Чемодурова царской семье и большой стеклянный графин Комната Демидовой под цифрой одиннадцать Стены оклеены темно-серыми обоями Потолок и дверь изнутри выкрашены желтовато-беловатой масляной краской Посередине спускается зеленая люстра с тремя лампочками Против входной двери два окна с деревянными подоконниками такими же карнизами зелеными полузанавесками верхней части окна В левом переднем углу круглый крашенный темно-коричневой краской стол на шести ножках и около него такого же цвета маленький круглый столик три дубовых столового типа стула с плетеными спинками и сиденьем и мягкое кресло из описанного в гостиной комнате гарнитура В правом углу две вешалки с медными крючками принадлежащие по словам Чемодурова бывшему наследнику Алексею Николаевичу На ближайшем к левому переднему углу подоконнике находится небольшой графин никелированный электрический прибор для согревания больного места большой флакон с жидким яичным мылом флакон с жидкостью для электрической машинки четыре небольших пузырька из-под лекарств небольшая фарфоровая баночка с остатками борного вазелина две железины клочок ваты железный крюк и маленький ключ на белом шнуре по словам Чемодурова машинка и лекарства служили для лечения наследника Алексея Николаевича ключ же был от его шкатулки в которой он хранил деньги проходная комната под цифрой двенадцать В столовой в правом переднем углу имеется двустворчатая дверь ведущая в проходную комнату в которой справа ход вниз представляющий собой громадных размеров шкаф с полустеклянной матовой дверью перегородки ее выкрашены в коричневый цвет и доходят лишь до высоты двери стены и потолок комнаты выкрашены серой масляной краской пол покрыт коричневого цвета линолеумом с рисунком мелкого паркета посередине на шнуре спускается с потолка электрическая лампочка в левом заднем углу деревянная стоячая вешалка с железными крючьями окрашенная в желтый цвет она заслоняет с собой часть окна которая как и смежная с ним имеет летние и зимние рамы на подоконнике второго окна мешок с жареным ячменем незначительное количество которого лежит на рядом стоящей белой тарелке с государственным гербом и инициалами Н 2 римская 1910 на обороте тут же пустая бутылка из-под лимонада и аптекарский флакон жидкости 3 гвоздя небольшая тряпочка и 2 с расписной каймой и серединой тарелки на верхней из них сушеный чай а нижняя у края разбита на подоконнике второго окна стакан белое блюдечко с гербом и инициалами Николая второго на нем старая зубная щетка с вытертой щетиной пузырек с какой-то жидкостью грязный большой кофейник обрывок петроградской газеты от 9 декабря 1916 года два согнутых гвоздя у окна деревянный некрашенный простой стол на четырех ножках с двумя внутренними ящиками в левом из них оказались расписная тарелка и белое блюдце на тарелке три белых сухарика а на блюдце соль на дне ящика крошки и несколько кусочков сахара в правом ящике несколько промасленных листов грязной бумаги гвоздик два белых обмылка и кусочки макарон под столом три пары деревянных сапожных колодок принадлежащих по словам Чемодурова великим княжнам Ольге Татьяне и Марии Николаевне посреди посреди комнаты стоит громадный коричневого цвета гардероб в котором сверху и у задней стены набиты крючья и оказались девянадцать деревянных вешалок на семи из них желтых инициалы А.Ф. и корона белые же без инициалов по словам Чемодурова принадлежат государю императору В правом нижнем ящике грязная небольшая салфетка несколько разных картонных коробок и крышек к ним и разные бумаги Левый ящик пуст У задней внутренней стены стоит небольшой старый стол в ящике которого оказались стакан с выцветшими чернилами висячий замок ключ ручка кусочек мыла и жестяная пепельница Возле него на полу циновки из ванны три вкладных отделения из сундука описанного при осмотре столовой для серебряной посуды гладильная доска с ножками и белым чехлом грубый половик из этих вещей циновка доска половик и отделение из сундука принадлежат двору бывшего императора тут же стоят два дубовых стула и дубовая тумба с мраморной доской на которой лежит пестрый чехол от спинки складной кровати на нем видны красные пятна на задней стороне гардероба набиты крючки и на них оказались две вешалки для платья принадлежащие бывшему императору кухня кухня под цифрой 14 в левой наружной стене у нее окно с двумя рамами стены кухни выкрашены серо-сиреневой краской масляной потолок белой краской панель темно-сиреневой краской на полу линолеум коричневого цвета с паркетным рисунком слева от входа на стене деревянная коричневого цвета полка на которой две пустых стеклянных больших банки белое блюдце и пять лоскутков батиста два больших пузырька один со скипедаром и другой с нашатырным спиртом на них этикетки придворной его величества аптеки большой пузырек с небольшим количеством бензина с этикеткой Тобольской аптеки Дементьева три пустых флакона флакон с какой-то красной жидкостью большой флакон с небольшим количеством какой-то жидкости два синих свертка с каким-то белым порошком чугунная подставка для утюга пузырек с чернилами и перегоревшая электрическая лампочка под полкой на полу волосяная метелка и пустой деревянный ящик из-под чая фирмы Высоцкого У окна стоит большой кухонный деревянный крашеный желтой краской стол с тремя внутренними ящиками и столькими же внизу отделениями затворяющимися дверками длина стола три оршины тринадцать вершков и ширина шесть с половиной вершков на столе три пустых стеклянных банки бутылка с дентуратом белая баночка из-под икры кусок бумаги с квасцами брусок для точения ножей жестяная кастрюля белая тарелка с молотым жареным ячменем четыре столовых ножа фирмы фраже с выгравированными на ручках и государственными гербами кастрюля с остатками манной каши находящейся в ней ложкой той же фабрики и с гербом мясорубка и деревянная доска ведро белой жести с остатками муки в ящиках стола рваная бумага сломанный кухонный нож мешок с меткой м а кисточка измочала для мытья посуды металлическая ручка для мясорубки три блюдца и две тарелки с государственным гербом и инициалами Николая Второго сломанное шило и пакетик с каким-то желтоватым порошком в виде муки все вышеупомянутые вещи в правом верхнем ящике в находящемся под ним нижнем отделении оказались большая медная лужоная кастрюля с государственным гербом две больших грязных белых скатерти десять сильно загрязненных салфеток на некоторых из них также государственный герб грязный фартук и два полотенца рядом со столом на полу медный бидон для молока деревянный большой ящик с засохшей зеленью и тут же на полу тарелка с косточками и государственным гербом недалеко от стола в левом переднем углу большой комнатный ледник в правом переднем углу большой деревянный ящик и в нем два пустых мешка две палки и кусок мыла посредине кухни белый деревянный столового типа стол простой работы на четырех ножках длина его три оршина один вершок и ширина один оршин четыре вершка с внутренним выдвигающимся ящиком на столе маленькая кастрюля кухонный нож и небольшая жестяная коробка из-под карамели Кетти Босс ящик стола пуст против него у правой внутренней стены пустой медный таз большое медное ведро два медных листа для печенья хлеба медная четырехугольная продолговатая кастрюля железный лист все вещи луженые и имеют на себе государственный герб ближе к правому заднему углу по той же стене находится стол с внутренним большим ящиком закрывающимся дверкой крашеной желто-красной краской ящик пуст стол покрыт старой грязной клюенкой и на нем лежат небольшая медная кастрюля два медных продолговатых тазика две чугунные сковороды три пустых жестяных банки из-под пюре томат фабрики Эйнем две синяя и белая эмалированные кастрюли железный совок большая медная кухонная ложка большое медное сито небольшая медная кастрюля с длинной ручкой большой медный сотейник с решетчатым дном и большая медная крышка от кастрюли все медные вещи луженые и имеют на себе государственный герб в правом заднем углу обломки кирпичей две деревянных решетки и небольшой медный продолговатый прямоугольный бак с краном у задней стены громадная плита с духовым шкафом на плите железный белый большой таз с двумя ручками и медный бидон с государственным гербом на полу около плиты вязанка дров при разборке в них никаких вещей не оказалось на прилегающей к плите стене деревянная вешалка из трех палочек на которой висит сотейник и грязный измочало пустой мешок на полу валяются обрывки разной бумаги на окне семь пустых бутылок и восьмая наполнена красным ягодным соком тут же стоит круглая жестяная пустая банка с крышкой комната великих княжон под цифрой 10 на полу линолеум коричневого цвета шашками стены оклеены светло-серебристыми с розовато-зеленоватыми цветами обоями потолок выкрашен розовой масляной краской дверь с внутренней стороны выкрашена в тон потолка справа и слева в задних углах две печки с герметически закрывающимися топками окрашенные клеевой краской в розовый цвет верх обоев оклеен золотым бордюром с зеленым багетом с потолка спускается электрическая люстра в виде цветочной ветки с тремя лампочками против двери окно на подоконнике белая штора пустая небольшая банка с одной конфеткой монпансия черная короткая шпилька два висячих замка коричневый пузырек с небольшим количеством какой-то жидкости штора свернута на окне висит одним концом длинный песочного цвета шерстяной очень мягкий плед принадлежащий по словам Чемодурова бывшему императору в правом переднем углу трюмо с коричневой рамой и со столиком у правой от входа стены стоят металлический экран светло-зеленого цвета с изображением букета и сидящей на сучке птицы мягкий стул и кресло сиденья которых обиты красным критоном а спинки и ножки черные резные рядом с ними против зеркала стоит белый эмалированный ночной горшок и далее два кресла вышеописанной формы на спинках их чехлы из полотна вышитые красными нитками в переднем левом углу деревянная тумба для цветов и на ней кусок восковой свечи у левой стены около печи стоит на четырех ножках коричневого цвета гостиный стол на нем деревянная обитая зеленой кожей шкатулка разрез ее семь с половиной вершков длины и семь и одна десятая вершка ширины и три вершка вышины на крышках ее с наружной стороны какой-то рисунок в декадентском стиле с изображением арки и цветов внутренний замок вырван и держится на верхней пластинке у крышки три внутренних отделения равно и крышка обтянутой зеленой шелковой материей на дне одного из отделений четыре перламутровые пуговицы и безопасная английская булавка далее на столе находятся книги новый завет и псалтырь на русском языке образ федоровской божьей матери в деревянном футляре написанный на дереве задняя стенка его обита малиновым бархатом на образе сорван венец на котором по словам Чемодурова была звезда с бриллиантами на этой иконе две узенькие короткие бумажные ленточки со следующими на них надписями сделанными рукой императрицы первая 11 Иоанна 19 38 42 вторая 9 Иоанн 19 25 37 сверху на ней лежат круглые медальонного вида образки два богоматери и один Георгия Победоносца из описанных вещей лишь Евангелие по словам Чемодурова принадлежит детскому лакею Седневу а остальные императрицы в заднем левом углу у печки стоит высокая окрашенная черной краской подставка для цветов на которой три книги Великая в Малом и Антихрист Сергея Нилуса Война и мир том первый Толстого и Библия на русском языке под тумбой найдены карточка Великой Книжной Марии Николаевны визитная карточка лейб-медика Боткина и небольшой клочок бумаги на котором по-английски написаны действующие лица какой-то английской пьесы где роли распределены между Анастасией Марией Николаевными Алексеем Николаевичем и Гипсом на листике дата 4 февраля 1918 года Тобольск В углу около входной двери переносное судно по словам Чемодурова принадлежащее наследнику цесаревичу При осмотре комнаты занимаемой великими княжнами из печей было выгребено большое количество золы в которой оказались обгорелые металлические остатки от рамок для карточек медальонов образков обгорелая бумага сплавившиеся стекла и тому подобное Комната государя императора государыни императрицы и наследника цесаревича под цифрой 13 Стены комнаты оклеены полосатыми одноцветными бледно-палевыми обоями с волнообразным с цветами широким фризом В правой от входа наружной стене а равно и в передней по два окна Причем в обоих первых и в одном прилегающем к переднему углу окне находятся летняя и зимняя рамы Наружные рамы как и в других комнатах выбелены масляной краской до верхней фрамуги В прилегающем к левому переднему углу окне имеется только одна летняя рама за которой вделана железная решетка Справа у косяка входной двери стоит у стены деревянная полированная с одной стороны доска длиною один оршин пять вершков и шириной тринадцать вершков Этой доской по словам Чемодурова пользовался наследник Алексей Николаевич во время болезни причем ее клали поперек кровати и она служила ему столом на котором он писал читал играл игрушками и кушал Рядом с этим столом доской в углу стоит высокая полированная подставка для цветов в виде небольшого столика На столике стоит красная стеклянная лампадка наполовину наполненная маслом около лампады цветочная пыль Рядом с этой подставкой свернутый ломберный стол с зеленым сукном В простенке между окнами правой стороны придвинут письменный стол конторского образца с зеленым сукном и такой же пропускной бумагой на четырех точеных ножках На столе электрическая бронзовая лампа с синим самодельным колпаком Стеклянная коробочка края которой в серебряной с позолотой оправе Пестрый узкий шнурок и коричневая ленточка незначительной длины подушечка из голубого шелка для булавок двустворная шахматная доска с четырьмя внутренними ящиками задвигающимися деревянными пластинками и с двумя комплектами игры в шашки Книги Лествица Иоанн Игумена Синайской горы На первом печатном листе ее сделана пометка А.Ф.Ц.С. Март 1906 года Книга в софьяновом красном красивом переплете на обороте первого атласного чистого листа наклейка с монограммой А.Ф. И над ними корона О терпении скорбей епископа Игнатия Бринчанинова в синим с золотым тиснением на лицевой стороне и на корешке переплета на обратной стороне первой корки этой книги приклеена белая в виде ромба бумажка с инициалами А.Ф. И вверху корона и на оборотной стороне первого цветного листа имеется собственноручная надпись императрицы А.Ф. Петергов 1906 год Молитва слов в синим клинкоровом переплете издания 1882 года синодальной типографии В нем на обороте первого печатного листа приклеена круглая синим ободком бумажная пометка с инициалами Н.А. и вверху корона на обороте последнего белого листа написана чернилами 6 мая 1883 года Синее с золотом Аркадия Аверченко без переплета Рассказы для выздоравливающих того же автора 2-й 8-й 13-й томы сочинений Чехова издания Маркса Медная проволочная подставка для карточек а под зеленой бумагой оказались листки от стеного календаря Два внутренних ящика стола пусты В правом переднем углу туалетный стол на двух тумбах с зеркалом По той и другой стороне зеркала электрические лампочки Стол оклеен дубом и все его ящики пусты за исключением большого среднего и соответствующего ему верхней части стола В ящике находится эмалированное белое блюдце Два пустых флакона из подцветочного одеколона английских фирм Круглый в виде маленького графинчика с небольшим количеством одеколона флакон Бока его расписаны под цветок Две небольших стеклянных круглых без крышек баночки в одной из которых имеется небольшое количество каких-то маленьких шариков Небольшой зеленый круглый флакон с притертой пробкой и наклеенной этикеткой Lavendelsalz и дальше по-немецки напечатан способ употребления баночка с небольшим количеством кольт крема и с наклейкой придворной его величества аптеки небольшой флакон с какой-то красноватой ароматической жидкостью маленькие прямые ножницы для ногтей агарок стеариновой свечи размером в половину ее отвертка с деревянной полированной ручкой и спичка с накрученным на конце ее небольшим кусочком ваты верхнем среднем широком ящике оказались три дамских тонких черных шпильки кусочек ваты и розовый маленький шнурочек на столе находится синий большой флакон эссенции электролитной воды кобяка с большим количеством жидкости небольшой круглый аптекарский стакан две столовые ложки одна десертная и чайная в стакане затолкана вата тут же рядом распоротая бархатная пуговица и в ней вата в простенке между окнами передней стены коричневая с четырьмя полками и резными колонками этажерка на верхней ее полке три флакона с какой-то жидкостью большой стеклянный флакон с водою и засохшей веткой жимолости две баночки с остатками борного вазелина и кольткрема и с этикетками придворно его величество аптеки белая эмалированная чашка с находящейся в ней маленькой стеклянной воронкой и стеклянный футляр с двумя маленькими кисточками на второй полке стеклянная полубутылка откупоренная и наполненная наполовину бесцветной жидкостью и два маленьких обломка булыжника на третьей полке считая сверху вниз пустой большой аптекарский флакон стакан с небольшим количеством воды восковая белая свеча деревянная сосновая палочка небольшой обрывок старой расплетенной веревки и кусок серой бумаги на нижней полке складывающийся пополам деревянный прибор для снимания обуви и сосновая с двумя узкими желобками квадратной формы палочка рядом с этажеркой небольшой круглый столик с расписной полированной круглой крышкой возле него на полу валяются две целых тонких свечи одна обломанная и агарок возле той же этажерки стоит оклеенный дубом столик прямоугольной формы с четырьмя точеными ножками на котором лежат оборотная половина обложки от какой-то книги маленькая в виде раковины тарелочка с пейзажем на оборот на ее стороне фабричное клеймо и инициалы М.Н пятнадцать белых тонких восковых свечей завернутых в бумагу флакон из-под лекарств с рецептом доктора Боткина про аутера сбоку этого столика стоит кресло от гарнитуры из гостиной с парусиновым чехлом в переднем левом углу гардероб с двумя створчатыми дверками отделанными под ореховое дерево в нем никакого платья не оказалось висят лишь на деревянных крючьях девяносто деревянных вешалок на десяти из них имеются инициалы АФ рядом с гардеробом железный экран выкрашенный зеленой краской на нем нарисован цветок рядом с экраном по стене средних размеров мраморный умывальник с разбитой доской на верхней полочке умывальника графин с водой аптекарская стеклянная банка с белым порошком и три флакона с каким-то лекарством на разбитой доске находится желтого стекла стакан пузырек с лекарством для наследника с рецептом доктора деревенька баночка с небольшим количеством кольт-крема два флакона с каким-то лекарством один из них с рецептом доктора Боткина про аутера микроскопический флакончик с каким-то лекарством и семь небольших продолговатых бумажек в виде закладок с какими-то цифровыми записями в нижней части умывальника стоит белое жестяное ведро на полу около него найден маленький очиненный карандаш рядом с умывальником по той же стене ночной столик отделанный под орех с мраморной верхней доской на которой стоят пять пустых флаконов из-под одеколона и вежиталя два лампадных стаканчика красный и синий банка скали гиперморганикум белого стекла бутылочка с каким-то ароматическим маслом большой флакон с сосновым экстрактом с этикеткой у придворной его величества аптеки белый флакон жидкостью колувал аптекарская баночка с притертой пробкой и незначительным количеством какой-то ароматической жидкости небольшой флакончик с винтовой нарезкой у горлышка металлической крышкой и белыми пилюлями на стенках его выгравировано каскарин ле принц и небольшая грязная рюмка из голубоватого стекла на второй полочке столика зеленая чашка с блюдцем и небольшой стаканчик капельница нижний шкафик пуст около умывальника на полу циновка а на ней маленький деревянный табурет в левом заднем углу небольшой круглый столик в комнате три дубовых стула с тростниковым сиденьем и один мягкий с красной критоновой обивкой от гарнитура находящегося в комнате великих княжон на задней левой стене прибита вешалка для полотенец в виде трех палочек с металлическими наконечниками по словам Чемодурова все эти предметы за исключением мебели принадлежат бывшей царской семье при осмотре наметкиным и Патьевского дома присутствовали доктор Белоградский и гвардии капитан Малиновский они показали свидетели Белоградский и Малиновский были допрошены мною 1 13 июня 1919 года 2 22 июля того же года в Екатеринбурге Белоградский Общее впечатление какое оставлял тогда дом Ипатьева было вот какое дом брошен хозяевами хозяев нет в доме в нем хозяйничали чужие люди уничтожившие в печах разные мелкие по величине вещи царской семьи лишь немногие вещи уцелели из мелочи Малиновский не было в доме никаких вещей из одежды и обуви мы вытаскивали мусор из печей печи были набиты золой от сгоревших вещей мы просеивали пепел установить главную массу сгоревших вещей мы не могли вещи превратились в золу но иногда можно было понять что зола представляла сожженную ткань одежды это прямо бросалось в глаза много было сожжено портретных рамок всевозможных вещей домашнего обихода вещей из хорошей обстановки много было сожжено различных принадлежностей туалета например головных и зубных щеток много было обгорелого и расплавленного стекла впечатление какое я вынес из осмотра верхнего этажа дома было то что здесь за отсутствием обитателей квартиры все разгромили сожгли преимущественно и бросили оставив неуничтоженный мелочь параграф второй нижний этаж дома Ипатьева в описании члена суда Сергеева осмотр нижнего этажа производил член суда Сергеев комната под цифрой один прихожая возбудила его подозрения здесь он заметил замытый пол и кровь в его акте значится пол этой комнаты деревянной окрашенной желтой краской он носит на себе явственные следы замывки в виде волнообразных и зигзагообразных полос из плотно присохших к нему частиц песка и мела по карнизам более густые наслоения из такой же засохшей смеси песка и мела на поверхности пола наблюдаются пятна красноватой окраски эта часть пола при осмотре отмечена особыми знаками и охранена от внешних влияний яркую картину преступления дала соседняя комната под цифрой 2 пол ее также оказался замытым пол окрашен желтой краской и влево от входа половине из прихожей носят на себе такие же следы замывки по карнизам пола также наблюдается скопление засохшей смеси песка и мела в этой комнате оказались крайне многочисленные разрушения чтобы яснее усвоить язык актов в которых они описываются нужно обратиться кроме чертежа к фотографическим снимкам когда из прихожей под цифрой 1 входишь в комнату под цифрой 2 открывается вид изображенный на снимке номер 46 перед зрителем на этом снимке видна восточная стена комнаты с дверью в соседнюю комнату под цифрой 3 кладовую это восточная стена деревянная покрытая сверху штукатуркой и обоями на снимке видны две арки на которых лежит сводчатый потолок комнаты обе они каменные покрыты штукатуркой и обоями но арка справа от зрителя в нижней части обшита досками на которые положены обои к этой правой арке примыкает южная стена изображенная на снимке номер 47 южная стена каменная а штукатуренная и покрытая обоями в нижней части она как и примыкающая к ней арка обшита досками на которые положены обои в южной стене окно обращенное на вознесенский переулок единственное в комнате дверь из комнаты под цифрой 2 в комнату под цифрой 1 прихожую открывается в сторону последней фотографический снимок номер 48 передает вид этой закрытой двери западной стеной комнаты в двери обозначенной на снимке номер 46 Сергеев обнаружил два пулевых попадания на правой створке этой двери на высоте 173,3 сантиметра от пола имеется сквозное отверстие круглой формы такое же отверстие имеется и на левой створке двери на высоте 97,7 сантиметра от пола толщина створок двери 5,5 сантиметра диаметра сквозных отверстий с наружной стороны двери из комнаты под цифрой 2 6,8 миллиметра и диаметр тех же отверстий со стороны кладовой из комнаты под цифрой 3 8,2 миллиметра совершенно соответственно этим двум сквозным разрушением двери Сергеев нашел в кладовой два поверхностных разрушения ее стен было очевидно что два пулевых попадания в эту дверь произошли из комнаты под цифрой 2 когда дверь в кладовую была закрыта в двери обозначенной на снимке номер 48 Сергеев нашел одно пулевое попадание в косяке двери правом от зрителя на снимке на высоте 111 сантиметров от пола имеется сквозное круглой формы отверстие такое же отверстие имеется и на соответственной створке двери если эту створку открыть и откинуть косяку то отверстие на двери совпадает с отверстием на косяке канал отверстия расширяется по мере проникновения изнутри комнаты к откинутой двери и заканчивается широким отверстием с расщепленными по окружности его частицами дерева было очевидно что пулевое попадание в эту дверь произошло из комнаты под цифрой 2 когда дверь в прихожую была открыта в восточной стене снимок номер 46 Сергеев нашел 16 разрушений на восточной стене имеется 16 углублений в толщу ее похожих на следы проникновения пуль или следы ударов каким-либо твердым орудием при обследовании означенных углублений посредством зонда определить направление и длину каналов оказалось невозможным ввиду того что зонд на пути своего проникновения в каналы углублений наталкивается на осыпавшиеся части штукатурки в целях удобства описания расположения углублений все они при настоящем осмотре занумерованы в порядке удаления их от угла левой арки к косяку двери примыкающей к правой арке измерена также высота на которой находится каждое углубление от пола при такой системе результаты измерений могут быть изображены в следующей таблице в целях технического удобства мною допущено отступление от подлинного акта измерения даны не по русской а по метрической системе далее в книге приведена таблица из трех колонок номер по порядку расстояние от арки в сантиметрах и расстояние от пола в сантиметрах в области этих разрушений Сергеев обнаружил ясные следы замывки обоев по окружности углублений за номерами третьим шестым седьмым восьмым одиннадцатым двенадцатым четырнадцатым пятнадцатым и шестнадцатым обои носят следы замывки местами из-под стертой бумаги виднеется штукатурка а в некоторых частях замытого пространства стерт только верхний слой бумаги до уничтожения рисунка обоев разрушения восточной стены не проникали все ее толще со стороны кладовой их не было в области пола снимок номер сорок шесть Сергеев нашел шесть разрушений влево от входа из прихожей части пола в области пространства носящего на себе следы замывки замечается шесть углублений с расщепленными слегка краями при исследовании зондом каналов углублений определить их глубину представляется затруднительным ввиду того что зонд встречает на пути своего движения частицы расщепленного дерева в целях удобства описания этих углублений все они при настоящем осмотре занумерованы в порядке удаления от восточной стены на которой расположены вышеописанные шестнадцать углублений по этой системе результаты произведенных измерений выражаются в следующей таблице далее в книге приведена таблица из двух колонок номер по порядку и расстояние от восточной стены в сантиметрах в южной стене снимок номер сорок седьмой Сергеев нашел два разрушения на южной стене ниже подоконника и влево от него если стать лицом к окну в расстоянии 86,6 сантиметра от арочного столба и в расстоянии 80 сантиметров от пола в деревянной обшивке стены имеется круглой формой сквозной отверстие такого же вида и формы отверстия имеется ниже в расстоянии 46,6 сантиметра от пола и несколько левее первого отверстия Пулевые попадания в обе двери были очевидны. Труднее было определить характер разрушений стены пола. В этих целях Сергеев произвел выемку в них кусков дерева. Как только выемки были сделаны, выяснилось, что эти разрушения причинены пулями. В актах Сергеева значится в отношении восточной стены, в вырезанных участках деревянной части стены обнаружено присутствие револьверных пуль. В отношении южной стены. Сначала был выпилен верхний участок стены, при извлечении выпиленного участка выпала револьверная пуля, найденная в промежутке между обшивкой и каменной стеной. При выпилке второго участка нижнего, в нем была обнаружена револьверная пуля, застрявшая в верхнем слое обшивки. В полу, кроме пуль, были найдены еще в пулевых каналах и в щелях досок потеки, похожие на кровь. Все углубления в полу представляют собой пулевые каналы. В некоторых из них пули застряли в толще дерева. На стенках разрезов обнаружены красноватые пятна, спускающиеся через всю толщу доски в виде потеков. К сожалению, Сергеев не сфотографировал комнату под цифрой 2 в том виде, как он нашел ее. Снимки номер 46-48, сделанные мною, передают ее вид, когда выемки в стенах и в полу были уже сделаны. На снимке номер 49 изображены некоторые куски дерева из восточной стены с сидящими в них пулями. На снимке номер 50 кусок пола с пулей и кровяным потеком. На снимке номер 51 кусок пола с двумя пулевыми попаданиями. Осматривая комнату под цифрой 2, я нашел, что Сергеев не заметил здесь еще некоторых пулевых попаданий и обнаружил их в обеих арках. Снимок номер 46. В левой арке оказалось два попадания. Верхнее разрушение арки на лицевой ее стороне к зрителю находится от пола на высоте 1,37 м. Форма его слабый конус. Глубина в толще штукатурки 2 см. Диаметр у краев 4 см. Края обоев вокруг этого углубления резко разрушены, лоскуты их висят вокруг всего углубления. Это углубление, безусловно, пулевой отпечаток, причем пуля ударила в эту лицевую сторону арки немного снизу вверх, как и идет углубление. Второе углубление на боковой стороне арки к восточной стене находится от пола на высоте 70 см. Оно продолговатой формы и совершенно явственно представляет собой отпечаток пули длиной 3,5 см и глубиной в толщу штукатурки 2 см. Направление обоих описанных отпечатков одинаковое. Выстрелы, оставившие оба эти отпечатка, направлялись лицами, стоявшими влево от двери, ведущие в эту комнату из прихожей под цифрой 1. Второе попадание в левую арку дало, кроме того, еще рикошет в восточную стену. На снимке номер 46 это рикошетное отражение, ближайшее к арке и к полу. Особенно мое внимание привлекла правая арка, снимок номер 46. Часть ее обшивки оказалась изъятой, как это и видно на снимке. Это было сделано Сергеевым, так как на обоих были рисунки порнографического характера. Как раз под удаленной обшивкой я нашел в штукатурке арки резкое пулевое попадание. Под этой выемкой деревянной обшивки имеется в толщу штукатурки углубление конусообразной формы, несомненно, пулевого характера. Его глубина 2,5 см, диаметр с краев 1 см, от пола она находится в расстоянии 1 м 6 см. Бросались в глаза некоторые разрывы на обоях арки вблизи выемки обшивки. Казалось, что здесь, срываясь, скользил штык. Исследование удаленной Сергеевым обшивки являлось особенно интересным. В моем акте осмотр ее значится. На доске, толщина ее 3 см, имеется совершенно определенное пулевое отверстие, проникающее всю толщу доски. Входное отверстие находится на стороне, покрытой обоями, и имеет диаметре 1 см. Выходное отверстие в задней стороне доски и носит такую же круглую форму. Здесь вокруг него в доске образовались отщепы, диаметр его несколько больше входного, около 1,5 см. Под этим пулевым каналом в доске как раз и находился пулевой канал на штукатурке арки. На лицевой стороне доски имеются совершенно ясно видимые 4 штыковых удара. Из них 3 проникают всю толщу доски на 1 см. А одно наружное, проникающее слой обоев и картона, и два углубляющиеся в слой дерева, глубина последнего 3 мм. Три глубоких отверстия имеют одинаковые размеры, в длину и в ширину по 4 мм, поверхностные имеют длину 5 мм. Все эти штыковые удары находятся под пулевым отверстием и отстоят от него к низу на 6,75 см. Одно от другого все они в непосредственной близости. Для точного установления происхождения этих отверстий, в них осторожно вкладывалось острие штыка трехлинейной русской винтовки. Форма отверстий как раз совпала с формой штыка. Сергеев не заметил также кровяных брызг на обоях. Я нашел их на восточной стене и на южной. Они очерчены и обозначены стрелами на снимках номер 46 и 47. В моем акте значатся На обоях восточной стены, в непосредственной близости с выемками, произведенными членом суда Сергеевым, по направлению к косяку двери, ведущие в кладовую по цифре 3, замечается множество кровяных брызг, почерневших уже от времени, но некоторые из них сохранили еще характерный для крови окрас. Красновато-желтый. Все они идут вверх и налево от выемок к двери. На обоях южной стены, в непосредственной близости к выемкам, кусков дерева, наблюдается множество таких же кровяных брызг, направлений их от выемки вверх и направо, вниз и налево. На снимке номер 52 изображены эти обои с кровяными брызгами. В этой комнате под цифрой 2 Сергеев обнаружил на южной стене надпись на немецком языке «Бельзацар варт ин зэльбигарнахт фон seinen кнэхтэн умгебрахт». В эту самую ночь Волтасар был убит своими холопами. Это 21-я строфа известного произведения немецкого поэта Гейне «Бельзацар». Она отличается от подлинной строфы у Гейне отсутствием очень маленького слова «абер», то есть «но все-таки». Когда читаешь это произведение в подлиннике, становится ясным, почему выкинуто это слово. У Гейне 21-я строфа противоположение предыдущей 20-й строфе. Следующая за ней и связана с предыдущим словом «абер». Здесь надпись выражает самостоятельную мысль слова «абер», здесь неуместно. Возможен только один вывод. Тот, кто сделал эту надпись, знает произведение Гейне наизусть. Снимок номер 53 передает вид этой надписи. На этой же южной стене я обнаружил обозначение еще трех знаков. Снимок номер 54 передает их вид. В этом же нижнем этаже в комнате под цифрой 10 Сергеев нашел на двери карандашную надпись «Рудольф Лахер И.Т.К. Ягер. Триент». В этой комнате жил пленный солдат австрийской армии по имени Рудольф. Он прислуживал Юровскому и его палачам, приведенным из ЧК. Глава 18. Параграф 1. Научная экспертиза частей стен и пола в доме Ипатьева для определения характера их разрушений. Куски дерева, взятые Сергеевым в доме Ипатьева, подвергались исследованиям двоякого рода. Нужно было точно определить количество попаданий в них и род оружия. Нужно было установить научно, имелась ли на них кровь человека. Я излагаю результаты исследований первого рода языком подлинных актов. Они производились мною через эксперта-артиллериста 20-27 февраля 1919 года в Омске. 1. Кусок дерева из восточной стены комнаты под цифрой 2. Одна из сторон носят явные следы штукатурки и переплета драниц, на которые кладется последняя. На этой покрытой налетом штукатурке стороне дерева ясно усматриваются два вдавления. Они оба конической формы, причем края дерева около сих вдавлений, сплющены по направлению хода вдавлений. Диаметр одного из них сантиметр, диаметр другого 6 миллиметров, глубина первого 2 сантиметра, глубина второго 2,2 сантиметра. На дне второго вдавления, имеющего в глубину 2,2 сантиметра, под слоем штукатурки прощупывается дно пули. Пуля не извлекалась. Заключение эксперта 26 февраля 1918 года. Рассмотрев этот кусок дерева, эксперт пришел к определенному выводу, что первое углубление, имеющееся на этом куске, есть пулевой отпечаток. Вернее всего, этот отпечаток есть след пули от револьвера системы Нагана. Обнаруженная в другом углублении пуля была извлечена из него при помощи инструмента зубила, для чего целость куска пришлось разрушить. Пуля не изменила своего вида. По измерении ее, эксперт пришел к определенному выводу, что эта пуля принадлежит автоматическому пистолету системы Браунинга. Определить точно систему оружия в настоящий момент эксперт отказался, найдя необходимым для этого произвести особое взвешивание пули. Заключение эксперта 27 февраля 1919 года. По взвешиванию пули вес ее определяется в 4,5 грамма. Принимая во внимание ее вес и наружный вид, круговая накатка, следует признать, что она принадлежит трехлинейному автоматическому пистолету американского изготовления. Второе. Второй кусок дерева из той же стены. Одна из сторон куска также носит следы штукатурки и переплета драниц, на которые она кладется. Этот кусок имеет сквозное отверстие, проходящее через всю толщу куска. Входное отверстие находится на той стороне, которая покрыта налетом штукатурки. Выходное в противоположной. Отверстие круглой формы, его диаметр 6 миллиметров. Края отверстия со стороны входа вдавлены по направлению к выходу. Заключение эксперта 26 февраля 1918 года. Эксперт пришел к выводу, что отверстие в этом куске дерева есть след, прошедший через его толщу пули. Пули это принадлежит трехлинейному револьверу, скорее всего, системы нагана. Третье. Третий кусок дерева из той же стены. Одна из сторон куска также носит следы штукатурки и переплета драниц. На той стороне куска, которая покрыта налетом штукатурки, имеется отверстие, идущее через всю толщу куска и выходящее в противоположной стороне куска. Оно круглой формы. Его диаметр 6 миллиметров. Края отверстия со стороны покрытой штукатуркой вдавлены по ходу отверстия. Ясно видно, что это отверстие есть канал пули, пробивший кусок дерева. На нем написано черным карандашом Сергеевым «Пуля извлечена». Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Эксперт пришел к выводу, что отверстие в этом куске есть след пули, прошедшей через его толщу. Пуля — это трехлинейная от револьвера, но определить систему не представляется возможным. Четвертое. Четвертый кусок дерева из той же стены. Одна из его сторон также покрыта налетом штукатурки и носит следы переплета драниц. На этой именно его стороне имеется в дереве вдавление круглой формы диаметром и глубиною по одному сантиметру. Края дерева вокруг вдавления сдавлены внутрь, дно вдавления также покрыто легким налетом штукатурки. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. По рассмотрению этого куска эксперт пришел к выводу, что имеющиеся на куске вдавления есть отпечаток пули, принадлежащей трехлинейному револьверу или автоматическому пистолету. Пятое. Пятый кусок дерева из той же стены. Кусок также покрыт налетом штукатурки и имеет следы переплета драниц. С этой стороны в дереве имеется отверстие круглой формы, имеющее в диаметре около 1 см. Введенный в это отверстие зонт проникает толщу дерева на 8 см и не проходит далее, упираясь в какой-то твердый предмет, издающий при простукивании его зондом звук металла. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Пуля была извлечена из него также при помощи инструмента зубила, для чего пришлось разрушить целостность этого куска. Внешний вид пули не изменен. По измерению ее эксперт пришел к определенному выводу, что эта пуля принадлежит трехлинейному револьверу Нагана. Шестое. Шестой кусок дерева из той же стены. Одна сторона его покрыта налетом штукатурки и имеет следы переплета драниц. С одной стороны на дереве имеются два вдавления. Одно из них имеет диаметры 1 см и в глубину 5 мм. Другое вдавление имеет в диаметре 8 мм. Края дерева вокруг него сплющены и вдавлены внутрь по ходу вдавления. Глубина его 2,8 см. Далее зонд не идет и упирается в дно пули, засевшей в толще дерева и видимой простым глазом. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года Рассмотрев этот кусок, эксперт пришел к выводу, что обнаруженное при осмотре этого куска вдавление есть пулевой отпечаток. Его виду более всего соответствует пуля трехлинейного Нагана. Обнаруженная при осмотре этого куска пуля была извлечена из него при помощи того же инструмента зубила, ввиду чего целость этого куска была разрушена. Наружный вид пули мало изменен. При измерении ее эксперт пришел к выводу, что эта пуля также принадлежит трехлинейному автоматическому пистолету. Круговая накатка. Седьмое. Седьмой кусок дерева из той же стены. Одна сторона его покрыта также налетом штукатурки и имеет следы драниц. На двух боковых стенках этого куска дерева ясно усматриваются два круглые формы вдавления диаметрах около одного сантиметра. Видимо, эти вдавления есть следы двух пуль, ударивших в этот кусок дерева с боков. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Рассмотрев этот кусок, эксперт пришел к выводу, что на этом куске имеются следы двух пуль, ударивших в него. Одна принадлежит трехлинейному, а другая четырехлинейному револьверам. Восьмое. Восьмой кусок дерева из той же стены. Одна сторона его покрыта налетом штукатурки. На одной из его боковых стенок имеется круглой формы вдавления, идущая вдоль боковой стенки диаметром около восьми миллиметров. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Имеющиеся в этом куске вдавления есть след пули, принадлежащей трехлинейному револьверу. Никаких иных выводов относительно этой пули сделать нельзя. Девятая Девятый кусок дерева из той же стены. Вдоль одной из его боковых стенок идет вдавление круглой формы, имеющее в диаметре 1,1 сантиметра. Одна из сторон куска имеет налет штукатурки и следы переплета драниц. Направление вдавления идущего по боковой стенки от той стороны, которая покрыта налетом штукатурки. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Рассмотрев этот кусок, эксперт пришел к выводу, что отверстие на этом куске есть след пули, принадлежащей трехлинейному револьверу. Оно причинено рикошетом. Благодаря этому не представляется возможным сделать какие-либо иные выводы. Десятое. Десятый кусок дерева из той же стены. Одна сторона его покрыта налетом штукатурки. С этой стороны в дереве имеется вдавление круглой формы, имеющее в диаметре один сантиметр. Введенный в отверстие зонд проходит через всю толщу дерева и упирается в дно пули, застрявшей в дереве и вышедшей своим концом наружу на протяжении одного сантиметра. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Обнаруженная при осмотре этого куска пуля была извлечена из него при помощи того же инструмента зубила, для чего пришлось разрушить целость куска. Наружный вид пули почти не изменился. По измерению ее эксперт пришел к выводу, что эта пуля принадлежит трехлинейному револьверу системы Нагана. 11 11 кусок дерева из той же стены. На одной из боковых его стенок имеется отверстие круглой формы, имеющее в диаметре 8 миллиметров. Зонд, введенный в это отверстие, проникает всю и упирается в дно пули, вышедшей своим небольшим концом наружу. Заключение эксперта. 26 февраля 1919 года. Обнаруженная при осмотре этого куска пуля была извлечена из него также при помощи инструмента зубила, для чего пришлось разрушить целость этого куска. Наружный вид пули мало изменился. По измерению ее, эксперт пришел к выводу, что эта пуля принадлежит трехлинейному револьверу системы Нагана. 12 кусок дерева из той же стены. В середине отщепа сидит пуля. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Пуля свободно была извлечена из отщепа, переломившегося на две части. Наружный вид ее мало изменен. По измерению ее эксперт пришел к выводу, что эта пуля принадлежит трехлинейному револьверу системы Нагана. 13 13 кусок дерева из той же стены. Сбоку в этом отщепе имеется приставшая к одной из наружных стенок отщепа пуля, сидящая в своем гнезде. Она еле держится в отщепе, и почти все ее стороны хорошо видны. Пуля в оболочке. Конец ее усечен или вдавлен от удара. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Из этого отщепа пуля свободно была изъята руками. Ее наружный вид мало изменился, но оболочка несколько содрана. По измерению пули эксперт пришел к выводу, что эта пуля принадлежит трехлинейному револьверу системы Нагана. 14 кусок дерева из южной стены. Посередине куска, с той его стороны, которая оклеена обоями, имеется пулевой канал круглой формы в диаметре 6 миллиметров. Канал идет к одной из боковых стенок куска, вблизи которой застряла пуля, ясно видимая простым глазом. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. Внешний вид пули мало изменился. По измерению ее эксперт пришел к выводу, что эта пуля принадлежит трехлинейному револьверу системы Нагана. 15 Второй кусок дерева из той же стены. Посередине куска со стороны покрытой обоями имеется круглой формы отверстие диаметром около одного сантиметра. Это отверстие сквозное. Оно идет наискось через всю толщу куска и выходит в противоположной стороне ближе к боковой. Заключение эксперта 26 февраля 1919 года. По рассмотрению этого куска эксперт пришел к выводу, что отверстие в этом куске причинено пулей, принадлежащей трехлинейному револьверу. 16 Кусок пола Одна сторона доски выкрашена желтой краской. На этой ее стороне черным карандашом вычерчены два прямоугольника. Карандашными очерчениями Сергеев определил площадь выемки дерева. В середине одного из них усматривается овальные формы отверстия, имеющие в длину полтора сантиметра, в ширину один и одну десятую сантиметра. Края доски вокруг этого отверстия сплющены и вдавлены по направлению глубины отверстия, идущего внутрь дерева. Совершенно ясно видно, что это отверстие сделано пулей, ударившей в дерево с выкрашенной стороны. Зонт, введенный в это отверстие, идет через всю толщу доски и выходит наружу с противоположной стороны. Таким образом, это отверстие сквозное. Выходное отверстие также овальной формы. Его длина один сантиметр, ширина девять миллиметров, но точный размер его дать трудно, так как с этой стороны в доске получился отщеп, изменивший точную форму и величину отверстия. Края этого отверстия с выкрашенной стороны доски как будто бы имеют еще иное окрашивание темновато красного цвета. Но без научного исследования не представляется возможным определить его природу, так как возможно, что это окрашивание, отличное от цвета краски, покрывающей доску, дается грунтом, на котором лежала краска, выкрашившаяся вокруг отверстия от удара видимо пулей. В середине другого прямоугольника усматривается такое же по форме отверстие, как и только что описанное, имеющее в длину 2,3 сантиметра и в ширину полтора сантиметра. Зонт, введенный в это отверстие, проникает на 2,5 сантиметра и не идет дальше, он упирается в дно пули, ясно видимый простым глазом. Края доски вокруг этого отверстия, сделанного пулей, также сплющены и вдавлены по ходу отверстия по направлению к пуле. Вокруг этого отверстия с выкрашенной стороны доски усматривается какое-то иное окрашивание, также темновато красного цвета. При тщательном осмотре хода пулевого канала в мельчайших отщепах доски, находящихся в канале в ближайшем соседстве с пулей, найдено несколько шерстинок материи. Одни из шерстинок кремового цвета, другие красного. Эти шерстинки были осторожно извлечены из канала при помощи зонда и помещены в особый пакет. Пуля не была извлечена до производства научного исследования тех окрашиваний, которые усматриваются около входных каналов пуль. Семнадцатое. Второй кусок пола. Одна сторона доски также выкрашена такой же краской. В середине куска с выкрашенной стороны имеется отверстие почти круглой формы диаметром один сантиметр. Края дерева вокруг этого отверстия сплющены и смяты по ходу отверстия внутрь дерева. Отверстие сквозное, оно проникает всю толчь дерева. Определить его размер с противоположной стороны невозможно благодаря отщепам в доске. Поверхность доски с выкрашенной стороны, где имеется вход отверстия, и с противоположной, где имеется его выход, имеет как будто бы некоторое окрашивание темновато-красного цвета, но определить его природу по наружному осмотру не представляется возможным. Отверстие несомненно представляется пулевым каналом. 18. Третий кусок пола. С одной стороны кусок выкрашен такой же краской, как и предыдущий, и также имеет с этой стороны следы вычерчивания карандашом. С этой выкрашенной стороны усматривается в нем отверстие полукруглой формы, оно идет через всю толщу куска, и выходит не с противоположной стороны, а, пройдя кусок наискось, выходит в одной из боковых стенок. Размер его в боковой стенке, благодаря тому, что стенки отверстия в дереве несколько сошлись, определить затруднительно. Края дерева с выкрашенной стороны также сплющены и вдавлены внутрь дерева по ходу отверстия. Окрашиваний около отверстия ни с входной, ни с выходной сторон не усматривается. Девятнадцатое, четвертый кусок пола. Одна его сторона выкрашена такой же краской, как и предыдущие куски. Около самого края куска усматривается пятнышко, темновато-красного цвета, круглой формы, имеющее в диаметре 5 мм. Оно расположено на той стороне куска, которая выкрашена краской, и при том близко к грани. Часть дерева у самой грани вблизи пятнышка или изъята при помощи долота или же отщепилась. Боковая стенка куска, начиная как раз от грани, где имеется пятнышко и отщеп, имеет окрашивание, напоминающее кровь. Оно идет на протяжении 7 сантиметров в длину и 2,5 сантиметров в ширину. 20-е, пятый кусок пола. На выкрашенной стороне у самого края куска имеется в дереве вдавление круглой формы, в диаметре 2 сантиметра, глубиною полсантиметра. В середине вдавления ясно видна пуля, внедрившаяся в дерево и сплющившаяся. Дно вдавления около пули и края его носят как будто бы следы крови. Боковая стенка куска имеет ясно видимый потек крови, направляющийся по этой боковой стенке как раз от края вдавления, где находится пуля. Длина потека 7 сантиметров, в ширину он занимает толщу доски. Заключение эксперта 26-27 февраля 1919 года. А. В отношении пули в куске пола под пунктом 16. По взвешиванию пули вес ее определяется около 15 граммов. Для более точного определения рода оружия, которому она принадлежит, было произведено точное измерение ее штангенциркулем. Точный ее диаметр оказался 11,43 миллиметра, то есть 4,5 линии. Эта пуля принадлежит автоматическому пистолету системы Кольта калибра 45-го. Б. В отношении пули в куске пола под пунктом 20-м. Пуля эта очень сильно сплющена. Вследствие этого ее измерения не производились. Ее вес определяется в 5,5 граммов. Скорее всего, следует признать, что эта пуля принадлежит автоматическому пистолету системы Браунинга, изготовленному в Европе, но не в России. Не было никаких сомнений, что в пяти кусках пола имелось шесть пулевых каналов. Эти куски необходимо было сохранить для исследования крови, поэтому я пожертвовал выяснением вопроса, каким оружием были причинены остальные каналы, ограничившись предъявлением эксперту двух пуль. Параграф второй Научное исследование кусков пола на кровь Научным исследованием на кровь подвергались пять кусков пола. Один из комнаты под цифрой 1 и четыре из комнаты под цифрой 2. они производились в двух разных учреждениях. Одно исследовало все куски, где я усмотрел кровь. Необходимо иметь в виду, что кусок пола из комнаты под цифрой 1 описывается наследствии в пункте первом протокола 17-18 февраля 1919 года, остальные куски в пунктах 2-ом, 3-ем, 5-ом и 6-ом того же протокола. В фактах научного исследования первый условно значится под цифрой 297, остальные под цифрами 298, 299, 300 и 301 с употреблением, где нужно, букв русского алфавита. другое исследование по требованию Сергеева изучало часть от последнего из указанных выше кусков. Я излагаю результаты исследований языком подлинных актов. А. Химико-микроскопическое исследование. Подозрительные пятна на доске номер 297 были так малы, в особенности пятно в области карандашного очерчивания у края доски, что представлялось сомнительным, дадут ли они положительную реакцию с говояковой настойкой. С другой стороны, если бы реакция оказалась лишь слабо положительной, возникло бы сомнение, не вызвали ли ее вещества, соскобленные с исследуемой доски, входящие в состав краски, древесины, шпаклевки и тому подобного. Поэтому необходимо было предварительно убедиться, не даст ли положительной реакции с говояковой настойкой вещество самой доски со слоем половой краски. С этой целью мною была соскоблена вычищенной предварительно полукруглой стамеской часть крашенной поверхности доски номер 297 в том месте, где не усматривалось никаких подозрительных пятен. Соскоб, в количестве превышающем то количество его, какое могло дать подозрительное пятно, был обработан в фарфоровой чашке, лично мною вымытой с предварительной обработкой чашки хромовой смесью, однопроцентным аммиаком. Аммиак 20-процентный от фирмы Кальбаум в Берлине точно разбавлен чистейшей дистиллированной водой, мною приготовленной путем перегонки аптекарской дистиллированной воды, после прибавки к ней серной кислоты и марганцово-кислого калия. Последние реактивы чистейшие H2SO4 от Тентелевского завода в Петрограде. Однопроцентного аммиака прибавлено было 2 кубика после 6-часового размачивания жидкость профильтрована через очень малый фильтр, воронка предварительно вымыта хромовой смесью и дистиллированной водой, фильтр и соскоп промыт пятью кубиками чистейшей дистиллированной воды. Фильтр собран в предварительно вымытую прокаленную платиновую чашку. Фильтрат выпарен путем медленного нагревания чашки таким образом, что чашка стояла на медном воздушном шкафу, внутри которого температура поддерживалась не выше 80 градусов Цельсия. После испарения воды к сухому остатку прибавлено 0,2 кубических сантиметра 60% уксусной кислоты, 2 кубических сантиметра ректификованного спирта в 97 градусов, 1 кубический сантиметр гвояковой свежеприготовленной спиртовой настойки и 1 кубический сантиметр озонированного скипидара. Желтоватый цвет смеси не изменился в течение 50 минут. Параллельно с этим испытанием было произведено испытание реактивов, а именно сделана смесь 1 кубический сантиметр 60% уксусной кислоты, 3 кубических сантиметра 97 градусного спирта, 3 кубических сантиметра гвояковой настойки, свежеприготовленной однопроцентной и 3 кубических сантиметра озонированного скипидара. Желтоватый цвет смеси не изменился в течение 60 минут. Под озонированным скипидаром подразумевается долго стоявший на свету в открытом сосуде пожелтевший французский скипидар. Кроме всего, одновременно и параллельно с вышеописанным испытанием соскоба доски номер 297 были произведены испытания того же способа с соблюдением всех тех же условий опыта, но с прибавкой к соскобу разведенной в тысячу раз человеческой крови, сохранившейся до того 3-4 дня в количестве 0,1 кубического сантиметра, 0,3 кубического сантиметра, 0,5 кубического сантиметра и 1 кубического сантиметра. Результат получился следующий. Экстракт из соскоба, к которому было прибавлено 0,1 кубического сантиметра разведенной крови, вызвал весьма слабое зеленое окрашивание гвояковой реактивной смеси спустя 15 минут. Экстракт из соскоба с 0,3 кубического сантиметра разведенной крови вызвал немедленное, ясное, отчетливое зеленое окрашивание гвояковой реактивной смеси. Зеленое окрашивание реактивной смеси наступило еще яснее с экстрактом соскоба, к которому было прибавлено половина кубического сантиметра разведенной крови. И, наконец, экстракт соскоба, к которому было прибавлено 1 кубический сантиметр разведенной крови, вызвал немедленное темно-синее зеленое окрашивание гвояковой реактивной смеси. Таким образом, мной установлено, что соскоб половой доски номер 297 с окрашенной ее поверхности самостоятельно не дает реакции с гвояковой настойкой, и что несомненная положительная реакция получилась при нахождении в соскобе 0,3 кубического сантиметра разведенной в тысячу раз человеческой крови. После сего приступлено к испытанию подозрительных пятен, имевшихся на вещественных доказательствах. Часть доски номер 297 имеет накрашенной поверхности, два пятна в области карандашных очерчиваний. Одно около середины доски, называемое это пятно 297 А, и другое у края доски 297 Б. Часть доски номер 298 имеет кровяной потек без сгустков засохшей крови по каналу пули, засевшей в доске, и 24 февраля извлеченной пуля была извлечена в моем присутствии, называем его номер 298 А. Другое подозрительное пятно на доске 298 имеется у входа в сквозной пулевой канал. Так как это пятно очень незначительное, но и доска расколота по ходу пулевого канала, по вскрытии канала в нем усмотрен подозрительный потек, являющийся продолжением подозрительного пятна, находящегося у входа в пулевой канал и доходящий до половины канала. Сгустка в засохшей крови в потеке не усмотрена. Называем этот потек номер 298 Б. Часть доски номер 299 имеет сквозное пулевое отверстие, так как у его краев подозрительные пятна очень невелики, то доска расколота по пути пулевого канала. При раскалывании доски обнажился однако не весь пулевой канал, а лишь нижняя его часть, равная приблизительно половине всего канала. По пути всего канала усматривается подозрительный потек, являющийся продолжением подозрительных пятен у входа в канал. При этом засохших сгустков крови в потеке не обнаружено. Часть доски номер 300 Для испытания на присутствие крови взят соскоп с той поверхности доски, который образует половую щель и на которой виден частичный пулевой канал. На этой поверхности доски усматривается подозрительный потек с весьма малыми сгустками засохшей крови. Часть доски номер 301 представляет собой край доски. Недалеко от поверхности ребра, образующей половую щель, есть ложа пули, вынутой 24 февраля 1919 года. Область ложа пули окрашена подозрительным потеком, который распространяется непрерывно и на поверхность доски, образующую половую щель. При извлечении пули откололся осколок доски, каковой необходимо приложить к своему месту, дабы видно было, что пятно у ложа пули и потеки на щелевой поверхности доски непрерывно переходят друг в друга. Потеки на щелевой поверхности местами переходят весьма тонкие засохшие сгустки. Таким образом, для испытания гвояковой настойкой для получения кристаллов гемина, кристаллов Тейхмана, были подвергнуты подозрительные пятна 297а, 297b, 298а, 298b, 299, 300, 301. Соскоблены целиком пятна номер 297а, номер 297b, а от остальных, то есть номер 298а, 298b, 299, 300 и 301, ввиду их большой величины и для оставления материалов для испытания по Уленхуту были сделаны лишь частичные соскобы. Соскобы, каждой в отдельной фарфоровой чашке, предварительно хорошо вымытой после обработки хромовой смесью, смочены несколькими каплями чистейшей дистиллированной воды, а затем двумя кубическими сантиметрами однопроцентного аммиака. После шестичастного настаивания жидкости профильтрованы фильтры номер 589, черная лента диаметром 5 сантиметров фабрики Шлейхера и Щюля. Воронки после обработки хромовой смесью хорошо вымыты. Фильтраты экстрактов приняты в предварительно вымытые и прокаленные платиновые чашки. Фильтры и соскобы промыты два раза небольшим количеством чистейшей дистиллированной воды. Промывные воды собраны в те же платиновые чашки по принадлежности. Таким образом, в каждой платиновой чашке образовалось от 5 до 8 кубических сантиметров жидкости экстракта. Для производства дальнейших испытаний необходимо было подвергнуть полученные экстракты концентрации, каковая произведена путем испарения воды и других летучих веществ, например, аммиака, нагреванием. Нагревание происходило таким образом, что платиновые чашки с экстрактами поставлены были открытыми на верхнюю поверхность медного воздушного шкафа, внутренняя температура которого не превышала 80 градусов Цельсия. Когда содержимое чашек уменьшилось приблизительно до 2 кубических сантиметров, у номеров 297А и 297Б и до 3-4 кубических сантиметров у номеров 298А 298Б 299-300 и 301 нагревание было прекращено. Для производства испытания гвояковой настойкой было поступлено следующим образом. Из каждой платиновой чашки отлитов промоченные совершенно чистые пробирки приблизительно по половине кубического сантиметра испытуемых экстрактов. В каждую пробирку прибавлено затем по 0,3 кубического сантиметра 60-ти процентной уксусной кислоты. Смеси испытаны каждая синей лакмусовой бумажкой, изготовленные из азолитмина. Реакция везде оказалась резко кислой. Засим прибавлено по 2 кубических сантиметра свежеприготовленной 1% гвояковой настойки 1 грамм резины герайси 99 граммов 95 градусного этилового спирта с последующим фильтрованием и по 2 кубических сантиметра озонированного скипидара. Резко положительную реакцию дали номера 298A, 298B, 299, 300 и 301, выразившуюся в том, что реактивная смесь приобрела немедленно темно-синее окрашивание. Явственно отчетливую реакцию дал номер 297A. Немедленно появилось отчетливое светло-синее окрашивание реактивной смеси. Номер 297B, около половины кубического сантиметра экстракта, как указано выше, дал неясное изменение цвета гвояковой смеси. Поэтому испытанию гвояковой настойкой подвергнуто все содержимое платиновой чашки, то есть весь экстракт из подозрительного пятна. Сделано было так. Ко всему экстракту прибавлено половина кубического сантиметра ледяной уксусной кислоты, после чего жидкость приобрела резко кислую реакцию на лакмусовую бумажку, 2 кубических сантиметра гвояковой однопроцентной настойки и 2 кубических сантиметра озонированного скипидара. Немедленно появилось слабое синее окрашивание реактивной смеси, отчетливо видимое при сравнении с контрольной смесью из половина сантиметра уксусной кислоты плюс 2 сантиметра гвояковой настойки плюс 2 сантиметра озонированного скипидара. Следствием описанных испытаний гвояковой настойки явилась установка присутствия крови в подозрительных пятнах вещественных доказательств номера 297А 297Б 298А 298Б 299 300 и 301 Для большей наглядности полученных результатов привожу таблицу в кои сверх описанных результатов показаны по принадлежности номера фарфоровых чашек в коих производилась экстракция крови из подозрительных пятен номера платиновых чашек куда принимались экстракты и промывание воды и цвет экстрактов Чтение таблицы опущено Таким образом испытание подозрительных пятен номер 297Б является законченным вследствие израсходования самого вещества пятен Дальнейшее исследование оставшихся экстрактов направлено было на получение кристаллов гемина Тайхмановская реакция Для этой цели содержимое платиновой чашки номер 8 то есть экстракт подозрительного пятна номер 297А ввиду малого его количества и полной прозрачности был подвергнут испытанию без какой-либо дополнительной обработки следующим образом Весь экстракт перенесен на предметное стекло тщательно вымотая после обработки хромовой смесью Перенос экстракта на предметное стекло совершен так на середину стекла наносились особой маленькой пипеткой две-три капли экстракта которые испарялись досуха на образовавшееся пятно вновь наносилось две-три капли экстракта и вновь испарялись и так до тех пор пока весь экстракт не оказался на предметном стекле испарение жидкости производилось нагреванием предметного стекла на верхней поверхности медного воздушного шкафа внутри которого поддерживалась температура не выше сорока градусов цельсия когда весь экстракт был перенесен на предметное стекло к последней его капле прибавлено несколько пылинок мелко истертого химически чистого хлористого натрия когда влаги на стекле осталось очень немного испарение ее высыхание препарата закончено при комнатной температуре пятно увлажнено было за этим путем трения него едва смоченным в чистейшей дистиллированной воде концом стеклянной палочки и прикрыто покровным стеклышком так чтобы оно несколько приподымалось достигнуто это нанесением на предметное стекло нескольких совершенно чистых песчинок морского песка под покровное стекло впущено стеклянной палочкой такое количество ледяной уксусной кислоты чтобы все пространство между предметным и покровным стеклом ею наполнилось нагрета осторожно на очень малом огне пламени фитильной спиртовой горелки до начала появления пузырей пара после сего производилось медленное испарение уксусной кислоты путем оставления предметного стекла на медном шкафу внутри которого поддерживалась температура не выше 40 градусов цельсия цвет жидкости между стеклами был светло буроватый наблюдение под микроскопом за появлением кристаллов гемина производилось каждые 5 10 15 минут однако таковых усмотрено не было не только до момента когда жидкости между стеклами осталось очень мало но и тогда когда почти вовсе испарилась ледяная уксусная кислота вновь введенная между стеклами таким образом доказать что тонкое подозрительное пятно номер 297 А является пятном человеческой крови не удалось устанавливается ли что это пятно равно как и пятно номер 297 Б кровяные пятна с главными количествами экстрактов оставшихся от испытания с говояковой настойкой и полученных от пятен номер 298 А 298 Б 299 300 и 301 до производства с ними реакции Тайхмана была проделана следующая операция имеющая целью возможную очистку кровяного пигмента от примесей каковыми могли быть например экстративные в слабом аммиаке составные части дерева к экстрактам каждому отдельно было прибавлено сперва по небольшому количеству слабого раствора чистейшего танина Цербзойре фабрика Кальбаума в Берлине затем прибавлялась по одной капле однопроцентная уксусная кислота с последующим погружением в перемешиваемую жидкость весьма тонкой синей лакмусовой бумажки прибавление уксусной кислоты было прекращено по достижении слабокислой реакции у всех экстрактов к этому моменту из растворов выпали рыхлые хлопчатые осадки окрашенные в красновато бурый цвет причем интенсивность и оттенок окраски осадков в различных платиновых чашках не были одинаковыми наименьшие по величине но наиболее чисто окрашенные в красноватый цвет осадки образовались в чашках первой римская и первой арабская номера 298 б и 300 остальные три осадка номера 298 а 299 и 301 были большие по объему но имели более серый оттенок по цвету все осадки были трижды промыты чистейшей дистиллированной водой которые были прибавлены предварительно малейшее количество раствора танина и уксусной кислоты промывка осадков производилась следующим образом содержимое платиновых чашек перелитов помеченные номерами чашек пробирки для центрифугирования после оседания осадков в них сливалась стоявшая над ними прозрачная бесцветная жидкость к осадкам вновь прибавлялась вода после чего пробирки встряхивались и оставлялись в покое до нового оседания осадков когда после третьей прибавки воды последняя была слита осадки подвергнуты испытанию по способу Тейхмана особыми пипеточками изготовленными мною для каждой пробирки отдельно осадки заключавшие все еще много воды наносились по каплям на совершенно чистые предметные стекла помеченные алмазом номерами платиновых чашек стекла укладывались затем на медный воздушный шкаф имевший внутри себя температуру не свыше 40 градусов Цельсия когда одна капля высыхала на то же место наносилась новая до тех пор пока не оказалось что на предметном стекле находилось достаточное количество вещества дальнейшая подготовка препаратов и наблюдение за появлением кристаллов гемина производились совершенно так как описано выше при испытании пятна 297а при этом все испытуемые экстракты то есть номера 298а 298б 299 300 и 301 дали тайхмановские кристаллы гемина образование выпадения из раствора кристаллов гемина шло не во всех случаях одинаково легко в то время как экстракты номер 298б и 300 особенно 300 образовали довольно скоро указанные кристаллы остальные номер 298а 299 и 301 в особенности 298а образовали их труднее замечено было что кристаллы гемина образовывались особенно трудно не скоро или не с первоприготовленного препарата из тех экстрактов которые содержали в приготовленных микроскопических препаратах много жироподобных или жировых микроскопических капелек цвет выпаривающийся в этих случаях жидкости заключавшийся между предметным и покровным стеклами был бурый а консистенция выпарившейся между стеклами до малого объема жидкости была густая и вязкая по-видимому из соснового дерева досок извлекались одновременно с веществом крови еще смолистые вещества следует заметить что полученные во всех случаях кристаллы гемина были ромбической формы разные величины иногда длинные иногда короткие иногда очень крупные чаще всего весьма мелкие совершенно правильную форму они имели при начале их образования но как только образование кристаллов началось то почти всегда уже на следующий день не удавалось найти в старых препаратах виденных накануне красивых правильных кристаллов гемина а вместо них были либо увеличенные кристаллы потерявшие резкую очерченность на концах либо друзы кристаллов чаще всего в виде снопов друзы эти состояли чаще всего из правильных ромбических пластинок то есть из тех же кристаллов гемина но сросшихся вместе рассматривание микроскопических препаратов производилось цейсовским микроскопом без выдвигания трубы с окуляром Гюйгенса номер 4 и объективом D таким образом настоящим исследованием установлено что кровеноподобные пятна и потеки на вещественных доказательствах номер 298 299 300 и 301 образованы кровью и при том человеческой б серологическое исследование по способу улингута при тщательном осмотре вещественных доказательств произведенных мной совместно с химиком Н оказалось что для производства исследования по улингуту совершенно недостаточно материала на окрашенной стороне половой доски описанные в пункте первом протокола судебного следователя от 17 18 февраля 1919 года номер 297 достаточными как для химико-микроскопического исследования так и для серодиагностического исследования по улингуту оказались следующие вещественные доказательства первое часть доски описанная в пункте втором протокола с двумя пулевыми отверстиями одним глухим и одним сквозным номер 298 второе часть доски описанная в пункте третьем протокола номер 299 третье часть доски описанная в пункте пятом протокола номер 300 четвертое часть доски, описанная в пункте 6 протокола, номер 301. Прецепитирующие сыворотки по отношению к кровяной сыворотке человека и барана были получены из Эннского университета. Кроме того, я воспользовался имеющейся у меня прецепитирующей сывороткой по отношению к крови человека саксонской сывороточной станции оригинал Уллингута с очень высоким титром. Предварительными опытами было установлено, что все сыворотки работают строго специфично, не давая осадков и помутнения с инородными сыворотками. Причем саксонская сыворотка давала более резкую реакцию, чем Эннская. После предварительного испытания сывороток я приступил к исследованию путем реакции и прецепитации, указанных выше, описанных в пунктах 2, 3, 5 и 6 вещественных доказательств. Для этой цели взяты путем соскабливания и срезывания ножом части дерева, на которых имелись подозрительные пятна, похожие на кровяные. Соскабленные крошки дерева из каждого пятна были помещены в совершенно чистые пробирки, из каждого пятна в отдельную пробирку, и залиты физиологическим раствором 0,85% поваренной соли, с таким расчетом, что после извлечения крови получились, возможно, более крепкие растворы. Крошки дерева настаивались раствором соли при комнатной температуре прохладной комнаты 24 часа. Для контроля, кроме того, были взяты соскабленные крошки и стружки из такой части досок, где не было решительно никаких подозрительных на кровь пятен. Из части доски номер 298, описанной в пункте втором протокола судебного следователя, было взято для исследования две пробы дерева. Одна номер первой – из стенки слепого канала от пули, засевшей в толще доски и 24 февраля извлеченной, и другая проба номер два – из стенки другого сквозного пулевого канала. Для взятия пробы из стенки этого канала, этот последний был вскрыт путем раскалывания доски химиком Н в моем присутствии. Таким же образом расколота была доска для вскрытия пулевого канала, описанного в пункте третьем протокола, номер 299. Проба дерева номер 3 взята из стенки канала, оказавшейся окрашенной в буроватый цвет, по-видимому пропитавшей ее кровью. Из части доски, описанной в пункте пятом протокола, взят соскоб дерева номер 4 из места подозрительного пятна, имеющего вид кровяного потека. Номер 300. Наконец, последняя проба номер 5 взята из части доски, описанной в протоколе под пунктом 6, номер 301, а именно из стенки пулевого канала, из той поверхности доски, которая является стенкой половой щели. При раскалывании доски для извлечения пулей 24 февраля 1919 года судебным следователям, оказалось, что пятно пулевого канала и потека на щелевой поверхности доски непосредственно переходят друг в друга, а потому соскоб дерева и стенки пулевого ложа и с половой поверхности доски соединены вместе и помещены в одну пробирку. После настаивания крошек дерева с раствором поваренной соли концентрации 0,85% полученные настои были профильтрованы через фильтровальную бумагу, причем получены совершенно прозрачные фильтраты. Все фильтраты номера с 1 по 5, кроме настоя из чистого дерева, дали ясную реакцию на белок кипячением с уксусной кислотой и пробу Хеллера с азотной кислотой. Таким образом, установлено было, что пропитывавшая доски пола жидкость была, несомненно, белковая. Для определения, не белок ли это кровяной сыворотки, и в частности, не человеческой ли крови принадлежат эти пятна, и было произведено исследование фильтратов по улингуту. Для этой цели взято 3 серии небольших совершенно чистых пробирок, по 9 в каждой серии. В номерах с 1 по 5 каждой серии налита по 0,9 кубического сантиметра полученных фильтратов, экстратов из пятен. В номер 6 такого же количества экстракта из дерева. В номер 7 такое же количество сильно разведенной сыворотки лошади. В номер 8 разведенная сыворотка барана. В номер 9 разведенная сыворотка человека. Смесь из 10 сывороток, нормальных и сифилитических. Во все пробирки первой серии прибавлено по 0,1 кубического сантиметра прецепитирующие сыворотки по отношению к крови человека. В пробирке второй серии прибавлено по 0,1 кубического сантиметра такой же сыворотки саксонской, оригинальной улингута. В пробирке третьей серии прибавлено по 0,1 кубического сантиметра прецепитирующие сыворотки по отношению к крови барана. Опыт ставился при комнатной температуре. Кроме этих приборов поставлено было еще 3 пробирки в качестве контрольных с разбавленным в 10 раз физиологическим раствором поваренной соли всеми тремя прецепитирующими сыворотками, дабы убедиться в том, что при продолжительном стоянии самопроизвольного помутнения в растворах прецепитирующих сывороток не получается. Все наблюдение продолжалось 3 часа. По результатам, таким образом... Первое. Прецепитирующая противобаранная сыворотка дает положительную реакцию только с бараньей сывороткой, не вызывая никаких изменений в экстрактах из вещественных доказательств и в других контрольных пробирках. Второе. Прецепитирующие сыворотки по отношению крови человека, как эннская, так и саксонская, дали положительную реакцию с сывороткой человеческой, пробирки номер 9, 1 и 2 серий. И со всеми экстрактами из вещественных доказательств, не давшей помутнения с сыворотками лошади, барана и в других контрольных пробирках. На основании полученного по способу Уллингута положительного результата реакции, специфичность которой доказана наукою, необходимо вывести заключение, что полученные нами настаиванием с физиологическим раствором соли экстракты из подозрительных пятен на дереве, есть растворы кровяной сыворотки человека, а пятна на досках пола, описанные в протоколе судебного следователя по делу, под пунктами номер 2, в том и в другом пулевом ложе, номер 3, 5 и 6 принадлежат, несомненно, крови человека. В. Научные исследования части от пола, произведенные по требованию суда Сергеева. Методы исследования. После микроскопического исследования подозрительных пятен на доставленном куске дерева были сделаны соскобы с более замаранных мест. Первая часть соскобов была употреблена для ван-дейновской пробы на отсутствие крови. Для этого кусочки смачивались, перегнанные водой, и потом через три часа высушивались шведской пропускной бумагой. Край влажного листа на бумаге смачивался гвояковой настойкой и озонированным тербентинным маслом, скипидаром. В случае присутствия крови край смоченного листа на бумаге окрашивается в синеватый цвет. Вторая часть соскобов употреблялась для бинуидиновой пробы. Для этого соскобы размачивались в перегнанной воде. К водной вытяжке прибавлялся раствор бинуидина в спирте и уксусной кислоте. В случае присутствия крови вытяжка обыкновенно окрашивается в зеленовато-синеватый цвет по прибавлении перекиси водорода. Третья часть соскобов употреблялась для тейхмановской пробы на присутствие крови. Для этого соскобы тщательно размачивались в перегнанной воде. Полученные вытяжки потом засушивались на предметных стеклах при 60 градусах Цельсия. На полученные на предметных стеклах пятна клались маленькие кусочки поваренной соли и накладывались покровные стекла. Под покровные стекла подводилась ледяная уксусная кислота. После минутного действия кислоты при комнатной температуре препараты подогревались на спиртовой лампе до появления пузырьков и по охлаждении исследовались под микроскопом при увеличении в 400 раз. При таком способе исследования в случае присутствия крови получаются кристаллы тейхмана, растворяющиеся в аммиаке и в крепкой серной кислоте, и не растворяющиеся в воде серном эфире и хлороформе. Четвертая часть соскобов употреблена для спектроскопического исследования. Для этого соскобы размачивались при 38 градусах Цельсия в насыщенном при комнатной температуре водном растворе буры. Полученный раствор исследовался спектроскопом. При таком исследовании вытяжек из пятен, содержащих кровь, получаются обыкновенно две более или менее ясные полосы поглощения в желтом и зеленом полях спектра. Пятая часть соскобов размачивалась в физиологическом растворе поваренной соли и жидкости погини. Полученные после размачивания соскобов жидкости исследовались под микроскопом при увеличении в 350 раз сначала неокрашенными, а потом окрашенными гемотоксилином и хозином. Шестая часть соскобов употреблена для производства улингутовской биологической пробы на присутствие человеческой крови. Для этого соскобы тщательно размачивались, в водном растворе поваренной соли концентрацией 0,8% полученные вытяжки фильтровались. Совершенно прозрачные фильтраты наливались в узкие пробирки в количестве от 2 до 4 кубических сантиметров. К фильтрам прибавлялось по 0,2 кубического сантиметра улингутовской реактивной сыворотки. В случае присутствия крови или содержащей белок жидкости от человека полученные смеси в пробирках быстро мутятся, а спустя некоторое время в них появляются белые хлопья, осаждающиеся на дно пробирки. Результаты исследования При исследовании пятна на присутствие крови Ван Дейновская и Тейхмановская пробы дали положительный результат. При спектроскопическом исследовании вытяжек из данного пятна получены две довольно ясные полосы поглощения в желтом и зеленом полях спектра. При микроскопическом исследовании соскобов из данного пятна найдено незначительное количество деформированных красных кровяных телец, большей частью обесцветившихся. Улингутовская биологическая проба ТИТР 1 к 1000 и 1 к 2000 дала положительный результат. Мнение На основании микроскопического, спектроскопического и химического с реакцией Улингута исследований необходимо прийти к заключению, что на одной стороне доставленного куска имеются, несомненно, следы крови, которую можно признать человеческой, так как реакция Улингута дала положительный результат. Доказано, что между 17 и 22 июля 1918 года, когда Ипатьев восстановил свое нарушенное владение домом, в нем произошло убийство. Оно случилось не в верхнем этаже, где жила царская семья, нет и намека, что здесь кому-либо было причинено насилие. Кровавая бойня свершилась в одной из комнат нижнего подвального этажа. Один выбор этой комнаты, говорит сам за себя, убийство было строго обдумано. Из нее нет спасения. За ней глухая кладовая без выхода. Ее единственное окно с двойными рамами покрыто снаружи толстой железной решеткой. Она сильно углублена в землю и вся закрыта снаружи высоким забором. Эта комната в полной мере за стенок. Убивали из револьверов и штыком. Было сделано свыше 30 выстрелов, так как нельзя допустить, чтобы все попадания были сквозны и пули не остались бы в телах жертв. Было убито несколько человек, так как нельзя представить, чтобы одно лицо могло так менять свое положение в комнате и подвергаться столь многим попаданиям. Одни из жертв находились перед смертью вдоль восточной и южной стен, другие ближе к середине комнаты. Некоторые добивались, когда лежали уже на полу. Если здесь была убита царская семья и жившие с ней, нет сомнения, что из своего жилища она была заманена суда под каким-то лживым предлогом. Наш старый закон называл такие убийства подлыми. Глава девятнадцатая. Вещи царской семьи, обнаруженные в Екатеринбурге и его окрестностях. Кто же был убит в доме Ипатьева? Как только судебный следователь Наметкин вошел сюда, возникла легенда. Царскую семью увезли и спасли, а вместо нее, чтобы скрыть ее спасение, расстреляли других людей. Камердинер Чемодуров показал наследствие. Из вещей государя я уложил и привез в Екатеринбург следующие. Одну дюжину денных рубах, полторы дюжины ночных, полторы дюжины тельных шелковых рубах, три дюжины носков, штук сто пятьдесят двести носовых платков, одну дюжину простынь, две дюжины наволок, три мохнатых простыни, двенадцать полотенцев личных и двенадцать полотенцев ярославского холста. Из одежды четыре рубахи защитного цвета, три кителя, одно пальто офицерского сукна, одно пальто простого солдатского сукна, одну короткую шубку из романовских овчин, пять шаровар, одну серую накидку, шесть фуражек, одну шапку, из обуви семь пар шевровых и хромовых сапог. Куда девалось все это? Было бы естественно думать, все подобные вещи увезли те, кто позаботился о семье. Так ли это? Неумолимые факты говорят иное. В доме Ипатьева было найдено много лекарств и разных принадлежностей для лечения наследника цесаревича. Мальчик все время болел здесь. Почему же не взяли и бросили на произвол судьбы самое ему нужное? Найдено в Ипатьевском доме свыше шестидесяти икон царской семьи. Среди них... Первое. Образ Богородицы с надписью на нем Государыни. Дорогой нашей Ольге благословение от Попа и Мама. Спала 3 ноября 1912 года. Второе. Образ Богородицы с надписью Государыни. Дорогой Татьяне благословение на 12 января 1918 года. Тобольск. Попа и Мама. Это был последний подарок Татьяне Николаевне от родителей в день ее ангела. Третье. Два одинаковых образа Богородицы с надписями Государыни на одном. Т. Спаси и сохрани. Мама. Ёлка. 1917 года. Тобольск. На другом. А. Спаси и сохрани. Мама. Ёлка. 1917 год. Тобольск. Это были последние ёлочные подарки матери Татьяне Николаевне и Анастасии Николаевне. Четвертое. Иконы Распутина с его надписями. Лествица. О терпении и скорби. Молитва слов. Библия. Правила молитвенное, готовящимся ко святому причащению. Благодеяние Богоматери. Часа слов. Письма о христианской жизни. Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского. Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского. Акафист Богородицы. Девенадцать Евангелий. Моя жизнь во Христе. Утешение в смерти близких сердцу. Сборник благоговейных чтений. Беседы о страданиях Филарета. Канон Великий Андрея Критского. Сборник служб, молитв и песнопений. Вот книги Государыни и Татьяны Николаевны, брошенные в доме Ипатьева. В них весь их моральный облик, вся их душа. Многое разворовали охранники. Среди таких вещей дневник наследника, его любимая собака Спаниэль Джой. Обгорелые остатки одежды и белья, пуговицы, иголки, нитки, принадлежности дамских рукоделий, остатки различных сумочек, портмоне, шкатулочек, всевозможных щеток и тому подобного — вот чем были набиты печи дома Ипатьева. А в мусорной яме было найдено первое — офицерская кокарда и ленточка святого Георгия, Чемодуров показал. Георгиевская ленточка снята в шинели государя-императора. С этой шинелью государь никогда не расставался и всегда в ней ходил. Второе — образ святого Серафима Саровского и образ святого Симеона Верхотурского, принадлежащие государыне. Третье — портретная рамочка и рамочка-брелок с остатками уничтоженных фотографических карточек, портретов родителей и брата государыни. Четвертое — сильно изуродованная икона с надписью Государыни «Спаси и сохрани, мама». 1917 год, Тобольск. Это был последний елочный подарок матери-любимому сыну. Икона висела в Екатеринбурге у его постели. Воровали ценное, нужное для обихода. В апреле месяца 1919 года на территории Адмирала работала тайная большевистская организация. Она была раскрыта. Участник организации «Красный офицер» Логинов показал у меня на допросе, что в ноябре месяца 1918 года ездил по делам организации в Москву. Свидетель Логинов был допрошен мною 4 апреля 1919 года в городе Екатеринбурге. С ним ездила заведовавшая у большевиков санитарным поездом женщина-врач Голубева и ее гражданский муж, какой-то рабочий. В Москве все они остановились в одной квартире. Ложась спать, Логинов, не имея подушки, попросил у Голубевой одну из ее подушек. Она сказала, что не может дать подушку, потому что их с мужем двое. При этом она сказала, что одна из этих подушек историческая. Я заинтересовался ее словами и попросил у нее объяснения, что это значит. Тогда она мне сказала, что подушку, которую она назвала исторической, ей дал Голощокин из числа других вещей царской семьи. Тогда же мне Голубева сказала, что из царских вещей у нее есть еще ботинки, которые ей дал также Голощокин. Подробно Голубева мне не говорила, где, когда и при каких обстоятельствах получила она их от Голощокина. Сказала только, что получить что-либо из царских вещей было очень трудно от Голощокина, что он давал их только по протекции. Рассказ Голубевой внушала, сейчас внушает мне полное доверие. Голубева, известная большевичка, деятельная работница, она-то именно и должна была получить от Голощокина что-либо из царских вещей по ее положению. Что не имело материальной ценности, но было самым дорогим для семьи, уничтожали или, глумясь, бросали. Едва ли не самым дорогим для императрицы предметом была ее икона, Федоровской Божьей Матери. Она найдена в доме Ипатьева, ее бриллианты содраны. Чемодуров говорит, без этой иконы императрица никогда никуда не выезжала. Лишить императрицу этой иконы было бы равносильно лишить ее жизни. В конце книги помещен список вещей царской семьи, которые остались в доме Ипатьева и которые удалось найти у разных лиц. Были найдены, изображены на снимках, дневник наследника, книга Ольги Николаевны с обложенным в ней стихотворением, писанным ее рукою и с надписью «Государыня». Образа царской семьи. Образа, подаренные ей Распутиным с его надписями. Разные вещи царской семьи, отобранные у разных лиц. Среди них зонтик императрицы, игрушки наследника. Глава двадцатая. Параграф первый. Рудник в урочище четырех братьев. Я оставлю теперь дом Ипатьева и разгадку кровавой трагедии, что затаило в себе его подземелье. Пойду искать в другом месте. На берегу Исетского озера, в двадцати верстах от Екатеринбурга, раскинулась в несколько десятков изб маленькая деревушка Коптики. Вековая уральская глушь старым бором охватила ее и почти скрыла от человеческого взора. Она же установила и уклад жизни этой глухой деревушки. Рыбы и сенокосы — вот ее интересы в летнюю пору. Наезжают сюда по летам на дачи небогатые екатеринбургские чиновники, но они селятся в крестьянских избах и не портят общего колорита жизни. Дорога, что ведет сюда из Екатеринбурга, проходит через Верх-Исетск, почти предместие города. Сначала она идет за Верх-Исетском немного лугами, а затем входит в лес и беспрерывно идет им до самых Коптиков. Ближе к Верх-Исетску ее пересекает железная дорога на Пермь. Здесь имеется переезд номер 803 с будкой для сторожа. Ближе к Коптикам в девяти верстах от деревни дорогу пересекает горнозаводская линия. Здесь находится переезд номер 184, также с будкой для сторожа. Приблизительно в четырех с половиной верстах от Коптиков почти у самой дороги сохранились два старых сосновых пня. По преданию, от них росли некогда четыре сосны. Они назывались в народе четырьмя братьями. Это название перешло ко всему урочищу данной местности. В этом глухом урочище, в четырех верстах от Коптиков к западу от дороги, имеется старый рудник. Наружными разработками и шахтами здесь некогда добывали железную руду, это было давно, многие годы был заброшен рудник, и за эти годы он сильно изменил свое лицо. Наружные разработки превратились в озера, шахты обвалились, поросли травой и лесом. Одна единственная шахта сохранилась в хорошем состоянии, получив название «открытой». Стенки шахты выложены прочными бревнами. Внутренняя стенка из таких же бревен делит ее на два колодца. Через один спускались под землю люди и добывали там руду, через другой откачивалась вода. Глубина шахты. Пять сожень, семь вершков. Она всегда залита водой, под ней почти никогда не растаивает лед. Когда разрабатывали шахту и выкидывали из нее глину, образовалась высокая глиняная площадка. Она почти со всех сторон окружает шахту и лишена всякой растительности. Вблизи этой площадки растет старая береза. Пять лесных дорожек ведут к руднику с большой Коптиковской дороги. Они все сходятся у открытой шахты. Их так много, потому что некогда по ним вывозилась от разных шахт руда Коптиковской дороги. Эти дорожки глухие, заброшенные. В летнюю пору они покрываются высокой травой. На самой середине одной из этих дорожек, которая ближе всех к четырем братьям, имеется яма. Здесь искали руду. Дорожка обходит эту яму с обеих сторон. Между переездом номер 184 и описанным рудником вдоль Коптиковской дороги имеются и другие рудники. Они ближе к Екатеринбургу. К ним гораздо легче подъехать, так как Коптиковская дорога местами плоха для езды. Но ни один из них не имеет других удобств, какими отличается рудник в урочище четырех братьев. Он совершенно закрыт для постороннего взора, густой чаще и молодого леса. Нигде нет такой удобной глиняной площадки, лишенной всякой растительности, и рядом с ней глубокой шахты. Параграф 2 17-18 июля на руднике 17 июля 1918 года ранним утром тихая жизнь Коптиков и покой глухого рудника были нарушены рядом чрезвычайно таинственных происшествий. Настасье Зыковой понадобилось в это раннее утро ехать в Екатеринбург. Поехала она с сыном Николаем и его женой Марьей. Настасье везла продавать рыбу, а Николай призывался в Красную армию. Солнце еще не всходило, был предутренний рассвет, Старый Бор хранил тьму ночи. Когда Зыковы проехали рудник и подъезжали к четырем братьям, навстрече им показался какой-то кортеж. Двигались телеги, шли пешие и конные красноармейцы. Как только Зыковы были замечены, к ним сейчас же подскакали двое верховых. Вот образное показание Настасьи Зыковой. Свидетели НП Зыкова и НС Зыков были допрошены мной 27 и 29 июня 1919 года в Екатеринбурге. Нам навстречу двое верховых. Один был в матросской одежи, я его хорошо узнал, это был верхосецкий матрос Ваганов, другой был в солдатской одежде, в солдатской шинели и солдатской фуражке. Верховые скоро нам навстречу ехали, впереди Ваганов, а сзади солдат. Как только они к нам подъехали, Ваганов на нас и заорал «Заворачивайтесь назад», а сам вынул револьвер и держит у меня над головой. Лошадь мы быстро завернули, круто. Чуть коробок, тележка, у нас не свалился, а они скачут около нас, и Ваганов орет. «Не оглядывайтесь!» «Вм... застрелю!» Лошадь у нас сколько духу в ней было. Скакала, а они нас провожают, и Ваганов все револьвер у меня над головой держит и кричит. «Не оглядывайтесь, граждане!» ГВМ Так мы скакали до Стлани, за которой большой покос. Там они нас провожали около полуверсты или трех четвертей версты, а потом отстали. Мы, конечно, назад не оглядывались, как только они нам это сказали. Что это такое было, я не поняла, а показалось мне, что идет войско. Приехали мы домой в коптики, рассказали народу, что видали, а потом, что было, не знаю. Зыковы были сильно напуганы. Их встретил по дороге крестьянин Зворыгин. Поехавший было в город следом за ними. Свидетель Зворыгин мной был допрошен на месте на руднике 28 июня 1919 года. «Проехали мы версты две от коптиков». Она навстречу гонит шибко Николая Зыков с матерью и женой и кричит «Ой, дядь Федор, не езди, там меня прогнали!» Какой-то револьвером грозил и кричал «Не оглядывайтесь». В ужасе прискакали Зыковы в деревню и подняли большой переполох. Вот показания крестьянина Алферова. Свидетель Алферов был мною допрошен на месте 28 июня 1919 года. После Петровой дня в среду рано утром я был на улице, хотел на покос идти. Гляжу я, едет по улице Николай Зыков в коробке с матерью и своей хозяйкой. Едет и кричит, и рукой мажет «Убегайте, убирайтесь из коптиков!» Там орудие везут, сюда войско идет. Тут он лошадь остановил, на его слова народ выбежал. Стали мы Николая допрашивать, что он такое говорит. Он нам стал сказывать и объяснил, только мы большой покос проехали. К четырем братьям стали подъезжать, а нам встреч трое верховых. Кричат «Заворачивайтесь! Заворачивайтесь!» Я стал коробок заворачивать, а бабы назад оглядываются. Один кричит «Не оглядывайтесь!» А там на дороге орудие везут. Они шибко лошадь гнали, а те их даже проводили несколько по дороге. И все не дозволяли им оглядываться. Тут мы и не знали, что подумать. В те дни на Екатеринбург двигалась сибирская армия и угрожала господству большевиков. В коптиках знали это и, притаясь, ждали развязки. В то же время мужичий интерес властно пробуждал свои заботы. Вот показания крестьянина Швейкина. «Мы, мужики, забеспокоились. Каждому надо на покос, а тут войско идет. Войско идет, значит, бой будет!» Решили узнать толком, что же происходит на Коптиковской дороге, и послали в разведку крестьян Швейкина, Папина, Зубрицкого и, скрывавшегося в Коптиках, офицера Шреметьевского. Свидетели Швейкин, Папин, Зубрицкий и Шреметьевский были допрошены мною на месте 9, 10 и 27 июня 1919 года. Они пошли и недоумевали. В лесу было тихо, на Коптиковской дороге пустынно. Поругивая за болтовню Зыковых, разведчики прошли было рудник, как услышали там непривычное ржание множества коней. В этот момент они подошли к той дорожке-свертке, что первая от четырех братьев ведет к руднику. Эта дорожка поразила их своим видом. Шреметьевский и Папин показывают. Шреметьевский. Эта дорожка, до того глухая, заросшая травой, как это обыкновенно бывает с заброшенными глухими лесными дорожками, была в тот момент накатана. По ней хорошо заметно было, что тут, по этой свертке, к руднику старой Коптиковской дороге какие-то экипажи проехали. Папин. Трава по ней была прям вся положена, и маленькие деревца были кое-где погнуты. Хотели было пройти этой дорожкой к руднику, как по ней выехал оттуда красноармейец, вооруженный винтовкой, двумя револьверами, шашкой и гранатами. Он сказал разведчикам, что на руднике будет происходить обучение метанию бомб, и приказал им удалиться. С этого момента было прекращено всякое движение по Коптиковской дороге, и рудник был оцеплен заставами. Но людской интерес делал свое дело. Многим нужно было поехать из Коптиков в Екатеринбург и обратно. Удалось точно установить и время, и место оцепления. Движение по Коптиковской дороге было прекращено рано утром 17 июля. Оно возобновилось с 6 часов утра 19 июля. Застава со стороны Коптиков находилась приблизительно в одной версте от них. Застава со стороны Екатеринбурга находилась вблизи переезда номер 184. Все эти дни на руднике слышны были взрывы гранат. 25 июля большевики бежали из Екатеринбурга. 27 июля крестьяне Папин и Михаил Алферов поехали по своим делам в город. Они заехали в Верхесецк и сообщили там военной власти про таинственное оцепление рудника. Когда они ехали в этот день домой в Коптики, взяло любопытство посмотреть, что происходило на руднике. Доехав до свертки, о которой говорилось выше, они оставили здесь своих лошадей и пошли по этой свертке пешком к руднику. Но едва они вышли оттуда, как их охватил безотчетный страх. Папин показывает. Стал тут нам почему-то жутко. Решили мы собраться как следует народам и идти. Тут же мы, ничего не трогая, ушли. Утром 28 июля семь человек коптиковских крестьян Николай Папин, Михаил Бабинов, Михаил Алферов, Павел Алферов, Яков Алферов, Николай Лагунов и Александр Лагунов отправились на рудник. Свидетели Бабинов Алферов и другой Алферов были допрошены мною на месте 27 июня 1919 года. Они пришли сюда пешком по дорожке, ближайшей к Коптикам. Внимательно они исследовали рудник и обнаружили ценные нахождения. Они проявили величайшую осторожность и ничем не нарушили состояние той свертки, где произошла встреча красноармейца с разведчиками. На заявление крестьян Верхо-Сецк обратили внимание. 28 июля вечером на рудник прибыли местный лесничий Редников с крестьянами Николаем Бажовым, Александром Зудихиным, Иваном Зубрицким и Николаем Тетеневым. Свидетели Редников Бажов, Зудихин, Зубрицкий, Тетенев были допрошены мною 1 и 4 августа 1919 года, 2 и 3 и 5 того же августа и последние 7 того же августа в городе Ишиме. 28 и 29 июля они обстоятельно исследовали и дорожку к руднику, ближайшую к четырем братьям, и самый рудник. 30 июля сюда прибыл судебный исследователь Наметкин. С ним приезжали доктор Деревенько, коммердинер Чемодуров и многие офицеры. Были обнаружены некоторые ценные нахождения. Внимание Наметкина привлекла открытая шахта. Она подвергалась исследованию под руководством товарища прокурора Магнитского. Я осматривал рудник и окружающую его местность с 23 мая по 17 июня 1919 года. Когда я доложил результаты следствия адмиралу Колчаку, он приказал вести раскопки. Они были начаты 6 июня и прерваны 10 июля. Глава 21. Грузовой автомобиль на руднике. Серная кислота. Бензин. Что же происходило на руднике в эти дни 17-го, 19-го июля 1918 года? Путевой сторож при переезде номер 184 Яков Лобухин показал. Свидетель Лобухин был мной допрошен на месте 10 июля 1919 года. Как-то ночью, летом прошлого года, не помню месяца и числа, во время сенокосов, когда я и семейные мои спали, я проснулся от шума автомобиля. Дело это было удивительное, потому что никогда раньше такого дела не бывало, чтобы автомобили мимо моей будки да еще по ночам ходили. Я в окно выглянул, вижу, идет по дороге к коптекам грузовой автомобиль. Я не видел, что в нем было. Совсем я этого не заметил, только заметил я, что сидело в нем человека четыре с винтовками, кажется, в солдатской одежде. Было это на рассвете. Тут день наступил. Народ, который ехал на коптеки, возвращался назад и сказывал, что на коптеки не пропускают. Где у них стояла застава, точно не скажу, а сказывали, что от моего переезда за гатью или на гате. И не было пропуску дня три-четыре. Ранним утром 17 июля было прекращено движение по коптековской дороге. Нет сомнения, таинственный грузовой автомобиль прошел из Екатеринбурга к коптекам под покровом ночи на 17 июля. Он не приходил в коптеки и скрывался где-то в лесу. Где был он? Рудник в урочище четырех братьев был целью его достижения. Он пришел сюда по той самой свертке дорожки, где произошла встреча красноармейца с разведчиками, и дошел до самой открытой шахты. Почти тут же, как только прошел автомобиль, попала разведка на эту дорожку. Вот показания Швейкина. Я очень даже хорошо могу сказать, что след был здоровенный и по коптековской дороге, и по той свертке с коптековской дороги, по которой к нам красноармейец выехал. След с коптековской дороги так и пошел по этой повертке. Он хорошо был заметен по повертке. Видать было, что недавно только что перед нами проехали. Я так определяю, что это был след от автомобиля. Больно он был здоровый. И широкий, и глубокий, и траву, как есть, всю по повертке, в улок положил. Следы автомобиля видели и другие крестьяне, пришедшие на рудник 28 июля. Вот показания Михаила Бабинова. У шахты был след. Он этот самый след был на дорожке, которая идет сюда от четырех братьев. Я эту самую дорожку хорошо знаю. И вот я положительно говорю вам, что эта дорожка была очень сильно накатана, и трава по ней вся была положена в улок. В самой колее дорожки были следы колес, каких-то экипажей, но тут же был и след автомобиля. Этот след был около колеи дорожки, но он был пошире. Я этот след, впрочем, больше разглядывал на повороте автомобиля. Он пришел сюда, где открытая шахта по дорожке, и тут же на лужайке против шахты заворачивался назад. Вот на этом завороте я и видал его следы. В тот же день на руднике с другими крестьянами был лесничий Редников. Они показали. Редников. На состояние следов я тогда же обратил особое внимание. Совершенно ясно было видно, что сюда приходили автомобили. Не могу сказать, один или не один автомобиль сюда приходил, но следы автомобиля ясно совершенно видны были на дорожке. Первая дорожка от четырех братьев имела следы автомобиля. Вот эта самая, которая изображена на предъявленном мне вами чертеже. Следы его здесь были совершенно ясны. Тяжелый автомобиль шел здесь, проложил громадный след, поломал и повывернул много молодых деревьев вдоль колей дороги. След автомобиля доходил до самой открытой шахты и здесь кончался Зубрицкий. Эта тропа, первая свертка от четырех братьев к руднику, была сильно проложена. Малые дерева были поломаны. Видать, тут прошел тяжелый автомобиль и проложил по этой дорожке здоровый след. След этот шел до самой открытой шахты, которую я сейчас вижу на снимке. Не стану томлять внимание читателя, показания других крестьян дождественны. 30 июля на рудник прибыл судебный следователь по важнейшим делам Наметкин и господа офицеры, слушатели Академии Генерального штаба. У меня нет желания порочить кого-либо. Но ведь все вправе ожидать, что судебный следователь в своем акте дал яркую картину состояния рудника и всех следов, какие здесь были, что я отражу все это дело в словах подлинного акта. О них нет ни слова. Произошла крайне досадная ошибка. Судебные следователи, господа офицеры, не последовали примеру крестьян и пришли из Екатеринбурга на рудник по следам не разума, а своей и чужой фантазии. Они прибыли сюда не следами автомобиля, шедшего из города грунтовой дорогой, а по железной дороге. И как раз с обратной стороны от коптяков. Царская семья убита, и трупы ее скрыты на дне открытой шахты в урочище четырех братьев. Царская семья спасена. Убили каких-то других людей, и трупы их скрыли в этой шахте. Открытая шахта таит в себе все разрешение загадки. Решить ее нетрудно, нужно только опуститься на дно шахты. Так было решено в Екатеринбурге. Поэтому наметки на господа офицеры сели в Екатеринбурге в поезд, доехали по горнозаводской линии до станции Исет, оттуда в коптяки и из коптяков на рудник по дорожке свертки в ближайший к коптякам. Трупов не оказалось на дне шахты. Энергия быстро упала. Судебный исследователь, пробыв полтора часа на руднике, уехал в город. Получилось извращение правильного представления местности. Дорожка, по которой пришел на рудни грузовой автомобиль, пропала для наметкина. Крестьяне осуждали интеллигентных людей и работу следователя. Михаил Алферов показал. Комиссия тут везде ходила, но только видать было, что без толку. Следов не глядели, а что было, заминали. Сергеев разделил ошибку на Меткина и ни одного раза не был на руднике. Я пришел сюда пешком от дома Ипатьева. Прошел досадный год, но опыт прошлого учил меня осторожность. Заминали, но, быть может, не все еще замяли. Выше я говорил, что роковая дорожка, по которой пришел к руднику грузовой автомобиль. На самой ее середине имеет яму, где искали руду. Это место приковало мое внимание. Трудно здесь было идти автомобилю. Мешал лес. Автомобиль должен был сжаться к яме и мог сорваться. Он и срывался. Тяжелое бревно лежало на дне ямы. На нем были странные вдавления. Какие-то части чрезвычайно тяжелого предмета давили на бревно и оставили глубокие следы. В стороне от дорожки я нашел в лесу три бревна и ложбинку от четвертого. Кто знаком с жизнью леса, тот знает, что бревно, лежащее многие годы, уходит постепенно в землю и надолго оставляет след своего логова. Отсюда и было взято бревно, оказавшееся в яме. Когда и зачем принесли его сюда? Лесничий Редников и крестьяне показали. Редников Автомобиль сорвался около ямы при объезде ее с правой стороны, если идти к руднику. В этой яме на дне, одним концом к срыву, лежало бревно. Бажов На этой дорожке, посередине ее, ближе к шахте, имеется яма. Я помню ее. Над ней ее лежало бревно. Вдоль гребня этой ямы был срыв какого-то экипажа. Тетенев Мы шли туда первой сверткой, к руднику от четырех братьев. Совершенно явственно было видно, что по этой свертке ходили автомобили и проложили здесь дорогу до самой открытой шахты. А в одно месте колесо автомобиля сорвалось. Это было около ямы, которая находится как раз на этой свертке. Автомобиль обходил яму, а так как места оставалось немного для обхода, то он и сорвался одним колесом. Срыв хорошо был виден. Я вижу предъявленный мне вами фотографический снимок этой ямы. Вот я про нее и говорю. Вблизи срыва я нашел у самой дорожки толстую веревку. Она была сильно загрязнена и пропитана какими-то минеральными маслами. Через год она еще грязнила и маслила руки. Зачем бросили здесь веревку? Случайность? Грузовой автомобиль ушел с рудника ночью на 19 июля. Путевой сторож Лобухин и сын его Василий видели, как он шел через переезд в город. За переездом он застрял в болоте. Его вытаскивали и строили для него мостик. Вот показания Василия Лобухина. Свидетель Лобухин был мной допрошен на месте 10 июля 1919 года. Около 12 часов ночи по дороге из Коптяков прошел через наш переезд грузовой автомобиль. Должно быть тот самый, который пришел из города ночью. Вместе с ним шло 10-12 коробков и, кажется, несколько дрог. Грузовой автомобиль, коробки и дроги проехали на город прямо от нашего переезда. Там в лагу у них автомобиль застрял. Кто-то из них взял из нашей ограды шпал и набросал там мостик. Только утром 19 июля мог проходить этот автомобиль через верх и сец. Это так и было. Его видели в это время. В каком он был виде? Свидетели Николая Александра Зубрицкие показали. Зубрицкий. Одно колесо с левой стороны, не помню какое именно, было, видимо, у него повреждено. Обмотано веревками. Зубрицкая. У него левое заднее колесо было обмотано толстой веревкой. Видимо, шина была повреждена. Грузовой автомобиль, пройдя несколько, остановился. С него слезли какие-то люди и стали перевязывать веревкой завязанное колесо. Нет, веревка на руднике — не случайность. Видела ли грузовой автомобиль, когда он шел к руднику, Настасья Зыкова? — Думаю, что сказать судебному следователю всю правду ей помешала не одна темнота ночи. Настасья лукавила. Я позволял ей это, ибо искал истину путем закона. Она узнала матроса Ваганова и не опознала другого. Убежден, что знала она и другого. Но называла одного Ваганова, потому что в момент допроса он был мертв. Краса и гордость революции не успел бежать из Екатеринбурга и спрятался у себя в погребе. Его нашли здесь верхосецкие рабочие и тут же на месте убили. У себя в коптяках Настасья была откровеннее. Когда она прискакала в коптяки, вся деревня слушала ее. Крестьянин Швейкин показывает. Как Настасья приехала, весь народ взбулгачила. Войско идет. Сказывала она, что у самых четырех братьев, как только они доехали до них, им попалось войско. Войско, говорит, идет, а сзади чего-то везут в автомобиле. Так она и сказывала про автомобиль. Все это Настасья нам рассказывала на улице при всем собрании. Откуда же пришел на рудник грузовой автомобиль? Все автомобили в Екатеринбурге были отобраны большевиками. Он мог сюда прийти только из советского гаража. Гараж был подчинен особому управлению. Там по нужде служили братья Петр и Александр Леоновы. В ночь на 17 июля первый дежурил в управлении, а второй помогал ему. Свидетели Петр и Александр Леоновы были мною допрошены в селе Воздвиженке Екатеринбургского уезда 29 и 30 апреля 1919 года. Леоновы показали, что поздно вечером 16 июля к зданию ЧК был подан грузовой автомобиль. Шофера Никифорова здесь прогнали и увели автомобиль к дому Ипатьева. Он вернулся утром 19 июля. Так описывает его вид братья Леоновы. Петр. Вся платформа автомобиля была запачкана кровью. Видно было, что платформу мыли и заметали, видимо, метелкой. Но, тем не менее, кровь явственно была видна на полу платформы. Александр. Я помню прекрасно, что платформа его имела большие пятна с замытой кровью. Много небольших костров нашли крестьяне на руднике. Это разводили Курева и спасали им лошадей от комаров и овода. Показания Зудихина. Видно было, что здесь привязаны были кони, деревья были поломаны и обглоданы. Показания Зубрицкого. Тогда похоже было, что здесь были привязаны кони, и они выгребали копытами землю. Мне тогда казалось, что здесь для них и было разведено у молоденькой сосеночки Курева от комаров. Вблизи такого места я нашел сосновые дощечки. Они были отрублены от какой-то очень толстой сосновой доски и были обуглены. Местность давала ясную картину. Кругом сырой лес. Нужно было скорее развести Курева. От какой-то большой сосновой доски отрубили дощечки и воспользовались ими для разжиги. Где взяли такую доску? Братья Леоновы, описывая возвратившийся с рудника кровавленный автомобиль, показывают, что платформа его была разбита. С краев от досок были отрублены части. Силен уральский овод. Коммунизм не учит беречь чужое добро. Вблизи маленьких костров, где разводилась Курева, были найдены дощечки другого рода. В разных местах рудника, главным образом вблизи открытой шахты, валялись обрезки новых веревок. Крестьяне и лесничий и редников категорически определяют их назначение. Гавриил Алферов. Недалеко от дорожки против шахты, совсем недалеко от дорожки к шахте, видал я несколько дощечек разбитого ящика. Хорошо заметно было, что это от ящика дощечки. Они были белые и нестроганные, как обыкновенно у ящиков бывает. Веревочка была новая, отрезанная. Один конец у ней в петлю был пропущен, а толщиной в мизинец. Прямо видать, это от ящика упаковка была. Зубрицкий. В этом куреве валялись тонкие дощечки, так, примерно в полдюйма. Прямо видать, от ящика. И рубленная новая толщиной в мизинец увязка от ящика. Их было несколько. И они имели изгибы от углов ящика. Редников. Я категорически положительно удостоверяю вам, что около шахты валялся обрубок веревки упаковки от ящика. Веревка была толщиной в мизинец, совершенно новая. И ясно совершенно было, что это именно упаковка от ящика. У нее сохранились характерные изгибы, как она проходила по углам ящика. Один конец ее был с петлей, как бывает у увязки. Она была не развязана, а резана или рублена, как это ясно было видно по ней. Что было доставлено на рудник в этих ящиках? 17 июля 1918 года в аптекарский магазин «Русское общество» в Екатеринбурге Явился служащий комиссариата снабжения Зимин И от имени областного комиссара Войкова предъявил управляющему Мецнеру Письменное требование Предлагаю немедленно, без всякой задержки и отговорок Выдать из вашего склада пять пудов серной кислоты предъявителю сего Областной комиссар снабжения Войков Петр Лазаревич Войков был в штабе Ленина И прибыл в Россию вместе с ним Национальности его не знаю Кислота была выдана тогда же Зимину И он расписался в получении ее на самом требовании Войкова В тот же день поздно вечером Зимин снова явился в магазин И предъявил второе требование Войкова Предлагаю выдать еще три кувшины японской серной кислоты Предъявителю сего Областной комиссар снабжения Войков И эта кислота была выдана Зимину под его расписку на том же требовании Всего было выдано кислоты 11 пудов 4 фунта Деньги за нее были уплачены магазину 18 июля В сумме 196 рублей 50 копеек Поздним вечером 17 июля и днем 18 июля Эта кислота в деревянных ящиках обмотанных веревками И была доставлена на рудник красноармейцами И одним из служащих комиссариата снабжения В дне цепления рудника туда доставлялся также в большом количестве бензин Он возился в грузовых автомобилях Они не шли дальше переезда номер 184 и оставались здесь На рудник его доставляли от переезда лошадьми 18 июля ехал из города в Коптики инженер Котенев Свидетель Котенев был мной допрошен 22 июля 1919 года в городе Ишиме Его не пропустили у переезда Он видел бочонок с бензином На автомобиле стоял железный бочонок от бензина Я утверждаю, что это был именно бочонок от бензина В таких бочонках всегда бывает бензин Я точно могу вам определить количество бензина Которое должно было входить в бочонок Что был на грузовом автомобиле Это был бочонок на 10-11 пудов Василий Лобухин показал 18 июля утром часов в 7 прошел Времянкой из Екатеринбурга грузовой автомобиль И пошел по Коптиковской дороге Но сожжение в 150 от нашего переезда он остановился Что именно на нем было, я хорошо не заметил Показалось мне, что на нем были или бочки, или ящики После обеда еще один грузовой автомобиль прошел И на том же месте остановился Тут я хорошо заметил, что в этом автомобиле В железных бочках бензин везут Я вздумал попросить бензину Взял бутылку и пошел туда Где на Коптиковской дороге стояли эти два грузовых автомобиля Я и в этот раз хорошо не заметил, что было на первом из автомобилей Который первым пришел На втором же было бочки три бензина Или, может быть, две Бочки все были железные Около обоих автомобилей был человек пять людей Попросил я у них налить мне бензин Они дали мне бутылку Многие видели, как возился бензин Оценивая показания свидетелей Я утверждаю, что его было доставлено на рудник Самое меньшее сорок пудов Исследуя шахту Двадцать восьмого июля Редников и крестьяне А тридцатого июля и судебный исследователь Наметкин Нашли, что лед в ее большом колодце был пробит А в малом совсем уничтожен Позднее я установил осмотром шахты Что дно малого колодца Было, кроме того, засыпано глиной Взятой с соседней площадки На девенадцать вершков На этой площадке крестьяне обнаружили большой костер Несколько дальше от нее У старой березы другой Костры эти сохранились до меня Что же привозил на рудник грузовой автомобиль В ночь на семнадцатый июля Что сжигали в двух больших кострах Что прятали на дне шахты Зачем привозили сюда серную кислоту и бензин Самый лучший ответ на все эти вопросы дадут Предметы, которые были найдены на руднике Глава двадцать вторая Вещи царской семьи, найденные на руднике Выводы Вот что было найдено на руднике в урочище Четырех братьев Большая часть этих предметов С 10 февраля по 18 декабря 1919 года Подвергалась экспертизам через врачей, оптиков, ювелиров, Сапожников, портных, торговцев 1. Образ святого Николая Чудотворца 2. Образ святителей Гурия, Авива и Самона 3. Образ спасителя Образа хорошей работы Они сильно пострадали от ударов в самый лик изображений Сзади у них были подушечки для ношения на груди Подушечка сохранилась в исправности у третьего образа Теглева и Эрсберг Удостоверили, что эти образа принадлежали детям Образ Николая Чудотворца Ольги Николаевни Обычно эти образа висели у их кроватей В дорогу они надевали их на себя 4. Тридцать кусочков эмали от этих образов 5. Три металлические пластинки от одного образа Однородные пластинки имеются и у трех указанных выше Образов, но эти пластинки ноя величины и принадлежат Четвертому образу Они слегка закоптели от огня 6. Серебряная рамочка от образа Эта рамочка по ее величине не могла принадлежать Трем указанным образам и не могла иметь трех указанных Пластинок Она относилась к пятому образу Теглева и Эрсберг показали, что в такой рамочке был Один из образков императрицы Рамочка слегка пострадала от огня 7. Два кусочка цинка от образа Туттельберг показала Я вижу два цинковых обломочка со следами краски на них Я хорошо знаю, что у ее величества были такие простые Маленькие образки из цинка 8. Кусочки белого воска Кусочки красного воска И часть стеариновой свечи Наметкин находил в Ипатьевском доме белые восковые и стеариновые свечи У охранника Ивана Старкова из числа царских вещей были найдены свечи красного воска Коммердинер Волков показал Свечи красного воска были у них в обиходе в Тобольске Им такие свечи доставлялись из монастыря и из собора 9. Портретная рамочка Она сделана из настоящей кожи Внутри обложена шелком На ней имеется клеймо Эдуард Аккерман Берлин Вместе с ней найдены обрывки фотографической карточки Нельзя понять ее изображение Свидетели Жильяр Гипс Теглева Эрсберг Занотти Показали, что таких рамочек было много у царской семьи Обычно они брались с собой в дорогу Туттельберг показала, что в такой рамочке был у государя портрет государыни 10. Воинский значок Этот значок сделан из серебра, покрытого золотом Одна его сторона покрыта белой и темно-оранжевой эмалью На обратной стороне выгравирована 1803 17 1903 Свидетели показали Теглева Этот значок принадлежит государыне Эрсберг Значок, безусловно, государыне Она его носила на браслете Туттельберг Этот значок принадлежит ее величеству Ее величеству он был поднесен командиром уланского полка Орловым А ее величество было шефом этого полка 11. Пряжка от мужского пояса офицерского образца Свидетели показали Иванов Государь в последнее время носил простой желтый пояс с пряжкой офицерского образца Я вижу предъявленную мне вами пряжку от пояса Я думаю, что от пояса государя эта пряжка Такая же была у него на поясе Гипс Большая пряжка весьма вероятна, что от пояса государя офицерского образца Теглева Медная пряжка от пояса мужчины похожа на пряжку пояса государя Обвиняемый Якимов Я думаю, что это пряжка от пояса царя Она очень походит на пряжку на его поясе Мне кажется, что принадлежность ее государю ясна Эта пряжка подвергалась сильному действию огня 12. Пряжка от пояса мальчика Пряжка медная, хорошей работы На ней имеется изображение государственного герба Она была найдена вместе с застежкой Свидетели показали Иванов Я положительно признаю ее за пряжку Алексея Николаевича Именно она была у него на его ремне Теглева Пряжка от пояса мальчика Это, безусловно, пряжка от пояса Алексея Николаевича Также категорически определяют ее свидетели Жильяр, Гипс, Эрсберг, Туттельберг, Занотте, Волков, Кобылинский и Битнер Пряжка подвергалась сильному действию огня 13. Две парные пряжки от дамских туфель с камнями Свидетели показали Теглева Две пряжки от туфель Это пряжки от туфель одной из княжон У них у всех были такие пряжки на туфлях Такие же, впрочем, пряжки были и на туфлях императрицы Занотте Две пряжки от туфель совершенно такие же Какие были на туфлях у княжон и у государыни Также показали свидетели Жильяр, Гипс, Эрсберг, Туттельберг, Кобылинский, Битнер и Волков Экспертиза определила Пряжки эти являются пряжками от дамских туфель Они, несомненно, есть принадлежность хороших, дорогих туфель Обращает на себя внимание самая работа пряжек Гнезда для помещения камней сделаны аккуратно, хорошо И камни, благодаря этому, еще держатся в гнездах Несмотря на то, что как самые пряжки, так и камни Подвергались очень сильному действию огня Четырнадцатая Пряжка от дамских туфель Занотте показала Одна пряжка — это туфель Именно и такие пряжки были на туфлях у княжон и у государыни Она подвергалась действию огня Пятнадцатая — белый флакон с солями Шестнадцатая — зеленый флакон в разбитом виде Теглева, Эрсберг, Туттельберг и Занотте Показали, что такие флаконы с солями были в употреблении у княжон и у государыни Они брали их с собой обычно в дорогу Семнадцатое — стекло от очков Экспертиза определила его как оптическое стекло, бывшее в оправе Свидетели показали Жильяр, предъявленное мне вами стекло напоминает мне стекло от очков Ее Величества Тутельберг Государыня в Тобольске носила очки во время работы Ее Величество, вероятно, от слез стало страдать глазами в Тобольске И ей какой-то Тобольский доктор назначил очки Они были большие и в черепаховой оправе Каблинский Государыня в Тобольске при работе носила большие очки В роговой, кажется, оправе Величина ее стекол была такая же Эти очки ей приписал Тобольский доктор Григоржевский Восемнадцатое — оправодержатель от Пенсне Девятнадцатое — два стекла от Пенсне Экспертиза определила Оба стекла, судя по их величине и шлифовке у краев От одного и того же Пенсне Оба стекла двояко выпуклые Что свидетельствует о том, что ими пользовался человек дальнозоркий Свидетели показали Жильяр Боткин пользовался иногда Пенсне Причем оно было в оправе, только у переносица Каблинский Предъявленные мне вами стекла от Пенсне Весьма напоминают своей формой стекла от Пенсне Боткина Боткин при чтении всегда снимал очки и Пенсне Он, очевидно, был дальнозоркий Двадцатая — искусственная челюсть Жильяр, Гипс и Эрсберг показали, что доктор Боткин носил искусственную челюсть Двадцать первая — обгорелая маленькая щеточка Каблинский показал, что доктор Боткин всегда имел при себе маленькую щеточку для усов и бороды Двадцать второе — запонка от воротничка Двадцать третье — держатель для галстука Охранщики Проскуряков и Якимов удостоверили, что доктор Боткин носил в доме Ипатьева крахмальное белье Двадцать четвертое — обгорелые части уничтоженных огнем корсетов А. Шесть пар передних планшеток Б. Боковые кости В. Пряжки Г. Застежки и крючки Д. Блочки для шнуровки Экспертиза определила, что эти части от шести корсетов О качестве корсетов она говорит Корсеты были хорошей работы Оставшаяся с некоторых из пряжек материя Есть часть резины подвязок Обгорелая материя в некоторых пряжках — материя самого корсета Эта материя вязаная Она вязаная из шелковой ткани Свидетели показали Теглева Я удостоверяю, что императрица и княжны и Демидова всегда носили корсеты Только государыня иногда снимала с себя корсет, когда надевала капоты Вообще же она этого требовала от княжон И говорила, что не носить корсета — это распущенность Занотти Княжны и государыня обычно носили корсеты Демидова также носила корсет 25. Свыше 40 однородных кусков от предмета или нескольких предметов, уничтоженных огнем Экспертиза определила Эти предметы представляют собой части сгоревшей в огне обуви Здесь имеются части кожи, подошвы, пробки и вара, слившиеся в одну массу от огня Вид этих предметов свидетельствует, что обувь это была механической, хорошей работы Замечающаяся в некоторых кусочках материя Есть принадлежность именно этой обуви Каковая материя употребляется при изготовлении обуви, имеющей пробку Что также указывает само по себе на высокое свойство обуви 26. Железный предохранитель при сапоге 27. Семь мужских пряжек Экспертиза определила Все эти пряжки, кроме самой большой, есть принадлежность или мужских брюк, или мужских жилетов Последняя пряжка, есть принадлежность жилета Из них две парные Все они хорошей работы, заграничной Кроме одной самой большой, это пряжка русской кустарной работы 28. Спиральные пружинки 29. Пряжка Эти пружинки и пряжки есть принадлежность мужских помочей, уничтоженных огнем 30. Две металлические пряжки Экспертиза определила, что они обе относятся к дамским костюмам Тутельберг показала, что одна из них от пояса или государыни, или княжон Теглева, что другая от пояса демидовой Обе пряжки сильно обгорели 31. Шесть пуговиц военного образца На внутренней их стороне значится, что они изготовлены фабрикой Вундера в Санкт-Петербурге Экспертиза определила Все эти пуговицы хорошего сорта Если они фабрики Вундера, то они вообще были не в употреблении Так как пуговицы этой фабрики были дороже других Они пострадали от огня 32. Пуговицы и части их Теглева, Эрсберг, Тутельберг и Занотти Показали, что среди этих пуговиц Были такие, какие имелись на рукавах блузочек княжон На подвязках императрицы Большие пуговицы от лилового костюма государыни Пуговицы сильно пострадали от огня 33. Крючки, петли, кнопки Теглева, Эрсберг, Тутельберг и Занотти Показали, что такие предметы Ставила к костюмам княжон и государыни Их портниха Брезак Все они сильно пострадали от огня Бросается в глаза, что многие петли и крючки Сильно вытянуты Иногда петля с крючком не разъединена 34. Кусочки материй Среди них свидетели Теглева, Эрсберг, Тутельберг, Занотти, Жильяр и Кобылинский Признали материю от костюмов княжон, государыни, Демидовой и Боткина Резко заметно, что материя или грубо отрывалась от костюма Или иногда грубо отрезалась при помощи ножа Многие кусочки ее полуобгорели Кусочки сукна Свидетели показали Иванов Я вижу предъявленные мне вами кусочки обгорелого сукна Я положительно думаю, что это остатки сукна от шинели Алексея Николаевича Совершенно такого же сукна была и у него шинель Кобылинский Я хорошо знал шинель Алексея Николаевича Я вижу кусочки обгорелого сукна Я думаю, что это куски от его шинели Цвет сукна, его добротность и потертость напоминают мне именно его шинель Тридцать шестое Кусочек материи защитного цвета Чемодуров, при котором был найден этот кусочек, показал, что он отрезан от вещевого мешка наследника цесаревича Тридцать седьмое Кусочки свинцовой бумаги Тридцать восьмое Четыре гвоздя Тридцать девятое Использованный патрон от револьвера Сороковое Две медные монеты двухкопеечного достоинства Свидетели показали Иванов Алексей Николаевич, как мальчик, любил собирать свинцовую бумагу, винтовочные и револьверные патроны Таких вещей много было у него в карманах Гипс Он имел некоторые фантазии, собирал в Тобольске старые гвозди Теглева Я помню, он собирал свинцовую бумагу Сорок первое Американский ключ от чемодана Сорок второе Части сумочки или портмоне Сорок третье Перочинный нож Сорок четвертое Безопасная булавка Все эти предметы пострадали от огня Сорок пятая Осколки стекол Некоторые из них, несомненно, от часов, рамочек Другие от флаконов с солями Сорок шестое Драгоценный крест Основной его металл платина Он состоит из изумрудов, бриллиантов и жемчугов Экспертиза определила Крест хорошей художественной работы Он, несомненно, подвергался действию огня На это указывает вид платины А главным образом то, что имеющийся на одной из его игл шарик Представляет собой сгоревший жемчуг Сорок седьмое Бриллиант Его основной металл платина Внизу зеленое золото Он осыпан алмазами Вес его 10 карат Экспертиза определила Бриллиант представляет высокую работу И, несомненно, является лишь частью другого украшения Подвес Вид платины свидетельствует, что камень подвергался действию огня Но своих свойств и ценностей не потерял Свидетели показали Туттельберг Я категорически опознаю и бриллиант и крест Эти вещи принадлежат ее величеству Бриллиант — подарок ее величеству от его величества По случаю рождения одной из княжон Крест — подарок ее величеству государыне императрице Марии Федоровны Занотти Крест и бриллиант — это, безусловно, государыне императрице Происхождение креста я не помню Ей его подарил или государь, или государыне императрице Марии Федоровны Большой бриллиант — подарок государя Кажется при рождении одной из княжон 48. Серьга Основной ее металл — платина Главный камень — жемчуг Меньший — бриллиант Застежка серьги — золотая Экспертиза определила Эта серьга представляет собой прекрасную, высокохудожественную работу Жемчуг — лучший по своим свойствам Действию огня серьга не подвергалась Свидетели показали Жильяр Я думаю, что это серьга государыни У ее величества были такие серьги Она их очень любила И я часто снимал ее величество, когда она имела их на себе Гипс Гипс Серега, безусловно, государыни Это были ее любимые серьги, она часто их носила Теглева Серьги и осколочки от них — это, безусловно, серьги государыни, которые она очень любила Эрсберг Серега, безусловно, серьга государыни Это были ее любимые серьги, с которыми она не расставалась И, по-моему, она в них уехала из Тобольска Туттельберг и Занотти Я мог представить лишь фотографические изображения серьги Они показали Туттельберг Я вижу фотографическое изображение серьги Я положительно утверждаю, что на этом снимке изображена одна из парных серег ее величества Это были самые любимые серьги ее величества В них она приехала из Тобольска Занотти Из предъявленных мне вами вещей и их изображений Я могу опознать серьга Также и ее Эти серьги она любила и чаще других носила их 49. Части жемчуга и часть разрушенного золотого украшения Экспертиза определила Представляют собой настоящий жемчуг Он подвергался действию огня Допустимо, что его части составляли некогда одну жемчужину Крупный осколок свидетельствует о том, что этот вид жемчуга Также весьма высок по своим свойствам и ценности Вполне допустимо, что эти осколки составляли одну жемчужину Парную к только что упомянутой серьге 50. Части жемчуга Экспертиза определила в отношении этих осколков жемчуга В отношении первого Принадлежит крупной жемчужине весьма хорошего свойства И отделился от нее при помощи удара или давления В отношении второго и третьего Оба осколка принадлежат жемчугу весьма большого размера И весьма высокого качества В отношении четвертого и пятого Те же выводы, что в отношении второго и третьего В отношении шестого Этот осколок принадлежит также крупной жемчужине высоких качеств Но над другой жемчужиной А не от той, которой могут принадлежать осколки Описанные в предыдущих пунктах 51. Тринадцать круглых жемчужин Экспертиза определила все они высокого качества И видимо принадлежат все к одной нити Теглева, Эрсберг, Туттельберг, Занотти Показали, что императрицы и княжны Имели много нитей с такими жемчужинами 52. Часть разрушенного украшения с бриллиантами Экспертиза определила в отношении главной части Большей Украшение имеет настоящие бриллианты высоких свойств Оправленные в чистое серебро Причем в оправе имеется припайка с золотом Это украшение является частью какого-то другого, более крупного Оно носит на себе следы разрушения его Путем удара по нему каким-то твердым предметом В отношении первого кусочка Этот металл есть серебро Этот кусочек произошел вследствие отделения от предыдущего украшения Причем он, видимо, отделился от него ударом какого-либо режущего предмета В отношении второго Металл кусочка серебро Этот кусочек также произошел вследствие отделения его от украшения Причем ясно видно, что это отделение было произведено при помощи остро режущего предмета Этот кусочек также подвергался действию огня, как и предыдущий, но в большей степени В отношении третьего и четвертого те же выводы, что и в отношении второго Туттельберг показала Я вижу часть украшения с бриллиантами Оно мне положительно напоминает брошь и ее величество Это часть от нее, от броши Пятьдесят третье Тринадцать осколков изумруда Экспертиза определила Осколки принадлежат изумруду Они отделены от какого-то крупного изумруда, весьма хорошего по своим свойствам Это отделение произошло при помощи какого-либо твердого и тяжелого предмета Действию огня изумруда не подвергались Но, видимо, они топтались, так как шлифовку у одного из них стерта Туттельберг показала У ее величества было очень много таких вещей, в которых были изумруды Это осколки от очень крупного изумруда Но я затрудняюсь сказать, от какого именно предмета эти осколки Возможно, что это разбитое изумрудное яйцо ее величества Пятьдесят четвертое Два осколка сапфира Экспертиза определила Эти осколки, видимо, от разных камней Оба они принадлежат камням высоких свойств Они отделены от целого камня Путем сильного удара по ним каким-либо тяжелым предметом Пятьдесят пятая Два бриллианта Рубин Два альмандина Два диаманта Экспертиза определила в отношении бриллиантов Первый и второй Оба камня являются настоящими бриллиантами высоких свойств Они, видимо, находились в системе какого-то крупного украшения В отношении альмандинов Этот камень Альмандин высокого качества Он является осколком От более крупного камня И отделен от него при помощи Сильного удара каким-либо Тяжелым предметом Он, видимо, входил в состав Осыпи на каком-либо драгоценном Украшении, имевшем круглую форму Другой альмандин Этот камень Альмандин хороших качеств Он является осколком Еще более крупного камня Отделенного от него При помощи какого-то тяжелого предмета В отношении рубина Этот камень Рубин Средних качеств Он был в какой-то оправе В отношении диамантов Вспомогательная часть Украшения из нитей Туттельберг Показала про диаманты Это из цепочки браслета Ее Величества В цепочке этого браслета Были жемчужинки А между ними Вот такие бусинки Пятьдесят шестое Две золотые цепочки Экспертиза показала Обе цепочки золотые Они являются предохранителями При запирательном механизме браслетов Причем они, видимо, оторваны от них Туттельберг показала Я вижу обрывки от браслетов Таких браслетов С такими цепочками У Ее Величества И у княжон было несколько Такие браслеты были на них На всех В момент отъезда Из Тобольска Теглева и Эрсберг Показали тоже Пятьдесят седьмое Часть золотого предмета Экспертиза определила Принадлежит золотому кольцу От которого она отделена При помощи удара Каким-либо тяжелым предметом Пятьдесят восьмое Золотая пластинка Экспертиза определила Произошла вследствие Отделения ее От какого-либо другого Крупного предмета При помощи Острорежущего орудия Следы коего Она носит сама Пятьдесят девятое Две части золотых украшений Экспертиза определила Обе части золотые Одна из них Скорее всего Является частью Серьги Другая Браслета Шестидесятое Золотое украшение С тремя алмазами Экспертиза определила Ее как вспомогательную Часть крупного украшения Туттельберг показала Эта петля Для сцепления Драгоценных украшений Таких петель Было много У ее величества Шестьдесят первое Топазы Жильяр Гипс Теглева Эрсберг Туттельберг Кобылинский Показали, что Государиня и Княжины Носили ожерелья Из таких Топазов Обвиняемый Якимов Княжны Носили Не помню Которые Именно Кажется Все На шеях Ожерелья Из белых Бус Весьма Похожих На те Которые Я сейчас Вижу Занотти Топазы От ожерелей Такие ожерелья Были у Княжон И у Государыни Эти ожерелья Им были Подарены Распутиным Как попали На рудник Царские Драгоценности Мы Видели, что Императрица Подвергшись В Екатеринбурге На первых же Пора Грубому Обращению Писала В Тобольск И просила Позаботиться О драгоценностях Перед Отъездом Детей Из Тобольска Их зашили В одежды Теглева Показала Мы Взяли Несколько Лифчиков Из толстого Полотна Мы Положили Драгоценности В вату И эту Вату Мы покрыли Двумя Лифчиками А затем Эти лифчики Сшили Таким Образом Драгоценности Были Зашиты Между Двумя Лифчиками А сами Они были С обеих Сторон Покрыты Ватой В двух Парах Лифчиков Были Зашиты Драгоценности Императрицы В одном Из таких Парных Лифчиков Было Весом Четыре С половиной Фунта С лифчиками И ватой В другом Было Столько Же Весу Один Надела На себя Татьяна Николаевна Другой Анастасия Николаевна Здесь Были Зашиты В обоих Парных Лифчиках Бриллианты Изумруды Аметисты Драгоценности Княжон Были Таким Же Образом Зашиты В двойной Лифчик И Его Не знаю Сколько В нем Было Весу Надела На себя Ольга Николаевна Кроме Того Они Под блузки На тело Надели На себя Много Жемчугов Зашили Мы Драгоценности Еще В шляпы Княжон Между Подкладкой И Бархатом Из Драгоценности Этого Рода Я помню Большую Жемчужную Нитку И Брош С Большим Сапфиром И Бриллиантами У Княжон Были Верхние Синие Костюмы Из Шевиота На этих Костюмах Летних В которых Они Поехали Пуговиц Не Было А были Кушаки И На каждом Кушаке По две Пуговицы Вот эти Пуговицы Мы Отпороли И Вместо Пуговиц Вшили Драгоценности Кажется Бриллианты Обернув Их Сначала Ватой А потом Черным Шелком Кроме Того У Жон Были Еще Серые Костюмы Из Английского Трико С Черными Полосками Это Были Осенние Костюмы Которые Они Носили И Летом В Плохую Погоду Мы Отпороли На них Пуговицы И Также Пришили Драгоценности Также Обернув Их Ватой И Черным Шелком Шестьдесят Второе Двадцать Четыре Кусочка Свинца Две Пули От Револьвера Системы Нагана И Одна Стальная Оболочка От Такой же Пули Форма Кусочков Свинца Весьма Характерна Свинец Растапливался В огне И Охлаждаясь Затем Сохранил Неправильную Форму Застывшей Массы Пустая Оболочка От Пули Закопчена Из Него Вытек Свинец Под Действием Огня Шестьдесят Третье Человеческий Палец И два Кусочка Человеческой Кожи Экспертиза Определила Палец Представляет Собой Две Фаланги Ногтевую И Среднюю Вероятнее Всего Это Указательный Палец Второе Этот Палец Принадлежит По всей Вероятности Руке Человека Знакомого С маникюром Имеет Вид Выхоленный Третье Экспертиза Более Склонна Признать Что Этот Палец Женщины Имевшие Тонкие Длинные Пальцы Четвертое Он Отделен По Линии Межфалангового Сустава Края Сустава И кожи Представляются Ровными Поэтому Экспертиза Предполагает Что Палец Скорее Всего Отрезан Каким Либо Ост Режущим Предметом Пятое Палец Принадлежит Взрослому Человеку Средних Лет Шестое Оба Кусочка Кожи Отделены От руки Человека Но От Какой Именно Части Руки И Какой Именно Определить Не Представляется Возможным Шестьдесят Четвертое Труп Собаки Самки Собака Была Найдена 25 Июня 1919 На дне Открытой Шахты Благодаря Были Большие Круглые Глаза Зубы Ее Были Обнажены И Постоянно Виднелись Язык Язык У нее Был Длинный И Висел Изо Рта Не Помню На Какую Сторону Кличка Ее Была Джемми Такие Собачки Очень Маленькие Их Часто Носят На Руках Принадлежала Она Анастасии Николаевне Любили Эту Собачку Они Все В Особенности Императрица Я Сегодня Видел Собачку У Шахты Я Утверждаю Что Эта Собачка Которую Я Видел У Шахты Есть Джемми И Обратил Внимание И На Ее Шерсть И На Форму Глазных Впадин И На Зубы Это Безусловно Она Туттельберг Теглева И Эрсберг Также Опознали Ее Шестьдесят Пятое Осколки Костей Млекопитающего Они Все Сильно Обыщены Разрезаны Разрублены Крушение Власти Адмирала Не Позволило Мне Произвести Научные Исследования Этих Костей Какое Бы Я Желал Однако Врач Белоградский Которому Они Были Предъявлены Мною При Допросе Показал Я Не Исключаю Возможности Принадлежности Всех До Единой Из Этих Костей Человеку Вид Этих Костей Свидетельствует Что Они Рубились И Подвергались Действию Какого-то Агента Все Эти Кости Были Найдены Исключительно Мною Но Их В Действительности Было Найдено Больше Лесничий Редников Показывает Я Категорически Удостоверяю Что Тогда Мы В Костре У Шахты Нашли Несколько Осколков Раздробленных И Обгорелых Костей Это Были Осколки Крупных Костей Крупного Млекопитающего И Как Мне тогда Казалось Осколки Трубчатых Костей Они Были Сильно Обгорелы Много И Других Ценных Вещей Нашел Редников Ошибка Наметкина Имела Для Них Роковое Значение Не Понимали Что Произошло На Руднике И Все Эти Ценнейшие Предметы Выкинули Шестьдесят Шестое Куски Сальных Масс Смешанных Землей Все Эти Предметы Были Найдены В районе Открытой Шахты На Глиняной Площадке В кострах Или Вблизи Их Около Открытой Шахты В траве Заметные Для Глаза Предметы Как Например Палец Труб Джем Многие Кости Были Найдены На Дне Открытой Шахты Где Они В Малом Колодце Были Засыпаны Землей С Глиняной Площадки Рудник Выдал Тайну Ипатьевского Дома Вечером 16 Июля Царская Семья И жившие С ней Люди Были Живы Ранним Утром 17 Июля Под покровом Ночной Тьмы Грузовой Автомобиль Привез их Трупы На Рудник В урочище Четырех Братьев На Глиняной Площадке У открытой Шахты Трупы Обнажили Одежду Грубо Снимали Срывая И Разрезавая Ножами Некоторые Из пуговиц При этом Разрушались Крючки И петли Вытягивались Скрытые Драгоценности Конечно Были Обнаружены Некоторые Из них Падали На Площадку Среди Множества Других Оставались Незамеченными И Втаптывались В верхние Слои Площадки Главная Цель Была Уничтожить Трупы Для Этого Прежде всего Нужно было Разделить Трупы На Части Разрезать Их Это Делалось На Площадке Удары Острорежущих Орудий Разрезая Трупы Разрезали Некоторые Из Драгоценностей Втоптанные В землю Экспертиза Установила Что Некоторые Из Драгоценностей Разрушенные Сильными Ударами Каких-то Твердых Предметов Не Острорежущих Орудий Это Те Именно Которые Были Зашиты Вливчиках Книжон И Разрушенные В самый Момент Убийства Пулями На Их Телах Части Трупов Сжигались В кострах При помощи Бензина И Уничтожались Серной Кислотой Оставшиеся В телах Пули Падали В костры Свинец Вытапливался Растекался По земле И Охлаждаясь Затем Принимал Форму Застывших Капель Пустая Оболочка Пули Оставалась Сжигаемые На простой Земле Трупы Выделяли Сало Стекая Оно Просалило Почву Разорванные Разрезанные Куски Одежды Сжигались В тех же Кострах В некоторых Были Крючки Петли И Пуговицы Они Сохранились В обожженном Виде Некоторые Крючки И петли Обгорев Остались Неразъединенными Нерасстегнутыми Заметив Некоторые Оставшиеся Предметы Преступники Побросали В шахту Пробив В ней Предварительно Лед И засыпали Их Землей Здесь Та же Самая Картина Что И в Ипатьевском Доме Скрыть От Мира Совершенное Зло Так Говорят О Преступлении Самые Лучшие Самые Ценные Свидетели Немые Предметы Послушаем Теперь Что Скажет О нем Лукавый Человеческий Язык Глава 23 Показания Свидетелей И Объяснения Обвиняемых Об убийстве Царской Семьи Дом Попова Где Помещалась Наружная Охрана Находится Против Дома Ипатьева По Вознесенскому Переулку Охрана Занимала Только Верхний Этаж В Нижнем Проживали Частные Лица Живший В Нижнем Этаже Крестьянин Буевит Показал Свидетель Буевит Был допрошен Начальником Екатеринбургского Уголовного Розыска 10 Августа 1918 Года Ночь Ночь 16 На 17 Июля 1918 Года Я Хорошо Восстанавливаю Своей Памяти Потому Что Вообще В эту Ночь Я Не Спал И Помню Что Около 12 Часов Ночи Я Вышел Во двор И Подошел К Навесу Меня Тошнило Я Там Остановился Через Некоторое Время Я Услыхал Глухие Залпы Их Было Около Пятнадцати А затем Отдельные Выстрелы Их Было Три Или Четыре Но Эти Выстрелы Были Не Из Винтовок Произведены Было Это После Двух Часов Ночи Выстрелы Были От Ипатьевского Дома И по Звуку Глухие Как Бы Произведенные В Подваль После Этого Я Быстро Ушел К Себе В Комнату Ибо Боялся Чтобы Меня Не Заметили Сверху Охранники Дома Где Был Заключен Бывший Государь Император Войдя В комнату Мой Сосед По ней Спросил Меня Слышал И ответил Слышал Выстрелы Понял Понял Сказал Я И мы Замолчали Минут Через Двадцать Я услыхал Как Отворились Ворота Загородки Ипатьевского Дома И Тихо Мало Шумя Ушел На улицу Автомобиль Свернув На Вознесенский Проспект Но В каком Направлении Ушел Не Знаю Ночной Сторож Цецегов Показал Свидетель Цецегов Был Допрошен Им же Начальником Екатеринбургского Уголовного Розыска Двадцать Второго Того же Августа Я Ночной Сторож На Вознесенском Проспекте Помню Что В ночь Шестнадцатого На Семнадцатого Июля В три Часа Ночи Часовая Стрелка Была Передвинута Большевиками На два Часа Вперед Я Услыхал Звук Автомобиля За Перегородкой Дома Ипатьева Где Был Заключен Бывший Государь Император Затем Слышал Шум Того же Автомобиля Направляющегося К Главному Проспекту Главный Путь На Коптяки Видеть Автомобиль Мне не Пришлось Так Как Я Боялся Подойти К Ипатьевскому Дому Это Нам Запрещалось Охранник Михаил Иванов Летемин Из Сысерского Завода Екатеринбургского Уезда Портной По профессии Малограмотный Темный Человек В прошлом Судился За покушение На Растление Пошел В охрану Исключительно Из-за Жалования Один Из всей Охраны Жил С семьей На частной Квартире И не Ушел С красными Так Как Не Видел Ничего Худого В том Что Был В охране Его Скоро Обнаружили В Екатеринбурге Выдал Его Спаниель Наследника Джой Им Присвоенные После Убийства Он Показал На Допросе У Сергеева 16 Июля Я Дежурил На Посту Номер Три С Четырех Часов Дня До Восьми Часов Вечера У Калитки Внутри Двора И Помню Что Как Только Я Вышел На Дежурство Бывший Царь И Его Семья Возвращались В прогулки Ничего Особенного Я В этот Раз Не Заметил 17 Июля Я Пришел На Дежурство В Восемь Часов Утра Предварительно Я Зашел В Казарму И Здесь Увидел Мальчика Состоявшего В Услужении При Царской Семье Леонида Седнева Появление Мальчика Меня Очень Удивило Я Спросил По Что Он Здесь Почему Он Здесь Но Это Один Из Товарищей Андрей Стрикотин Которому Я Обратился С вопросом Только Махнул Рукой И Отведя Меня В Сторону Сообщил Мне Что Минувшей Ночью Убитый Царь Царица Вся Их Семья Доктор Повар Лакей И Состоявшая При Царской Семье Женщина По Словам Стрикотина Он В ту же Ночь Находился На Пулеметном Посту В большой Комнате Нижнего Этажа И Видел Как В его Смену А он Должен Был Дежурить С двенадцати Часов Ночи До Четырех Часов Утра Сверху Привели Вниз Царя Царицу Всех Царских Детей Доктора Двоих Служителей И Женщину И Всех Их Доставили В ту Комнату Которая Сообщается С Кладовой Стрикотин Мне Объяснил Что На его Глазах Комендант Юровский Вычитал Бумагу И Сказал Жизнь Ваша Окончено Царь Не Расслышал И Переспросил Юровского А царица И Одна Из Царских Дочерей Перекрестились В это Время Юровский Выстрелил В царя И Убил Его На месте А затем Стали Стрелять Латыши И Разводящий Павел Медведев Из Рассказа Стрикотина Я понял Что Убиты Были Решительно Все Сколько Было Выстрелов Произведено За время Расстрела Не знаю Не спрашивал Нет Припоминаю Что в разговоре Заметил Стрикотину Пуль Ведь много Должно Оставаться В комнате И Стрикотин Мне ответил По что Много Он Служившая У царицы Женщина Закрылась От выстрела Подушкой Подив Подушки Пуль Много Застряла Тот же Стрикотин Между прочим Сказал Мне Что После Царя Был убит Черноватенький Слуга Он стоял В углу И После Выстрела Присел И тут же Умер Других Подробностей Касательно Расстрела Я не знаю Выслушав Рассказ Я сказал Сколько Народа Перестреляли Так ведь Крови на полу Должно быть Очень много На это Мое замечание Кто-то из товарищей Кто именно Не помню Объяснил Что к ним В команду Присылали за людьми И вся кровь Была смыта В этот раз Беседовать Дольше Мне не пришлось Так как Нужно было Идти На караул Отбыв дежурство Я вернулся В казарму И тогда Мне объяснили Что вероятно Нам придется Идти на фронт Я сказал Что на фронт Не пойду Так как Не рядился На это А рядился Только служить В караульной команде При доме При доме Особого назначения Поговорим Поговорим Тогда Трое во дворе Идти на фронт Идти на фронт По обстоятельствам В следующий день 22 февраля С предъявлением Павлу Спиридонову Медведеву Который Уличил его Что он дал Несправедливое Показание О том Что он Не был На охране Ипатьевского Дома И что он Филипп Проскуряков Был до конца Пребывания царя С семьей На охране Этого дома Он Проскуряков Изменил Своё Первоначальное Показание И объяснил Что он Действительно Был на охране Ипатьевского Дома Где находился Царь С семьёю Но ничего По делу Не знает И где Находится Царь И его Семья Ему Неизвестно Жив они Или нет Не знает При Распросе Дали Обо всех Подробностях Пребывания Его на охране В доме Ипатьева Он Проскуряков Ещё уклонился От дачи Каких-либо Существенных Сведений По делу И наконец Подтвердил Лишь Что обстоятельства Что Павел Медведев Вечером Какого числа Не упомнит Незадолго До оставления Большевиками Города Екатеринбурга Приходил В караульное Помещение Где находилась Охрана Дома И в числе Охранников Был он Проскуряков И предупреждал Охрану Что в эту ночь Будут выстрелы Чтобы они Не тревожились И были В то же время Наготове На всякий случай Причём Сказал Что в эту ночь Будет Расстрел Семьи Что происходило В эту ночь Он Проскуряков Не знает Так как После прихода Медведева Лёг спать На печь В караульном Помещении И проспал Всю ночь Утром Слышал От красноармейца Андрея Старкова Что семью Увезли Из дома При последующем Расспросе Проскуряков Ещё Изменил Своё Показание В последней Части И объяснил Что слышал От красноармейцев Бывших На охране Дома Что царя Николая Второго И его Семью Расстреляли И увезли Куда-то На автомобиле При этом Проскуряков Объяснил Что сам Он Николая Второго И его Семью Тогда не видел Действительно Ли они Расстреляны И вывезены Не знает Трупов Он их Не выносил И кровь Замывать В комнате Расстрела В числе Других Лиц Не ходил Наряжал Ли медведев Охрану Выносить Трупы И замывать Кровь В комнате Расстрела Не слыхал Наконец На спрос Мой Агент Уголовного Розыска 28 февраля Он Проскуряков Подтверждая Свои прежние Показания В отношении Того Что он Ничего По данному Делу Не знает И что Были ли Расстреляны В ночь На 17 Июля Нового Стиля Царь Николай Второй Его Семья Ему Неизвестно Добавил Что в то Время Когда Было Это Происшествие Он Проскуряков Вместе С красноармейцем Егором Столовым Бывшим На охране Патьевского Дома Были Посажены Разводящим Павлом Медведевым В баню При караульном Помещении Где Сидели Два дня Под арестом За то Что напились Пьяны А потому Он Проскуряков И не знает Что происходило В ту ночь В доме И патьево Где Где Находился Царь И его Семья Проскуряков Объяснил У меня На допросе Убийство Их Произошло В ночь Со вторника На среду Числа Я не помню Я помню Что в понедельник Мы получили Жалование Значит Это было Пятнадцатого Числа В июле Месяц И считая По новому Стилю Нам Жалование Платили Два раза В месяц Первого Числа И пятнадцатого Каждого Месяца На другой День После получки Жалования Значит Во вторник Шестнадцатого Июля До десяти Часов Утра Я стоял На посту У будки Около Вознесенского Проспекта И Вознесенского Переулка Егор Столов С которым Я Вместе Жил В одной Комнате Стоял Тогда В эти же Часы В нижних Комнатах Дома Кончив Дежурство Мы со Столовым Пошли Попьянствовать Напились Мы со Столовым Динатурату И под Вечер Пришли Домой Так Как Нам Представило Дежурить С пяти Часов Медведев Увидел Что мы Пьяные И посадил Нас Под арест В баню Находившуюся Во дворе Дома Попова Мы Там И уснули Спали Мы До трех Часов Ночи По Солнечному Времени Один Час В три Часа Ночи К нам Пришел Медведев Разбудил Нас И Сказал Нам Вставайте Пойдемте Мы Спросили Его Куда Он Нам Ответил Зовут Идите Я Потому Вам Говорю Что Было Это В три Часа Что У Столового Были При Себе Часы И он Тогда Смотрел На них Было Именно Три Часа Мы Встали И Пошли За Медведевым Привел Он Нас В Нижние Комнаты Дома Ипатьева Там Были Все Рабочие Охранники Кроме Стоявших Тогда На Постах В Комнатах Стоял Как Бы Туман От Порохового Дыма И пахло Порохом В Задней Комнате С Решеткой В Окне Которая Рядом С Кладовой В Стенах И Полу Были Удары Пуль Пуль Особенно Было Много Не Самых Пуль А Отверстия От Них В Одной Стене Той Самой Которая Изображена На Предъявленной Мне Вами Фотографической Карточке Но Были Следы Пули В Других Стенах Штыковых Ударов Нигде В стенах Комнаты Не Было Там Где В стенах И Полу Были Пулевые Отверстия Вокруг Них Была Кровь На Стенах Она Была Брызгами И Пятнами На Полу Маленькими Лужицами Были Капли Лужицы Крови И во Всех Других Комнатах Через Которые Нужно Было Проходить Во Двор Дома Ипатьева Из Этой Комнаты Где Были Следы От Пуль Были Такие Же Следы Крови И Во Дворе К Воротам На Камнях Ясное Дело В Этой Минокомнате С Решеткой Незадолго До Нашего Со Столовым Прихода Расстреляли Много Людей Увидев Все Это Я Стал Спрашивать Медведева И Андрея Стрекотина Что Произошло Они Мне Сказали Что Только Что Расстреляли Всю Царскую Семью И Всех Бывших При ней Лиц Кроме Мальчика Стали Мы Все Мыть Полы Чтобы Уничтожить Следы Крови В Одной Из Комнат Было Уже Штуки Четыре Пять Метел Кто Их Именно Принес Я Не знаю Думаю Принесли Их Со Двора По Приказанию Медведева Кранидов Принес Из-под Сарая Со Двора Опилок Все Мы Мыли Холодной Водой Засыпали Опилками Полы Замывали Кровь Кровь На стенах Где Был Расстрел Мы Смывали Мокрыми Тряпками В Этой Уборке Принимали Участие Все Рабочие Кроме Постовых И В Той Именно Комнате Где Была Побита Царская Семья Уборку Производили Многие Помню я Что Работали Тут Человека Два Латышей Сам Медведев Отец И сын Смородяковы Столов Убирал В этой Комнате И я Ну Были Еще И Другие Которых Я Забыл Таким же Никого Кроме Нескольких Латышей Медведева И Наших И Злоказовских Рабочих Не Было Юровского При Этому Не Было Никулин же Как Говорил Тогда Медведев Был В В Верхних Комнатах Куда Дверь Из Нижних Комнат Была Заперта Со Стороны Верхних Комнат Золотых Вещей Или Каких Либо Драгоценностей Снятых Субитых В Андрей Стрекотин Стоял У Пулемета В Нижних Комнатах Это Я Очень Хорошо Помню Он Все Обязательно Видел Спрашивали Я и Столов Также Медведева Оба Они Со Стрекотиным Говорили Согласно И Рассказали Следующее Вечером Юровский Сказал Медведеву Что Царская Семья Ночью Будет Расстреляна И Приказал Предупредить Об этом Рабочих И Отобрать Пашка Медведев Приказание Юровского В точности Исполнил Револьверы Отобрал Передал Их Юровскому А команду Предупредил О расстреле Царской Семьи Часов В Одиннадцать Вечера В Девенадцать Часов Ночи Юровский Стал Будить Царскую Семью Потребовав Чтобы Они Все Оделись И Сошли В Нижние Комнаты По словам Медведева Юровский Будто Бы Такие Объяснения Привел Царской Семье Ночь Будет Опасна То есть Как я понимаю Он им сказал Что в верхнем Этаже Будет Находиться Опасно На случай Может быть Стрельбы На улицах И поэтому Потребовал Чтобы Они Все Сошли Вниз Они Требования Юровского Исполнили И Сошли Все Вниз Здесь Были Сам Государь Государыня Наследник Все Четыре Дочери Доктор Лакей Горничная Повар Мальчика Же Юровский Суток Кажется За Полтора Приказал Увести В помещение Нашей Комнаты Где Я Его Видел До Убийства Сам Всех Их Привели В ту Самую Комнату Где В стенах И в полу Было Много Следов Пуль Встали Не все В два Ряда И Немного Углом Вдоль Не одной А двух Стен Сам Юровский Стал читать Им Какую-то Бумагу Государь Не дослушал И спросил Юровского Что А он По словам Пашки Поднял Руку С револьвером И ответил Государю Показывай ему Револьвер Вот что Пашка Сам Не рассказывал Что он Выпустил Пули Две-три В государя И в других Лиц Кого они Расстреливали Показываю Сущую Правду Ничего Вовсе Он мне Не говорил Что он Будто Бы сам Не стрелял А выходил Слушать Выстрелы Наружу Это он Врет Когда Их Всех Расстреляли Андрей Стрекотин Как он Мне это Сам Говорил Снял С них Все Драгоценности Их Тут же Отобрал Юровский И унес Наверх После этого Их Всех Навалили На грузовой Автомобиль Кажется Один И куда-то Увезли Шофером Был на этом Автомобиле Рабочий Из Локазовской Фабрики Люханов Об этом Я вам Передаю Со слов Медведева Этого Тогда Не знал Должно Быть И сам Медведев Потому Что Обставил Это Дело Юровский Тайной Охранник Анатолий Александрович Якимов Родом Из Юговского Завода Пермского Уезда По Профессии Токарь Работал На Мотовилихинском Заводе Ушел На войну Добровольцем После Переворота 1917 Года Он Член Полкового Комитета В 494 Верейском Полку После Развала Фронта Приехал На Родину И поступил На Фабрику Злоказовых В Екатеринбурге В охрану Пошел Из-за Легкой Работы И хорошего Жалования По Натуре Неуравновешенный Протестант Мечтал О Лучшей Жизни И считал Царя Врагом Народа Осуждал Большевистский Террор Но До Конца Оставался В И занимал Начальнический Пост Разводящего Ушел Вместе С Красными При Оставлении Екатеринбурга Но Когда Они Оставили И Пермь Не пошел За ними И в рядах Армии Адмирала Дрался С ними Здесь Его Отыскал И задержал Агент Алексеев Екатеринбург Якимов Объяснил Агентеринбург Пост Пост Номер Пост Номер Четыре Я сдал Дежурство Константином Добрыниным Сдав Дежурство Я ушел В свою Казарму Помню Что я Пил Чай А потом Лег Спать Лег Я Должно Быть Часов В Одиннадцать Часа Должно Быть В четыре Утра Когда Уже Было Светло Я Проснулся От Слов Клещева Проснулись И спавшие Со мной Романов И Осокин Он Говорил Взволнованно Ребята Вставайте Новость Скажу Идите В ту Комнату Мы Встали И пошли В соседнюю Комнату Где Было Больше Народа Почему Нас Извал Туда Клещев Когда Мы Собрались Все Клещев Сказал Сегодня Расстреляли Царя Все Мы Стали Спрашивать Как Это Произошло И Клещев Дерябин Лесников И Брусьянин Рассказали Нам Следующее Главным Образом Рассказывали Клещев С Дерябином Взаимно Пополняя Слова Друг Друга Говорили Лесников С Брусьянином Что Видели Сами Рассказ Сводился К Следующему В Два Часа Ночи К ним На посты Приходили Медведев С Добрыниным И Предупреждали Их Что им В эту Ночь Придется Стоять Дольше Двух Часов Ночи Потому Что В эту Ночь Будут Расстреливать Царя Получив Такое Предупреждение Клещев И Дерябин Подошли К окнам Клещев К окну Прихожей Нижнего Этажа Которая Изображена На чертеже У вас Цифрой Один А окно Вне Обращенная В сад Как раз Находится Против Двери Из Прихожей В комнату Где Произошло Убийство То есть В комнату Обозначена На чертеже Цифрой Два Дерябин К окну Которое Имеется В этой Комнате И Выходит На Вознесенский Переулок В скором Времени Это Было Все По их Словам В первом Часу Ночи Считая По старому Времени Или В третьем Часу По новому Времени Которое Большевики Перевели Тогда На два Часа Вперед В нижние Комнаты Вошли Люди И шли В комнату Обозначенную На чертеже Нижнего Этажа Цифрой Один Это шествие Наблюдал Именно Клещев Так как Ему Из сада Через окно Это было Видно Шли они Все Безусловно Со двора Через Дверь Синей Обозначенных На чертеже Цифрой Двенадцать А далее Через комнаты Обозначенные Цифрами Восемь Шесть Четыре Один В комнату Обозначенную Цифрой Два Впереди Шли Юровский И Никулин За ними Шли Государь Государыня И дочери Ольга Татьяна Мария Анастасия А также Боткин Демидова Труп И повар Харитонов Наследника Нес на руках Сам Государь Сзади За ними Шли Медведев И Латыши То есть Те Десять Человек Которые Жили В нижних Комнатах И которые Были Выписаны Юровским Из Чрезвычайки Из Из Них Двое Были С Винтовками Когда Они Были Введены В Комнату Обозначенную Цифрой Два Они Разместились Так Посредине Комнаты Стоял Царь Рядом С ним На стуле Сидел Наследник По правую Руку От Царя А Справа От Наследника Стоял Доктор Боткин Все Трое То есть Царь Наследник И Боткин Были Лицом К двери Из Этой Комнаты Обозначенной Цифрой Два В Комнату Обозначенную Цифрой Один Сзади Них У стены Которая Отделяет Комнату Обозначенную Цифрой Два От Комнаты Обозначенной Цифрой Три В Этой Комнате Обозначенной Цифрой Три Дверь Была Опечатана И Заперта Там Хранились Какие-то Вещи Стали Царица С Дочерьми Я вижу Предъявленный Вами Фотографический Снимок Этой Комнаты Где Произошло Убийство Их Царица С Дочерьми Стояла Между Аркой И Дверью В Опечатанную Комнату Как раз Вот тут Где Как видно Снимки Стена Исковырена В Одну Сторну От Царицы С Дочерьми Встали В углу Повар С Лакеем А в Другую Сторну От Них Также А в какую именно Сторону В правую Или в левую Встали Повар С Лакеем И в какую Встала Демидова Не знаю В комнате Вправо От входа В нее Находился Юровский Слева От него Как раз Против Двери Из этой Комнаты Где Произошло Убийство В прихожую Обозначенную Цифрой Один Стоял Никулин Рядом С ним В комнате Стояла Часть Латышей Латыши Находились И В самой Двери Сзади Них Стоял Медведев Такое Расположение Названных Лиц Я описываю Со слов Клещева И Дерябина Они Пополняли Друг Друг Клещеву Не было Видно Юровского Дерябин Видел Через Окно Что Юровский Что-то Говорил Маша Рукой Он Видел Вероятно Часть Фигуры А Главным Образом Руку Юровского Что Именно Говорил Юровский Дерябин Не мог Передать Он Говорил Что Ему Не слышно Было Его Слов Клещев же Положительно Утверждал Что Слова Юровского Он Слышал Он Говорил Я Хорошо Помню Что Юровский Так Сказал Царю Николай Александрович Ваши Родственники Старались Вас Спасти Но Этого Им Не Пришлось И Мы Принуждены Вас Сами Расстрелять Тут же В ту же Минуту За словами Стреляли Исключительно Из Револьверов Ни Клещев Ни Дерябин Как я Помню Не Говорили Чтобы Стрелял Юровский То Есть Они Про Него Не Говорили Совсем Стрелял Он Или Нет Им Как Мне Думается Этого Не Видно Было Судя По Положению Юровского В Комнате Никулин Им Хорошо Был Виден Они Оба Говорили Что Он Стрелял Кроме Никулина Стреляли Некоторые Из Латышей Стрельба Как я Уже Сказал Происходила Исключительно Из Револьверов Из Винтовок Никто Не Стрелял Вслед За Первыми Выстрелами Раздался Как Они Говорили Женский Виск Крик Нескольких Женских Голосов Расстреливаемые Стали Падать Один За Другим Первым Пал Как Они Говорили Царь За ним Наследник Демидова Же Вероятно Металась Она Как Они Оба Говорили Закрывалась Подушкой Была Ли Она Ранена Или Нет Пулями Но Только По Их Словам Она Была Приколота Штыками Одним Или Двумя Русскими Из Чрезвычайки Когда Все Они Лежали Их Стали Осматривать И Некоторых Из Них Достреливали И Докалывали Но Из Лиц Царской Семьи Я Помню Они Называли Только Одну Анастасию Как Приколотую Штыками Кто-то Принес Надо Думать Из Верхних Комнат Несколько Простынь Убитых Стали Завертывать В эти Простыни И Выносить Во двор Через Те же Комнаты Через Которые Их Вели И на Казнь Со Двора Их Выносили В автомобиль Стоявший За воротами Дома В пространстве Между Фасадом Дома Где Парадное Крыльцо Верхний Этаж И Наружным Забором Здесь Обычные Стояли Автомобили Это Уже Видели Лесников С Брусьянином Всех Их Перенесли В грузовой Автомобиль И сложили Всех В один Из Кладовой Было Взято Сукно Его Разложили В автомобиль На него Положили Трупы И Сверху Их Закрыли Этим же Сукном Кто-то Ходил За Сукном В Кладовую Но Кто Не Было Разговора Ведь Не Было Же У нас Допроса Как Сейчас Кабы Я Знал Раньше Мог бы Спросить Шофером На этом Автомобиле Был Сергей Люханов Именно Его Называли Брусьянин Или Лесников Автомобиль С Трупами Люханов Повел В ворота Которые Выходили На Вознесенский Переулок И Далее Вниз По Вознесенскому Переулку Мимо Дома Попова Когда Трупы Уже Были Унесены Из Дома Тогда Двое Златышей Молодой В очках И Другой Молодой Лет Двадцати Двух Блондин Стали Метелками Заметать Кровь И Смывать Ее Водой При Помощи Опилок Говорили Клещев С Дерябином Что Кровь С Запилками Куда-то Выкидывалось Еще Кто Принимал Участие В уборке Крови Я положительно Не знаю Из Рассказов Их Выходило Так Что Постовых Для этого Дела Не трогали Все Они Продолжали Стоять На своих Постах Пока Их Не сменили Рассказы Клещева Дерябина Брусьянина И Лесникова Были Столь Похожи На правду И Сами Они Были Так Всем Виденным Ими Поражены И Потрясены Что И Те Несомнения Ни У Кого Не Было Кто И Слушал Что Они Говорят Правду Особенно Был Расстроен Этим Дерябин А Также И Брусьянин Дерябин Прямо Ругался За Такое Дело И Называл Убийц Мясниками Он Говорил Про Них С Отвращением Брусьянин Не Мог Вынести Этой Картины Когда Рассказ Об убийстве Царя И Его Семьи На Меня Подействовал Сильно Я Сидел И Трясся Спать Уже Не Ложился А Часов В 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 Сестре Капитолине У Меня Были Хорошие Отношения С ней Я Пошел К ней Чтобы Поделиться С ней Мыслями Мне На душе Было Страшно Тяжело Потому К ней Пошел Я Чтобы Поговорить С Близким Человеком Я Был У Сестры Часа Два И Приблизительно В Десять Утра Я Пришел Опять В Дом Попова Не Помню Как У Меня Протекло На Старкова Я Расставил Тогда Охрану На все Посты Кроме Поста Номер Семь Старков Мне Сказал Что На Этот Пост Уже Теперь Не Надо Ставить Караула Под Окнами Дома Карауль Очевидно После Ухода С Этого Поста Дерябина И Не Ставился Туда Я Так Тогда Понял Старкова Оба Мы Понимали Почему Уже Не Нужно Ставить В Комендантскую Там Я Застал Никулина И Двоих Из Латышей Нерусских Там же Было Медведев Были Все Они Невеселые Озабоченные Подавленные Никто Из них Не Произносил Ни Одного Слова На Столе Комендантской Лежало Много Разных Драгоценностей Были Тут И Камни И Серьги И Булавки С Камнями И Бусы Много Было Украшений Частью Они Лежали В Шкатулочках Шкатулочки Были Все Открыты Двери С Прихожей В Комнаты Где Жила Царская Семья По Прежнему Была Закрыта Но В Комнатах Никого Не Было Это Было Ясно Оттуда Не Раздалось Ни Одного Звука Раньше Когда Там Жила Царская Семья Всегда Слышалось В Комнатах Жизнь Голоса Шаги В Это Же Время Там Никакой Жизни Не Было Стояла Только В Прихожей У Самой Двери В Комнаты Где Жила Царская Семья Их Собачка И Ждала Когда Ее Впустят В Эти Комнаты Хорошо Помню Я Еще Подумал Тогда Напрасно Ты Ждешь Вот Еще Что Я Тогда Заметил До Убийства В Комендантской Стояли Кровать И Диван В Этот Же День То Есть В Два Часа Дня Семнадцатого Июля Когда Я Пришел В Комендантскую Там Еще Стояло Две Кровати На Одной Из Них Лежал Латыш Потом Медведев Как-то Сказал Нам Что Латыши Больше Не Идут Жить В Комнату Где Произошло Убийство В Которое Раньше Они Жили Очевидно Тогда Две Кровати Были Перенесены В Комендантскую Виноват Насколько Могу Припомнить Медведев Говорил Что Латыши Все Десять Человек Совсем Не Идут Больше Жить Вниз Дома И Как Я Тогда Понял Его Они Тогда Уже Ушли Опять В Чрезвычайку Кроме Тех Двоих Которые Вероятно Остались Еще В Комендантской Но Видел И Этих В Доме Я Только Один Раз В Этот Именно День 17 Июля Больше Жен Этих Двоих Ни Всех Остальных Я Не Видел Ни Одного Раза С Двух Часов Дня 17 Июля Я Дежурил До Десяти Часов Вечера Юровского Я Не Видел В Этот День В Доме Вовсе Я Не Думаю Чтобы Он Мог Быть В Доме Я Думаю Что Его Совсем Не Было В Этот День В Доме По Крайней Мере С Двух Часов Дня До Десяти Часов Вечера Его Там Не Было Вывоза Вещей Из Дома 17 Июля Также Не Было Не Знаю Шла ли Разборка И Укладка Вещей В Этот День 17 Июля Медведев Сказал Нам Что Нас Всех Охранников Отправят На Фронт Поэтому 18 Июля Я С Утра Отправился На Злоказовскую Фабрику Получить Там Некоторые Денежные Суммы Причитавшиеся Нам За Прежнее Время И Вещи К Двум Часам Дня Я Был Опять В Команде И В Два Часа Встал На Дежурство В Этот День 18 Июля Вывозились Вещи Из Ипатьевского Дома Я Один Раз Сам Видел Как В Легковой Автомобиль Выносились Какие-то Сундуки И Ящики Автомобиль С этими Вещами Ушел Куда-то Шофером На нем Был Люханов А В Автомобиле Вывозил Вещи Сам Белобородов Ценности Жи Бывшие В Комендантской В Этот День 18 Июля Так И Лежали Там же И В Таком же Виде Юровского В этот День 18 Июля Я Не Видел В Доме Это Я Хорошо Помню Кажется Я Видел Его Часов Шесть Вечера 19 Июля Юровский Приблизительно С утра Был В Доме Ипатьева В Этот День Также Возились Вещи Из Дома Но Память Мне Решительно Ничего Об Этому Не Сохранила Куда Девался Мальчик Из Нашей Рассказать Следующее Я Видел Мальчика Этого Издали В Один Из Последующих Дней После Убийства Он Сидел В Той Комнате Где Обедали Сысердские Рабочие И Горько Плакал Так Что Его Рыдания Были Слышны Мне Издали Я Сам К Нему Не Подходил И Ни О Чем С Нем Не Разговаривал Мне Не Помню Кто Именно Я Не Помню Когда Именно Это Было Семнадцатого Же Июля Я Не Успокоившись После Такого Злого Дела Не Утерпел И Пришел К Медведеву В Его Комнату Это Было После Двух Часов Дня То Есть После Начатия Дежурства Я Его Стал Расспрашивать Про Убийство Медведев Рассказал Мне Что В Первом Часу Ночи Сам Юровский Разбудил Царскую Семью И Сказал При этом Царю На Дом Готовится Нападение Я Вас Должен Перевести В Нижние Комнаты Тогда Они Пошли Все Вниз На Мой Вопрос Кто Именно Стрелял Медведев Мне Ответил Что Стреляли Латыши Больше Я Его Поэтому Именно Вопрос Он Не Спрашивал Когда Его Стал Спрашивать Куда Же Дели Трупы Он Не Подтвердил Что Трупы На Автомобиле Увез Юровский С Латышами И Люхановым За Верх И Сецкий Завод И Там В Лесистой Местности Около Болота Трупы Были Зарыты Все В Одну Яму Как Он Говорил Заранее Приготовленную Я Помню Он Говорил Что Автомобиль Вязнул И С Трудом Дошел До Приготовленной Могилы Охранник Павел Спиридонов Медведев Родом Из Сысерского Завода По Профессии Сапожник Работал Также И На Земле Учился В Местной Сельской Школе Но Курса Не Кончил Малограмотный В 1914 Году Был Мобилизован Но Сумел Освободиться От Военной Службы Поступив На Завод Работавший Тогда На Оборону Еще В Апреле Месяца 1917 Года Вступил В Партию Большевиков В Сысерте И В Течение Трех Месяцев Вносил Установленную Плату В Кассу Партии После Большевистского Переворота С первых же дней Состоял В Большевистском Отряде И Ходил Воевать С Атаманом Дутовым Возвратившись С фронта В Апреле Месяца 1918 Года Поступил В состав Охраны При Доме Ипатьево И до самого Последнего Времени Занимал Исключительное Положение Среди Других Рабочих Этой Охраны Он Был Вовсе Не Разводящим Как Именует Его Михаил Литемин А был Начальником Все Охраны Он Сыграл Некоторую Роль В Удалении Авдеева Из Дома Ипатьева Выступив В роли Доносчика На него Чекисту Юровскому За те Послабления Которые Авдеев Делал Во вторую Половину Своей Службы Царской Семье За это Он Сделался Правой Рукой Юровского И Пользовался Его Исключительным Доверием Конечно Медведев Ушел С Красными Из Екатеринбурга Он Был В Перми Когда Ее Брала Армия Адмирала Там Самим Комиссаром Голощокиным Ему Было Дано Ответственное Поручение Взорвать Мост Через Каму После Оставления Города Большевиками Взрыв Не удался По техническим Причинам Медведев Был Задержан И Отыскан Алексеевым Он Объяснил При допросе У него 16 Июля 1918 Года По Новому Стилю Под вечер Часов Семь Юровский Приказал Ему Медведеву Собрать У всех Караульных Стоящих На постах При охране Дома Револьверы Револьверов У охраны Дома Было Всего 12 Штук Все Они Были Системой Нагана Собрав Револьверы Он Доставил Коменданту Юровскому В канцелярию При доме И положил На стол Еще Утром В этот День Юровский Распорядился Увести Мальчика Племянника Официанта Из дома И поместил В караульном Помещении При соседнем Доме Попова Для чего Все это делалось Юровский Ему не говорил Но вскоре После того Как он Доставил Юровскому Револьверы Последний Ему Сказал Сегодня Медведев Мы будем Расстреливать Семейство Все И велел Предупредить Команду Караула О том Что если Команда Услышит Выстрелы То не Тревожилось Бы Предупредить Об этом Команду Он предложил Часов В десять Вечера В указанное Время Он Медведев Команду Предупредил Об этом А затем Снова Находился При доме Часов В двенадцать Ночи Комендант Юровский Начал Будить Царскую Семью Сам Николай Второй Все Семейство Его А также Докторы Прислуг Встали Оделись Умылись И Приблизительно Через час Времени Все Одиннадцать Человек Вышли Из своих Комнат Все Они На вид Были Спокойные И Как будто Никакой Опасности Не Ожидали Из Верхнего Этажа Дома Они Спустились Из Ограды Дома Сам Николай Второй На руках Вынес Сына Алексея Спустившись Вниз Они Вошли В комнату Находящуюся В конце Корпуса Дома Некоторые Имели С собой По подушке А горничная Несла Две Подушки Затем Комендант Юровский Приказал Принести Стулья Принесли Три Стула К этому Времени В дом Особого Назначения Уже Прибыли Два Члена Чрезвычайной Следственной Комиссии Один Из них Как он Узнал Впоследствии Был Ермаков Как звать Его Не знает Родом Из Верхоседского Завода И другой Ему Совсем Неизвестный Комендант Юровский Его Помощник И эти Два Лица Спустились В нижний Этаж Где Уже Находилась Царская Семья Из Числа Охраны Находились Внизу В той Комнате Где Была Царская Остальные Три Латыша Были Тоже Внизу Ну В особой Комнате Револьверы Были Розданы Юровским Уже По рукам И находились У семи Латышей Бывших Комнате Двух Членов Следственной Комиссии Самого Юровского И его Помощника Всего Было Роздано По рукам Одиннадцать Револьверов А один Револьвер Юровский Разрешил Взять Обратно Ему Медведеву Кроме Того Таким Образом В комнате Внизу Собралось Всего Двадцать Два Человека Одиннадцать Подлежащих Расстрелу И Одиннадцать Человек С оружием Которых Он Всех Назвал На стульях В комнате Сели Супруга Николая Второго Сам Николай Второй И сын Его Алексей Остальные Стояли На ногах Около Стены Причем Все время Были Спокойны Юровский И спустя Несколько Минут Вышел К нему Медведеву В соседнюю Комнату И сказал Ему Сходи Медведев Посмотри На улице Нет ли Посторонних Людей И послушай Выстрелы Слышно Будет Или Нет Он Медведев Вышел За Ограду И Тотчас По выходе Услыхал Выстрелы Из Огнестрельного Оружия И пошел Обратно В дом Сказать Юровскому Что Выстрелы Слышно Когда Вошел В комнату Где находилась Царская Семья То Они Все Уже Были Расстреляны И лежали На полу В разных Положениях Около Них Была Масса Крови Причем Кровь Была Густая Печенками Все За Исключением Сына Царя Алексея Были По-видиму Уже Мертвы Алексей Еще Стонал Юровский Еще Раза Два Или Три При Нем Медведеве Выстрелил В Алексея Из Нагана И Тогда Он Стонать Перестал Вид Убитых Настолько Повлиял На Него Медведева Что Его Начало Тошнить И Он Вышел Из Комнаты Затем Юровский Тогда Приказал Ему Бежать В Команду И Сказать Чтобы Команда Не Волновалась Если Слышала Выстрелы А Навстречу Ему Попали Бегущие Из Команды Разводящие Иван Старков И Константин Добрынин Последние Встретя С ним Еще На Улице У Дома Спросили Его Что Лично Ли Застрелили Николая Второго Вместо Его Чтобы Другого Не Застрелили То Тебе Отвечать Придется Ты Принимал Его На Это Он Им Ответил Что Хорошо Лично Видел Что Они Застрелены То Есть Николай Второй Его Семья И Предложил Им Идти В Команду И Успокоить Чтобы Не Волновалась Охрана Видел Он Медведев Что Таким Образом Расстреляны Были Бывший Император Николай Второй Супруга Его Александра Федоровна Сын Алексей Дочери Татьяна Анастасия Ольга Ксения Алексеев Записывал Объяснение Медведева С буквальной Точностью Доктор Боткин И Прислуга Повар Официант Горничная У каждого Было По Несколько Огнестрельных Ран В разных Местах Тела Лица У всех Были Залиты Кровью Одежда У всех Также Была В крови Покой Покойные Видимо Ничего До самого Момента Расстрела О грозящей Им опасности Не знали Сам он Медведев Участия В расстреле Не принимал Когда он Медведев Вернулся К Юровскому В комнату То Юровский Приказал Ему Привезти Несколько Человек Из охраны И Перенести Тела Убитых На Автомобиль Он Созвал Больше Десяти Человек Из караульных А Кого Именно Теперь Не Упомнят Сделали Носилки Из Двух Оглобель Саней Стоящих Во дворе Под сараем К ним Привязали Веревку Простыню И Таким Образом Перенесли Все Трупы На Автомобиль Со Всех Членов Царской Семьи У кого Были На Руках Сняли Когда Они Были Еще В Комнате Кольца Браслеты И Двое Золотых Часов Вещи Эти Тут же Передали Коменданту Юровскому Сколько Было Снято С умерших Колец И Браслетов Он Не Знает Все Одиннадцать Трупов Тогда же Увезли Со Двора На Автомобиле Автомобиль С трупами Был Особый Грузовик Который Был Доставлен Во двор Под вечер На Автомобиле С трупами Уехали Два Члена Следственной Комиссии Один Из Коих Был Ермаков А Другой Выше Описанных Примет Ему Неизвестный Шофер На Автомобиле Был Кажется Люханов По Фамилии Человек Он Среднего Роста Коренастый На Вид Более Тридцати Лет Лицо Бугревастое Угреватое Трупы Убитых Были Положены На Автомобиль На Серое Солдатское Сукно И Сверху Прикрытый Тем Же Сукном Сукно Было Взято В том Же Помещении Дома Где Оно Хранилось Куском Куда Были Увезены Трупы Он Медведев Достоверно Не знает И Никого Об этом Тогда Не Расспрашивал После Увоза Трупов Из Дома Комендант Юровский Приказал Позвать Команду И Вымыть Пол В комнате Где Был Произведен Расстрел А Также Замыть Кровь В Ваграде На Парадном Крыльце Двора И Где Стоял Автомобиль Что И Было И 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 Когда Все Это Было Сделано Юровский Ушел Из Двора В Канцелярию При Доме А Он Медведев Удалился В Дом Попова Где Было Помещение Для Караульных И До Утра Из Помещения Не Выходил Караулы же При Доме Оставались На Своих Местах И Не Снимались До Двадцатого Июля Несмотря На То Что В Доме Уже Никого Не Было И Показать Вид Что Царская Семья Жива Семнадцатого Июля Он Медведев Вошел В Дом И Придя В Верхний Этаж Нашел Доме Большой Беспорядок Вещи Царские Все Были Перерыты И Разбросаны В Разных Местах А Разные Золотые Серебряные Вещи Кольца Браслеты И Другое Лежали В Канцелярии На Столах Вещей Золотых И Серебряных Было Очень Много Завалены Все Столы В Канцелярии Коменданта Юровского Не Было Обходя По Комнатам Он Медведев Подошел К Одному Столу Где Лежала Книжка Закон Божий Взял Эту Книгу В руки И Увидел Под Ней Деньги Шестьдесят Рублей Десяти Рублевыми Кредитными Билетами Деньги Эти Он Взял Себе Не Объяснив Никому Тогда же Он Взял Валявшиеся На полу Три Серебряные Кольца На Коих Написаны Какие-то Молитвы Несколько Носовых Платков И Кроме Того Ему Дал Бывший Помощник Коменданта Мошкин Носки Мужские Одну Пару И Женскую Рубашку Больше Никаких Вещей Он Не Брал На Другой же Мария Данилова И Он Передал Ей Упомянутые Вещи И Сам Уехал Вместе С Нею Домой Комендант Юровский Дал Ему Тогда 8 Тысяч Рублей Для Раздачи Семьям Лиц Бывших В Охране Вернулся В город Екатеринбург 21 Июля Охрана При Доме Тогда Уже Была Снята На Допросе У Сергеева Медведев Объяснил Вечером 16 Июля Я Вступил На Дежурство И Комендант Юровский Часу В Восьмом Вечера Приказал Мне Отобрать В команде И Принести Ему Все Револьверы Системы Нагана У Стоявших На Посту И У Некоторых Других Я Отобрал Револьверы Всего 12 Штук И Принес В Канцелярию Коменданта Тогда Юровский Объявил Мне Сегодня Придется Всех Расстрелять Предупреди Команду Чтобы Не Тревожились Если Услышат Выстрелы Я Догадался Что Юровский Говорит О Расстреле Всей Царской Семьи И Живших При ней Доктора И Слуг Но Не Спросил Когда И Кем Постановлено Решение О Расстреле Должен Вам Сказать Что Находившийся В доме Мальчик Поваренок С утра По распоряжению Юровского Был переведен В помещение Караульной Команды Дом Попова В нижнем Этаже Дома Ипатьева Находились Латыши Из Латышской Коммуны Поселившиеся Тут После Вступления Юровского В должность Коменданта Было их Человек Десять Никого Из них Я по именам И фамилиям Не знаю Часов В десять Вечера Я предупредил Команду Согласно Распоряжению Юровского Чтобы они Не беспокоились Если услышат Выстрелы О том Что предстоит Расстрел Царской Семьи Я сказал Ивану Старкову Кто Именно Из состава Команды Находился Тогда на Постах Я положительно Не помню И назвать Не могу Не могу Также припомнить У кого я Отобрал Револьвер Часов В девяносто Ночи Юровский Разбудил Царскую Семью Объявил Ли он Им Для чего Он их Беспокоит И куда Они должны Пойти Не знаю Утверждаю Что в комнаты Где находилась Царская Семья Заходил Именно Юровский Ни мне Ни Константину Добрынину Поручения Разбудить Спавших Юровский Не давал Приблизительно Через час Вся Царская Семья Доктор Служанка И двое Слуг Встали Умылись И оделись Еще прежде Чем Юровский Пошел Будить Царскую Семью В дом Ипатьева Приехали Из чрезвычайной Комиссии Два Члена Один Как оказалось Впоследствии Петр Ермаков А другой Неизвестный Мне По имени И фамилии Часу Во втором Ночи Вышли Из своих Комнат Царь Царица Четыре Царские Дочери Служанка Доктор Повар И лакей Наследника Царь Нес на руках Государь Наследник Были одеты В гимнастерке На головах Фуражки Государыни И дочери Были В платьях Без верхней Одежды С непокрытыми Головами Впереди Шел Государь С наследником За ним Царица Дочери И остальные Сопровождали Их Юровский Его помощник И указанные Мною Два члена Чрезвычайной Комиссии Я Также Находился Тут При мне Никто Из членов Царской Семьи Никаких Вопросов Никому Не предлагал Не было Также Ни слез Нерыданий Спустившись По лестнице Ведущие Из второй Прихожей В нижний Этаж Вошли Во двор Оттуда Через вторую Дверь Считая Отворот Во внутренние Помещения Нижнего Этажа Дорога День Видел Семьи 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 у левого косяка двери, ведущей в опечатанную кладовую. С ней встала одна из царских дочерей, четвертая. Двое слуг встали в левом от входа углу у стены смежной с кладовой. У служанки была с собой в руках подушка. Маленькие подушечки были принесены с собой и царскими дочерями. Одну из подушечек положили на сиденье стула государыни, другую на сиденье стула наследника. Одновременно в ту же комнату вошли одиннадцать человек. Юровский, его помощник, два члена чрезвычайной комиссии и семь человек латышей. Юровский выслал меня, сказав, сходи на улицу, нет ли там кого, и не будут ли слышны выстрелы. Я вышел в огороженный большим забором двор и, не выходя на улицу, услышал звуки выстрелов. Тотчас же вернулся в дом. Прошло всего две-три минуты времени. И, зайдя в ту комнату, где был произведен расстрел, увидел, что все члены царской семьи — царь, царица, четыре дочери и наследник — уже лежат на полу с многочисленными ранами на телах. Кровь текла потоками. Были также убиты доктор, служанка и двое слуг. При моем появлении наследник еще был жив, стонал. К нему подошел Юровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник затих. Картина убийства, запах и вид крови вызвали во мне тошноту. Перед убийством Юровский раздал всем наганы, дал револьверы мне, но я, повторяю, в расстреле не участвовал. У Юровского, кроме нагана, был Маузер. По окончании убийства Юровский послал меня в команду за людьми, чтобы смыть кровь в комнате. По дороге в дом Попова мне попались навстречу бегущие из команды разводящие — Иван Старков и Константин Добрынин. Последний из них спросил меня, «Застрелили Николая Второго?» — Смотри, чтобы вместо него кого другого не застрелили. Тебе отвечать придется. Я ответил, что Николай Второй и вся его семья убиты. Из команды я привел человек двенадцать, пятнадцать, но кого именно совершенно не помню и ни одного имени назвать вам не могу. Приведенные мною люди сначала занялись переноской трупов убитых на поданный к парадному подъезду грузовой автомобиль. Трупы выносили на носилках, сделанных из простынь, натянутых на оглобли, взятые от стоявших во дворе саней. Сложенные в автомобиль трупы завернули в кусок солдатского сукна, взятый из маленькой кладовой, находящейся в сенях нижнего этажа. Шофером автомобиля был злоказовский рабочий Люханов. На грузовик сели Петр Ермаков и другой член чрезвычайной комиссии и увезли трупы. В каком направлении они поехали и куда дели трупы, не знаю. Кровь в комнате и на дворе замыли и все привели в порядок. В три часа ночи все было окончено и Юровский ушел в свою канцелярию, а я к себе в команду. Проснулся я часу в девятом утра и пришел в комендантскую комнату. Здесь уже были председатели областного совета Белобородов, комиссар Голощокин и Иван Андреевич Старков, вступившие на дежурство разводящим. Во всех комнатах был полный беспорядок, все вещи разбросаны, чемоданы и сундуки вскрыты, на всех бывших в комендантской комнате столах были разложены груды золотых и серебряных вещей, тут же лежали и драгоценности, отобранные у царской семьи перед расстрелом, и бывшие на них золотые вещи, браслеты, кольца, часы. Драгоценности были уложены в два сундука, принесенных из каретника. Помощник коменданта находился тут же. Вы спросили меня, не знакома ли мне фамилия Никулин, я теперь припомнил, что такова именно фамилия этого помощника. Со слов Никулина я знаю, что он ранее находился также, в чрезвычайной следственной комиссии. Вы говорите, что по имеющимся у вас сведениям, на пулеметном посту в большой комнате нижнего этажа находился Андрей Стрекотин, и я теперь припомнил, что действительно Стрекотин стоял тогда у пулемета. Дверь из комнаты, где стоял пулемет, на окне, в парадную переднюю была открыта. Открыта была и дверь в ту комнату, где производился расстрел. Обходя комнаты, я в одной из них под книжкой «Закон Божий» нашел шесть десятирублевых кредитных билетов и деньги эти присвоил себе. Взял я также несколько серебряных колец и еще кое-какие безделушки. Утром восемнадцатого ко мне приехала жена, и я с ней уехал в Сысердский завод, получив поручение раздать деньги семьям, служивших в команде. Юровский выдал тогда Медведеву десять тысяч восемьсот рублей. Расписка на эти деньги была найдена Сергеевым в одной из печей нижнего этажа Ипатьевского дома. Вернулся я в Екатеринбург 21 июля. Все вещи царские из дома уже были увезены, и караул был снят. 24 июля я уехал из Екатеринбурга. В Перми комиссар Голощокин назначил меня в охрану приспособлений для взрыва Камского моста в случае появления белогвардейцев. Подорвать мост, согласно полученному приказанию, я не успел, да и не хотел, решив добровольно сдаться. Приказание о взрыве моста пришло мне тогда, когда уже сибирские войска стали обстреливать мост. И я пошел и сдался добровольно. Вопросом о том, кто распоряжался судьбой царской семьи, и имел ли на то право, я не интересовался, а исполнял лишь приказания тех, кому служил. Убивал ли сам Медведев, или он был только очевидцем убийства? Жена его Мария показала. В последний раз я приехала к мужу в город в первых числах июля сего года, считая по старому стилю. Оставшись наедине со мной, муж объяснил мне, что несколько дней тому назад царь, царица, наследник, все княжны и все слуги царской семьи убиты. Подробности убийства в этот раз муж мне не передавал. Вечером муж отправил команду на вокзал, а на другой день мы с ним уехали домой, так как начальство уволило в отпуск на два дня для раздачи денег семьям красноармейцев. Уже дома Павел Медведев рассказал мне несколько подробнее о том, как было совершено убийство царя и его семьи. По словам Павла, ночью часа в два ему велено было разбудить государя, государыню, всех царских детей, приближенных и слуг. Павел послал для этого Константина Степановича Добрынина. Все разбуженные встали, умылись, оделись и были сведены в нижний этаж, где их поместили в одну комнату. Здесь вычитали им бумагу, в которой было сказано «Революция погибает, должны погибнуть и вы». После этого в них начали стрелять и всех до одного убили. Стрелял и мой муж. Он говорил, что из сысерских принимал участие в расстреле только один он, остальные же были не наши, то есть не нашего завода, а русские или нерусские, этого мне объяснено не было. Стрелявших было двенадцать человек. Стреляли не из ружей, а из револьверов. Так, по крайней мере, объяснил мне муж. Убитых увезли далеко в лес и бросили в ямы какие-то. Ну, в какой местности, ничего этого муж мне не объяснил, а я не спросил. Рассказал мне муж все это совершенно спокойно. За последнее время он стал непослушный, никого не признавал и как будто даже свою семью перестал жалеть. Видел ли Якимов своими глазами картину убийства, или он знал они из чужих слов? Утром после убийства он пошел к своей сестре, Капитолине Агафоновой, поделиться с ней мыслями. Агафонова показала у меня на допросе. Свидетельница Агафонова была допрошена Сергеевым 6 декабря 1918 года и мною 19 мая 1919 года в Екатеринбурге. Я была в кухне, когда пришел брат. Он поздоровался со мной и молча прошел в нашу комнату. Вид у него был страшно взволнованный. Я сразу же это заметил и пошла следом за ним. Я спросила брата, что с тобой? Он попросил меня закрыть дверь в кухню, сел и молчал. Лицо его выражало сильнейшую подавленность, испуг, весь он дрожал. Я опять спросила брата, да что с тобой? Я думала, что с ним самим произошло какое-то несчастье. Он опять молчал и ничего не говорил. Видно было, что он страдал. Мне первой мелькнула мысль, уж не убили ли они Николая. Не помню в каких выражениях, но я первая спросила его именно об этом. Брат ответил мне на мой вопрос приблизительно так. Конечно. Я помню, что я его спросила про участь остальных членов семьи. Он мне ответил, что убиты они все, то есть как сам царь, так и вся его семья и все бывшие с ней, кроме мальчика-поваренка. Я не помню, спрашивал ли я его, принимал ли он сам участие в убийстве. Возможно, что этот вопрос я предлагала ему, видя его мучительное состояние. Не помню я этого. Я лишь помню, что он говорил, что картину убийства он видел сам своими глазами. Он рассказывал, что эта картина убийства их так сильно потрясла, что он не выдерживал и время от времени выходила с помещения на воздух. Он рассказывал, что его за это бронили товарищи его по охране, подозревая в нем раскаяние или жалость или вообще проявление сочувствия к страданиям погибших. Я его поняла тогда так, что он сам находился или в той комнате, где происходило убийство, или же вблизи ее, и видел всю картину убийства своими глазами. Вечером 17 июля Якимов пришел к Агафоновым проститься. Сам Агафонов показал. Свидетель Агафонов был допрошен Сергеевым 6 декабря 1918 года в Екатеринбурге. Часов шесть вечера, в тот же день, Якимов пришел к нам проститься. Вид его меня прямо поразил. Лицо осунувшееся, зрачки расширены, нижняя губа во время разговора трясется. Взглянув на Шурина я без слов убедился в правдивости всего того, что мне передала с его слов жена. Ясно было, что Анатолий за минувшую ночь пережил и перечувствовал что-то ужасное, потрясающее. Глава 24. Параграф 1. Роль Ермакова в убийстве. Мы знаем теперь, как была убита царская семья. Ее убили чекисты под руководством Яровского. Вероятно, в убийстве принимал участие и Медведев. Все эти лица нам уже известны. Но Медведев называет в числе убийц Ермакова и какое-то другое лицо. Петр Захаров Ермаков, родом из Верхосецка. Когда большевистским глобарям, проживавшим за границей, нужны были деньги, их добывали в России путем разбой и убийств. Для этого они имели на местах своих людей. Ермаков был одним из таких людей, будучи давно связан с Голощокином. За одно из этих преступлений он был в ссылке и вернулся домой в 1917 году. После переворота 25 октября он стал Верхосецким военным комиссаром и был подчинен Голощокину, как областному комиссару. С ним и с Яровским он также был связан и по чека, выполняя там иногда роль палача. Его ближайшим помощником был известный уже нам матрос Степан Ваганов. Как военный комиссар Верхосецка Ермаков имел особый отряд красноармейцев, в который входили 19 человек. Егор Скорянин, Михаил Шадрин, Петр Ярославцев, Василий Курилов, Михаил Курилов, Петр Пузанов, Николай Казанцев, Михаил Сорокин, Илья Перин, Григорий Десятов, Иван Просвирнин, Виктор Ваганов, Егор Шалин, Поликарп Третьяков, Александр Медведев, Иван Звушицын, Александр Рыбников, Гуськин, Орешкин. Все эти люди были русские, преимущественно жители Верхосецка, где большевистская пропаганда была весьма сильна. Ермаков увез трупы царской семьи на рудник на грузовом автомобиле. Ваганов, так напугавший Зыковых, был в составе тех конных красноармейцев, которые этот автомобиль сопровождали. Вместе с Вагановым Ермаков и руководил охраной Коптиковской дороги, которую несли указанные красноармейцы его отряда. Крестьянин Корлуков шел утром 17 июля на свой покос, находившийся недалеко от рудника. Он шел из Верхосецка, ему каким-то образом удалось, обойдя переезд номер 184, попасть на Коптиковскую дорогу. Он показал. Свидетель Корлуков был допрошен агентом розыска Сретенским 17 мая 1919 года в Екатеринбурге. Из лесу на дорогу вышли известные Ермаков и Ваганов. Причем Ваганов не приказал дальше проходить, а в случае ослушания грозил застрелить. Дальше в лесу видны были другие красноармейцы. Неоднократно советская пресса пыталась наделить Ермакова ролью руководителя убийством. Неправда. Ермаков был привлечен к убийству не для самого убийства. Юровский имел в своем распоряжении в доме Ипатьева достаточно палачей, чтобы с ними перебить за стенки беззащитных людей. Ермаков был привлечен для другой цели. Для уничтожения трупов выбрали удобный рудник. Это мог сделать только человек, хорошо знающий лесные трущобы в окрестностях Екатеринбурга. Юровский не знал их, а Ермаков знал. Роль Ермакова была чисто исполнительная. На грузовом автомобиле в потоках крови поехал он на рудник в ночь на 17 июля. На том же самом автомобиле с пустыми бочками из-под бензина возвратился он в Верхесецк 19 июля. Свидетели показывают. Зудихин. Ермакова я знал по Верхесецку. Он давно еще занимался грабежами на больших дорогах и нажил таким путем деньги. Был он сослан в каторгу и находился в ссылке. После революции он вернулся в Верхесецк, и когда власть взяли большевики, он стал нас военным комиссаром. Его помощником был матрос Степан Ваганов. Хулиган и бродяга добрый. С ними обоими был в близких отношениях комиссар Голощокин. Бажов. Кто указал этот рудник? Ермаков. Верхесецкий. Он знает этот рудник. И Ермаков и Ваганов были оба близки с Голощокиным. Крестьяне правильно посмотрели на дело и правильно определили в нем положение Ермакова. Параграф 2. Роль Яровского. Непосредственным руководителем убийства был Яков Еровский. Но он же разработал в деталях и самый план убийства. Мальчик Леонид Сиднев был уведен в дом Попова по приказанию Еровского. Когда это случилось? Охранник Летемин увидел его впервые в доме Попова 17 июля. Охранники Проскуряков и Якимов объяснили, что они там видели его 15 июля. Охранник Медведев объяснил, что Сиднев был уведен туда утром 16 июля. Думаю, что прав Медведев, так как Стародумова и Дрягина, мывшие полы в доме Ипатьева в этот день утром, видели еще там Сиднева. Увод Сиднева из дома Ипатьева — самый ранее известный нам факт, обнаруживающий умысел Еровского. Он произошел 16 июля. Послушницы Антонина и Мария приносили всегда провизию для царской семьи рано утром. Антонина показала. 15 июля Еровский нам приказал принести на следующий день полсотни яиц и четверть молока и яйца, велел упаковывать в корзину. Записку тут он дал какой-то из княжон, чтобы ниток доставить. Мы все это во вторник доставили. В среду мы опять принесли четверть с молоком. Пришли мы, ждали, ждали, никто у нас не берет. Стали мы спрашивать часовых, где комендант. Нам отвечают, что комендант обедает. Мы говорим, какой обед в семь часов. Ну, побегали, побегали, они говорят нам, идите, больше не носите. Так у нас и не взяли тогда молока. Совершенно так же показала и Мария. Для кого Еровский приготовлял 15 июля эти яйца, прося упаковать их в корзину? Вблизи открытой шахты, где уничтожались трупы, есть маленькая лесная полянка. Только на ней имеется единственный сосновый пень, весьма удобный для сидения. Отсюда очень удобно наблюдать, что делается у шахты. 24 мая 1919 года, вблизи этого пня, под прошлогодними листьями и опавшей травой, я нашел яичную скорлупу. 15 июля ранним утром Еровский уже собрался на рудник и заботился о своем питании. На этой же самой полянке, вдали от кустов и деревьев, я нашел тот же день 24 мая под прошлогодней травой несколько листиков. Они были вырваны из книжки и запачканы человеческим калом. Книжка — это врачебное пособие малого формата, карманного. На одном из листиков сохранилось и название отдела книги, из которого листики были вырваны, алфавитный указатель. Кто-то на этой полянке удовлетворял свои потребности. Под руками не было ничего подходящего, он вынул из кармана свою книжечку и воспользовался страницами наименее нужными. Знакомый практически с медициной врач не станет носить у себя в кармане пособие. Это говорит о недоучке. Таким фельдшером-недоучкой был Юровский. Мы помним дорожку, по которой пришел на рудник грузовой автомобиль с трупами. Ямы и лес мешали проходить ему. Он сорвался. Как раз там, где лес подступает к дорожке у этой ямы, я нашел два сосновых деревца, подрубленных топором. В моем акте значится. Обращают на себя внимание два молодых сосновых деревца. Они находятся как раз против срыва и в непосредственной близости к колее дороги. Оба эти деревца, как это явственно видно, подрублены выше корня топором и повалены в сторону от колеи дороги по направлению к лесу, видимо для того, чтобы экипаж шел дальше, не задевая за эти деревца. В нескольких шагах от этого места, в обвалившейся шахте, я нашел топор с обломанным черенком. Что это, случайность? Незадолго до убийства царской семьи шел коптяковской дорогой крестьянин Волокитин. Он шел от коптяков к Екатеринбургу. Вот его показания. Свидетель Волокитин был мной допрошен на месте 24 июня 1919 года. Я хорошо помню, что в первых числах июля месяца я шел в Екатеринбург, той дорогой, что идет из коптяков. На этой дороге я встретил троих всадников, ехавших верхами в седлах. Два из них были мадьяры. Они были в австрийской солдатской одежде. Третий был Юровский, которого я хорошо знал. В руках у Юровского я видел простой плотничий топор. Встреча эта произошла у нас часа в четыре дня. Ехали они, направляясь прямо к переезду номер 184, к коптякам. Юровский еще перекинулся со мной несколькими словами, спросил меня, много ли ягод. Я не могу припомнить, какого именно числа произошла эта моя встреча с Юровским. Но я убежден, что это было еще тогда, когда я не слышал об убийстве государя-императора и незадолго до того дня, когда большевики объявили об этом официально в газетах. Через день-два после этого я опять шел домой по той же дороге и опять встретил легковой автомобиль. В автомобиле сидело несколько человек, среди них, я это хорошо разглядел, был опять Юровский. Остальных же я совершенно не успел заметить и не заметил даже одежды их. Автомобиль их шел в том же направлении на коптяки. Эта вторая встреча произошла приблизительно в пять-шесть часов вечера. Я затрудняюсь точно сказать, но все же думаю, что и вторая моя встреча с Юровским произошла до объявления большевиками об убийстве государя-императора. Не подлежит сомнению, что Волокитин встречал Юровского в лесу в спокойной обстановке, то есть когда заграждений на Сяковской дороге еще не было. Оцепление рудника произошло с утра 17 июля. Если принять положение самое благоприятное для Юровского, то есть что вторая его встреча с Волокитиным произошла 16 июля, и что она отделялась от первой только одним днем, возможен только один вывод. Юровский ехал расчищать путь грузовому автомобилю с трупами царской семьи 15 июля. Мы помним старую березу, что росла у открытой шахты. 30 июля судебный следователь Наметкин заметил на березе зарубку, а на ней химическим карандашом надпись «Горный техник Фисенко» 11 июля 1918 года. Этот Фисенко был отыскан Алексеевым и по моему поручению им допрошен. Свидетель Фисенко был допрошен Алексеевым 30 августа 1919 года. Фисенко показал, что ему летом 1918 года было поручено производить в лесной даче изыскания руды. Он делал эту работу в июне и июле. Был он и в урочищах четырех братьев, и там у рудника сделал на березе указанную заметку, не отдавая себя отчета, для чего он это делает. Дальше он говорил Алексееву. Однажды во время работы в местности около четырех братьев он увидел ехавших верхами на лошадях Юровского и с ним двух неизвестных лиц, одного из которых рабочие называли Ермаковым, а другой был пленный австриец, Мадьяр или кто другой, он не знает. Юровского он знал до того, он занимал какое-то видное место при большевиках и был многим известен, а Ермакова и пленного видал в первый раз в жизни и до этого их совершенно не знал. Встретясь с ним, они спросили его сначала, чем он тут занимается. Он объяснил им, что занимается разведкой руд. Тогда они спросили его, можно ли будет проехать по этой дороге на Коптике и далее на автомобиле-грузовике и при этом объяснили ему, что им нужно провести пятьсот пудов хлеба. Разговор с ним вел более Юровский. Повстречались они с ним под вечер, приблизительно часов около пяти. Было это около одиннадцатого июля или после этого числа, он хорошо не упомнит, но только знает, что в те именно числа. После проезда Юровского и Ермакова он еще работал сколько-то времени, день или два в означенной местности, а затем работы были прекращены, так как красноармейцы начали выгонять из той местности людей под предлогом военных действий. Фисенко и Волокитин говорят о разных фактах, о двух разных встречах с Юровским. Пятнадцатого июля, встретясь с Волокитиным, Юровский ехал расчищать уже известную ему дорогу, по которой он собирался вести трупы. Встретясь с Фисенко, он эту дорогу еще пока высматривал. Я приму снова положение, самое благоприятное для Юровского. Один день отделял встречу с Фисенко от первой встречи с Волокитиным. Четырнадцатого июля Юровский искал путь к Руднику. Его работа была более ответственна, чем Ермакова, но она носила такой же характер черной работы. Он ли был тем лицом, кто решил судьбу царской семьи? Юровский сел в дом Ипатьева четвертого июля и через несколько дней привел туда палачей. Очевидно, в этот промежуток времени между четвертым и пятнадцатым июля какие-то иные люди, решив судьбу царской семьи, пробудили преступную деятельность Юровского. Глава двадцать пятая. Роль Свердлова и Голощокина. Судьба царской семьи была решена не в Екатеринбурге, а в Москве. 24 мая 1919 года на той же поляне с сосновым пнем я обнаружил под прошлогодними листьями и травой два обрывка газеты. Ею воспользовались для тех же целей, как и листиками от врачебного пособия. Газета на немецком языке. Из сохранившегося текста можно понять, что сибирское движение трактуется в ней как служение интересам антанты. Только два слова напечатаны на русском языке. Третий — «Ин... Интернационал». Газета имеет дату 26 июня 1918 года и издана в Москве. Как попало в лесные уральские трущобы, это московская газета. Чекист Шая Голощокин играл на Урале гораздо большую роль, чем Яков Яровский. Один из старых членов коммунистической партии. Он был связан личными отношениями с председателем ЦИКа Яковом Мовшевым-Свердловым. Когда Яков Яровский внедрился в дом Ипатьева, Шая Голощокин отсутствовал из Екатеринбурга. Он в это время находился в Москве и жил на квартире у Свердлова. Но Белобородов в тот же день сообщил ему телеграфно о происшедшей в доме Ипатьева перемене. Отпуск этой телеграммы Белобородова, служившей также и распиской в принятию к отправлению телеграммы, был обнаружен 25 августа 1918 года чинами прокурорского надзора в здании, где помещался Уральский областной совет. Он был припровожден прокурором Екатеринбургского окружного суда, члену суда Сергееву, 31 того же августа. Телеграмма Белобородова имела следующее содержание. Первая часть текста телеграммы не имеет значения для дела. Точно установлено, что в ней идет речь о вывозе денег из Екатеринбурга в Пермь, куда для этой цели и ездил комиссар финансов Сыромолотов. Москва. Председателю ЦИК Свердлову. Для Голощокина. Авдеев сменен. Его помощник Мошкин арестован. Вместо Авдеева Юровский. Внутренний караул и весь сменен, заменяется другим. Точка. 45.58. 4 июля. Белобородов. Телеграмму принял комиссар. Подпись неразборчива. Из целого ряда других документов точно видно, что 8 июля Шая Голощокин находился еще в Москве и должен был пробыть там еще некоторое время. Он мог возвратиться в Екатеринбург и действительно возвратился из Москвы около 14 июля. Его возвращение в Екатеринбург и ряд мер, коими Юровский подготавлял убийства царской семьи, как раз совпадают по времени. Шая Голощокин был на руднике, когда там уничтожались трупы. В последний раз он поехал туда вечером 18 июля и возвратился в Екатеринбург утром 19 июля, пробыв на руднике всю ночь. Сторожиха на переезде номер 803 Екатерина Привалова показала наследствие. Свидетельница Привалова была мною допрошена на месте 10 июля 1919 года. В этот день, 18 июля, прошел к оптикам легковой автомобиль. На нем сидело три или четыре человека. Из них я разглядела только одного Голощокина. Я раньше его видела и в лицо знала. На другой день, 19 июля, рано утром на Зорьке, когда я корову выгоняла. Этот автомобиль назад прошел. В нем опять сидел Голощокин с несколькими людьми, но этими или другими, не знаю. Он сидел в автомобиле и спал. Видели этот автомобиль и Верхосецкий, когда он возвращался в город. Зубрицкая и священник. Отец Иуда Приходько показали. Свидетель. Отец Иуда Приходько составил свои письменные показания по делу 25 июня 1920 года. Зубрицкая. В автомобиле были какие-то люди. Я ни костюмов, ни наружности их не разглядела. Они все сидели понурые, головы свесили, как бы пьяные или сонные, не выспались. Отец Приходько. В первом ряду с шофером сидел человек-блондин, а в кузове четыре человека еврейского типа, и все, развалившись, спали. Рудник связал шаю Голощокина с Яковом Юровским. Но есть иные факты, которые связывают Голощокина с Яковом Свердловым. 21 июля официальное большевистское бюро печати отправило из Москвы в Екатеринбург к областному совету телеграмму номер 6153. Она датирована 19 июля. Эта телеграмма, найденная военной властью в здании Уральского областного совета, была припровождена Екатеринбургской военно-следственной комиссией 8 июля 1919 года за номером 8025 прокурору суда и сим-последним мне 9 того же июля за номером 6196. Вот ее содержание. 19 июля. В состоявшемся 18 июля первом заседании президиума ЦИК Советов председатель Свердлов сообщает, полученное прямому проводу сообщение от областного Уральского совета о расстреле бывшего царя Николая Романова. Последние дни столицы Красного Урала Екатеринбургу серьезно угрожала опасность приближения чехословацких банд. В то же время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имеющий целью вырвать рук Совет Власти коронованного палача. Ввиду всех этих обстоятельств, Президиум Уральского областного совета постановил расстрелять Николая Романова, что было приведено в исполнение 16 июля. Жена, сын, Николая отправлены в надежное место. Я попытаюсь впоследствии объяснить, почему Свердлов умолчал 18 июля о судьбе великих княжон. Документы в раскрытом заговоре посланы Москву специальным курьером. Сделав это сообщение, Свердлов напоминает историю перевода Романова из Тобольска и Екатеринбург, когда была раскрыта такая же организация белогвардейцев в целях устройства побега Романова. Последнее время предполагалось предать бывшего царя суду все его преступления против народа, только развернувшиеся сейчас события помешали осуществлению этого суда, точка. Президиум, обсудив все обстоятельства, заставившие Уральский областной совет принять решение расстреля Романова, постановил ЦИК, лице своего президиума, признать решение Уральского областного совета правильным, точка. Затем председатель сообщает, что распоряжение ЦИК находится сейчас важный материал. Документы Николая Романова, его собственноручные дневники, которые он вел последнего времени, дневники его жены, детей, переписка Романова, точка. Имеются, между прочим, письма Григория Распутина Романову, его семье, точка. Все эти материалы будут разобраны, опубликованы в ближайшее время, точка. Продолжение следует. Свердлов лгал, когда так говорил. 17 июля после 9 часов вечера он имел у себя телеграмму такого содержания. 4 января 1919 года прокурор Екатеринбургского окружного суда предложил Сергееву изъять из Екатеринбургской телеграфной конторы все подлинные телеграммы большевиков. В числе 65 они были припровождены Сергееву начальником этой конторы от 20 и 26 января 1919 года за номером 369 и номером 374. Москва Кремль Секретарю Совнаркома Горбунову Обратной проверкой Далее следует 4 строки цифр Расшифровываются они следующим образом. Весь шифрованный текст делится на 12 двузначных групп расположенных одна под другой. Тогда шифр принимает следующий вид. Далее приводится таблица шифра. Каждая буква зашифровывается 12 ключами, то есть каждой букве соответствует 12 двузначных цифр в зависимости от ряда, в котором находится буква. Ключи эти следующие. Далее приводится таблица ключей. Расшифровывая таким образом, содержание телеграммы имеем следующее. Далее следует таблица, переводящая цифры в буквы. Вот сохранение морфографии содержания телеграммы. Передайте Свердлову, что все семейство постигло та же участь, что и главу официально семья погибнет при эвакуации. Скажу о ней более подробно. Она сразу приковала к себе мое внимание и отняла у меня много времени и хлопот. Она задержала мой отъезд из Омска в Екатеринбург, что лишило меня возможности самому допросить Медведева. Я застал его в сыпном тифу. 24 февраля я передал ее содержание опытному лицу при штабе Верховного Главнокомандующего, 28 февраля в Министерство иностранных дел, позднее Главнокомандующему союзными войсками генералу Жанену. Результаты были плачевны. В Европе мне удалось найти то русское лицо, о котором всегда было известно как о человеке совершенно исключительных способностей и опыта в этой области. 25 августа 1920 года он получил содержание телеграммы. 15 сентября того же года я имел ее у себя расшифрованной. Все люди обывательской среды, незнакомые с техникой следственного дела, обычно рассуждают по одному шаблону. Всякое самое простое преступление им кажется чрезвычайно загадочным, пока оно не вскрыто, и каждое самое загадочное преступление им кажется чрезвычайно простым, когда оно вскрыто. Обычно и встречаешься всегда с рассуждениями, как преступники могли оставить неуничтоженным такой ценный предмет. Достоверно ли это? Большевики — люди, и как все люди, они подвержены всем людским слабостям и ошибкам. Я им отдаю должное. Они совершили преступление, особенно вторую его часть, уничтожение трупов, так тщательно, как могли. Они лгали, отдаю им должное, умело. Но они иногда переоценивали самих себя и свою осторожность. Комиссар Войков, снабжавший рудник серной кислотой, всегда отличался склонностью к театральным жестам, глупостью и излишней болтовней, особенно в дамском обществе. Его там однажды спросили о судьбе царской семьи. Он напыщенно ответил, мир никогда не узнает, что мы сделали с ними. В нашем следственном деле нет чудес. Терпением и энергией подходим мы к истине. 25 августа 1920 года мне была абсолютно ясна идея большевистской лжи. Мы расстреляли только царя, но не семью. Они надели на себя революционную личину и подсовывали под преступление моральный принцип. Этим принципом они оправдывали убийство царя. Но какая мораль может оправдать убийство детей? Им оставалось только одно средство — лгать. И они лгали. Но они лгали для мира, для себя и между собой они должны были говорить правдиво. В содержание этой правды не могло не войти, должно было войти слово «Семья». В числе других оно было дано мною 25 августа 1920 года. Специалист-техник с колоссальным опытом и из ряда вон выдающими со способностями раскрыл смысл таинственной телеграммы. Ее ключ, очевидно слово Екатеринбург, имеющее 12 букв. В числе 65 телеграмм имеются и другие, зашифрованные тем же самым ключом. Вот содержание двух отправленных из Екатеринбурга в Москву 26 июня и 8 июля 1918 года. Москва Секрсовнаркома Горбунову с обратной проверкой. Далее следует шифрованная таблица подпись предоблсовета Белобородов 26 июня 1918 года номер 4323. Таким образом, дословное содержание этой телеграммы следующее. Ми уже сообщали, что вес, запас, золото и платини вивезен отсюда, два вагона стоят колеса Перми. Просим указать способ хранения на случай поражения Совета власти. Мнение облакома партии облосовета случай неудачи весь груз похоронит, дабы не оставить врагам. Москва секрет Совнаркома Горбунову для немедленного ответа. Далее следует шифрованная таблица подпись предоблсовета Белобородов 8 июля 1918 года номер 4369. Таким образом, содержание этой телеграммы дословно следующее. Для немедленного ответа Гусев Петрограда сообщил, что Ярославле восстание белогвардейцев, поезд нами возвращен обратно в Перм. Как поступать далее обсудите Голощокинем. Итак, 18 июля 1918 года в Москве Яков Свердлов первый сообщил в присутствии президиума ЦИКа о судьбе царской семьи. 19 июля в Москве появились об этом печатные сообщения. Та же самая картина и в Екатеринбурге. 20 июля здесь Шая Голощокин первый сообщил в присутствии президиума областного совета о судьбе царской семьи. 21 июля в городе были расклеены в разных местах печатные об этом сообщения. Свидетельскими показаниями установлено что именно говорил Шая Голощокин. Текст одного из расклеенных объявлений был по моему требованию обнаружен 6 июля 1919 года чинами уголовного розыска в Екатеринбурге. Основная идея и Москвы и Екатеринбурга была одна и та же царь казнен по воле народа. Жизнь семьи сохранена. Сообщение Голощокина в Екатеринбурге разнилось от сообщения Свердлова в Москве тем, что Голощокин не выделял подобно Свердлову судьбу государыни и наследника, а говорил вообще об эвакуации семьи кроме казненного государя. Эту разницу я попытаюсь объяснить последствии. и Свердлов и Голощокин лгали одинаково. Этой общей ложью они сами себя связали как соучастники преступления. Но роль их была не одинакова в этом преступлении. Почему Москва первая сообщила о смерти царя, а Екатеринбург, где он был убит, сообщил об этом только через два дня? Большевики в панике трусливо бежали из Екатеринбурга. От испуга они оставили на телеграфии свои подлинные телеграммы и свои телеграфные ленты. Одна из них содержит переговоры Якова Свердлова, которую он вел 20 июля 1918 года из Москвы с неуказанным в ленте лицом из Екатеринбурга. В ней на вопрос Якова Свердлова «Что у вас слышно?» Неизвестный отвечает «Положение на фронте несколько лучше, чем казалось вчера. Выясняется, что противник оголил все фронты и бросил все силы на Екатеринбург. Удержим ли долго Екатеринбург, трудно сказать. Принимаем все меры к удержанию. Все лишнее из Екатеринбурга эвакуировалось. Вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами. Сообщи решение ЦИК и можем ли мы оповестить население известным вам текстом?» Свердлов отвечает «В заседании президиума ЦИК от 18-го постановлено признать решение Ур-Облсавдепа правильным. Можете публиковать свой текст. У нас вчера во всех газетах было помещено соответствующее сообщение. Сейчас послал за точным текстом и передам его тебе. Пока же сообщаю следующее. Первое. Держитесь во что бы то ни стало, посылаем подкрепление, во все районы отправляем значительные отряды, надеемся при их посредстве сломить Чехов. Второе. Посылаем на все фронты несколько сот надежной партийной публики из питерских и московских рабочих, специально для постановки широкой агитационной работы среди армии, так и среди населения. Третье. Еще раз напоминаю необходимости обеспечить тыл. Четвертое. Сообщу о немцах. После убийства Мирбаха немцы потребовали ввода батальона в Москву. Мы категорически отказали, были на волосок от войны. Немцы теперь отказались от этого требования. По-видимому, войны сейчас не будет. Больше пока ничего сообщить нечего. Сейчас передам точно текст нашей публикации. Заголовок Расстрел Николая Романова Перевод этой ленты Екатеринбургская военная следственная комиссия припроводила прокурору Екатеринбургского окружного суда. Он был припровожден мне прокурором 9 июля 1919 года за номером 6196. Кончаю на этом. Дальше идет текст той самой большевистской телеграммы Бюро Печати за номером 6153, который указан выше. Запись вскрывает причину, почему о смерти царя Москва заговорила раньше Екатеринбурга. Екатеринбург не смел сам говорить об этом без разрешения Москвы. Как же он сам мог осмелиться убить, когда без позволения Москвы он не смел даже сказать об этом? Кто говорил со Свердловым? Этот человек знает состояние фронта. Голощокин знал фронт, так как он был областной военный комиссар. С этим человеком Свердлов на ты. Бурцев хорошо знает и Свердлова и Голощокин. Он показывает. И Свердлова и Голощокина я знаю лично, между собою они на ты. 18 июля Яков Свердлов сказал, что из Екатеринбурга выслан Москву специальный курьер с документами о раскрытом заговоре контрреволюционеров, намеревавшихся спасти императора, и что в распоряжении ЦИКа уже имеются дневники и письма царской семьи. Документы о заговоре никогда не отправлялись к Свердловску из Екатеринбурга по той причине, что такого заговора не существовало. Дневники же и письма царской семьи были действительно доставлены к Свердлову, но 18 июля он их у себя не имел и никак иметь не мог. Он снова солгал. Так говорят логика и факты. Утром 15 июля, наказывая монахиням принести ему яиц, Юровский знал, что в лесных дебрях он будет терзать детские трупы. Прошло всего несколько часов после ухода монахинь, и в дом Ипатьева пришли бабы мыть полы. Вспомним, что нам рассказал о Юровском Стародумово. Он сидел в столовой и разговаривал с наследником, справляясь об его здоровье. Как техник, имеющий некоторый опыт в раскрытии подлых дел человеческих душ, я отдаю должное истине. Яков Михайлович Юровский несомненно человек с характером. Он тщательно обдумал преступления и свой характер выдержал до конца. Он обманом выманил царскую семью из ее комнат под предлогом отъезда из дома. И только тогда, когда она была в застенке, он вынул из кармана свой револьвер. Он шел к своей желанной цели, соблюдая большую осторожность, ибо не желал, чтобы его цель была раскрыта раньше времени. Дневники и письма царской семьи были при ней в доме Ипатьева. Нет сомнения, для царя письма к нему императрицы ценным. Как же можно было раньше убийства взять у него эти письма? Сделать это? Раскрыть умысел убийства? Эти письма взяли у царя, перешагнув через его труп. Убийство случилось в ночь на 17 июля. 18 июля Свердлов не мог иметь у себя ни дневников, ни писем царской семьи. Чтобы это понять, надо только посмотреть на географическую карту России, там обозначено сколько верст от Екатеринбурга до Москвы. Эти весьма ценные предметы были отправлены к Свердлову с особым курьером. Им был Яков Юровский, выехавший с ними из Екатеринбурга 19 июля. Его отвозил на вокзал из дома Ипатьева кучер Елькин. Он так описывает отъезд Юровского. Свидетель Елькин был допрошен Сергеевым 27 ноября 1918 года в Екатеринбурге. В последний раз я подал Юровскому лошадь 19 июля к дому Ипатьева. Из дома вышли молодые люди и с помощью старшего красноармейца вынесли и положили ко мне в экипаж семь мест багажа, на одном из них, представлявшем из себя средних размеров чемодан черной кожи, была сургучная печать. Юровский спешил доставить в Москву эти документы и так торопился, что забыл в доме Ипатьева свой бумажник с деньгами. Дорогой 20 июля он телеграфировал со станции Бесерть Белобородову. Мною забыт в доме особого назначения бумажник деньгами около двух тысяч, прошу первым попутчиком прислать Трифонову для меня Юровских. Почему для доставления денег потребовалось посредничество Трифонова? И почему телеграмма кончается словом Юровских, а не Юровский? Юровский слишком видная фигура у большевиков. Трифонов. Если бы он эвакуировался в Пермь, где он потом и находился, его адрес был бы в любую минуту известен Белобородову. 19 июля он выехал из Екатеринбурга с женой и детьми. Он их оставлял в Перми, а сам ехал в Москву. Трифонов это видный пермский чекист. Он потому и указан, что ему был поручен надзор за семью Юровского ввиду отъезда его самого. Юровских не подпись. В тексте телеграммы пропущено уже раз употребленное слово «Для». Юровский просил Белобородова переслать бумажник чекисту Трифонову, чтобы он передал его жене Юровского. Вот смысл этой телеграммы. Эта телеграмма была найдена в здании Уральского областного совета, 8 сентября 1918 года товарищем прокурора Остроумовым. Что же означает ложь Свердлова? Между 4 и 14 июля, когда Шая Голощокин был в Москве и жил в квартире Свердлова, судьба царской семьи была решена. Свердлов тогда же приказал Голощокину доставить к нему после убийства семьи все интимные документы. Несомненно, было решено, что их доставить надежный специальный курьер. 18 июля Свердлов получил шифрованную телеграмму. Царская семья была убита. Свердлов Свердлов торжествовал кровавую победу над беззащитными людьми и в радости сердца опрометчиво похвастал тем, чем еще не обладал. Этой своей плошностью он сам определил свое место самого главного среди других соучастников убийства. Яков Мовшевич Свердлов мещанин города Полоцка Витебской губернии, еврей. Родился в 1885 году в городе Нижнем Новгороде. Учился он в Нижегородской гимназии, но не кончил курса и был затем аптекарским учеником. В 1907 году он был членом Пермского комитета партии большевиков и был в этом году по приговору Казанской судебной палаты осужден в крепость на два года. В 1911 году он был сослан в Сибирь, бежал и снова был сослан. На Ленинской конференции РСДРП в апреле месяце 1917 года он был в составе президиума как представитель Урала, тогда же он был избран членом ЦИКа. В числе других лиц он был в составе военно-революционного комитета, руководившего переворотом 25 октября. Только ли вдвоем с Голощокиным Свердлов решил судьбу царской семьи? 20 июля его собеседник говорил ему из Екатеринбурга «Вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами. Сообщи решение ЦИК». Нет сомнения, что вы собирательно оно адресовано не одному Свердлову. Были и другие лица, решавшие вместе с Свердловым и Голощокиным в Москве судьбу царской семьи. Я их не знаю. Глава 26 Параграф 1 Убийство Волопаевски Великой княгини Елизаветы Федоровны, Великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна Константиновича, Константина Константиновича, Игоря Константиновича и князя Владимира Павловича Полея. Летом 1918 года в городе Алопаевске Верхотурского уезда Пермской губернии, недалеко от Екатеринбурга, содержались в заключении Великая княгиня Елизавета Федоровна, Великий князь Сергей Михайлович, князья Иоанн Константинович, Константин Константинович, Игорь Константинович и князь Владимир Павлович Полей. В ночь на 18 июля 1918 года все они исчезли из Алопаевска, а утром большевики расклеили по городу объявление, что их похитили белогвардейцы. Население не верило этим объявлениям, но задавленное террором, оно не смело проявить свои инициативы. 28 сентября Алопаевск был освобожден от большевиков. Военная власть поручила чиновнику Мальшикову начать полицейское расследование. С 11 октября у члена суда Сергеева возникло судебное расследование. 7 февраля 1919 года оно перешло ко мне вместе с делом об убийстве царской семьи. Вот что установлено расследованием. Узники прибыли в Алопаевск 20 мая 1918 года и были помещены в здании так называемой напольной школы на краю города. Это каменное здание из четырех больших и двух малых комнат с коридорной системой. Угловую комнату с левой стороны коридора занимала охрана. Далее по той же стороне коридора шли три комнаты. В первой жили Сергей Михайлович и Владимир Павлович Полей с их служащими Федором Михайловичем Ремезом и Круковским. Следующий Константин Константинович и Игорь Константинович. Угловую комнату занимали Елизавета Федоровна и состоявшие при ней сестры Марфа Мариинской общины Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. В угловой комнате с правой стороны коридора жил Иоанн Константинович, в следующий помещался лакей Калин, дальше шла кухня. Позднее прибыл врач Сергей Михайловича доктор Гельмерсен, также поселившийся в школе. Отдельного комиссара при заключенных не было. Власть над заключенными проявляли многие большевики, игравшие в Алапаевске наиболее видную роль. Это были Григорий Павлов Абрамов председатель Совдепа Иван Павлов Абрамов Михаил Иванов Гасников Михаил Леонтьев Заякин члены Совдепа Дмитрий Васильевич Перминов секретарь Совдепа Николай Павлов Гавырин председатель ЧК Петр Константинов Старцев Петр Александров Зырянов Михаил Федоров Останин члены ЧК Василий Петров Постников судья Иван Федоров Кучников начальник красноармейского отряда Ефим Андреев Соловьев комиссар юстиции Владимир Афанасьев Спиридонов административный комиссар Сергей Алексеев Павлов военный комиссар Алексей Александров Смольников Егор Иванов Сычев Василий Павлов Гавырин Евгений Иванов Наумов Дмитрий Петров Смирнов Иван Дмитриев Маслов Василий Рябов Михаил Насонов рабочие большевики Все это русские люди местные жители Алапаевской его окрестностей Караул всегда состоял из шести лиц Мадьяр красноармейцев местных рабочих назначавшихся совдепом или чека служившая узником в качестве приходящей поварихи Кривого ее помощница Поздина Замятина и рабочий охранник Старцев показали Эти свидетели были допрошены членом суда Сергеевым Кривого 25 октября 1918 года Поздина Замятина 14 декабря того же года и Старцев 18 того же декабря в городе Алапаевский Кривого В комнатах князей была только самая простая необходимая обстановка простые железные кровати с жесткими матрацами несколько простых столов и стульев мягкой мебели не было К часу дня я готовила завтрак в 4 подавался чай а в 7 часов обед князья занимались чтением гуляли работали в находящемся при школе огороде с разрешения разводящего красноармейского караула князья ходили в церковь и совершали прогулки в поле которое начинается за школой ходили одни без охраны великая княгиня Елизавета Федоровна занималась рисованием и подолгу молилась завтрак и обед ей подавали в комнату остальные князья собирались для завтрака и обеда в комнату Сергея Михайловича служившую также и общей столовой поздина замятина в мае месяце когда я прислуживала князьям они пользовались достаточной свободой беспрепятственно гуляли по поляне близ школы работали в огороде и ходили в церковь в огороде работали все князья и княгиня и своими руками наделали грядки и цветочные клумбы во дворе также все вычистили и привели в порядок так что получился чистый уютный уголок где князья нередко под открытым небом пили чай читали и беседовали старцев по коридору гуляли иногда князья с одним из них уже седоватым господином как его звали не знаю мы вели продолжительные беседы князь этот доказывал что всеобщего равенства быть не может ссылаясь при этом на притчу о талантах по поводу земельного уравнения князь говорил что и земля бывает разная и потому трудно поровну и справедливо разделить ее между всеми трудящимися жаловался князь на ревматизм в ногах и говорил что только массажем и спасается от боли разговоры велись в хорошем миролюбивом тоне так что князь выражал свое удовольствие и сказал что редко ему приходится говорить потому что караульные попадаются по большей части хулиганы как они относились к кузникам кривого показала красноармейцы охранявшие дом бывали и хорошие и плохие хорошие жалели князей и относились к ним внимательно а плохие были грубы придирчивы и даже обращались с князьями со словом товарищ раза три дежурили австрийцы эти красноармейцы были чрезвычайно грубы и по ночам почти через час вырывались в комнаты князей и производили обыски великий князь Сергей Михайлович возражал против этого напрасного беспокойства но на его заявление не обращали никакого внимания об этом я передаю вам со слов самого великого князя 21 июня жизнь узников резко ухудшилась был установлен тюремный режим было отобрано имущество и деньги кривого показала приблизительно через месяц положение князей резко изменилось к худшему у князей было конфисковано все их имущество обувь белье платье подушки золотые вещи и деньги оставлено было только насильное платье и обувь а также две смены белья с этого же времени были запрещены всякие прогулки вне школьной ограды и запрещено было делать какие бы то ни было закупки на рынке для пропитания князей было решено присылать из совета готовые кушеньки но затем разрешили мне готовить князьям пищу из своих продуктов на неделю полагалось 28 фунтов мяса 15 фунтов проса и одна бутылка конопляного масла не подлежит никакому сомнению перемена произошла по приказанию из Екатеринбурга 21 июня великий князь Сергей Михайлович телеграфировал Екатеринбург председателю областного совета по распоряжению областного совдепа мы с сегодняшнего дня находимся под тюремным режимом 4 недели мы прожили под надзором Алапаевского совдепа и не покидаем здание школы ее двора за исключением посещения церкви не зная за собой никакой вины ходатайствуем о снятии из нас тюремного режима за себя и моих родственников находящихся в Алапаевске Сергей Михайлович Романов комиссар юстиции Соловьев запрашивал тот же день по телеграфу военная Екатеринбург област совет считать ли прислугу Романовых арестованными давать ли выезд основания 4227 Алапаевский совдеп отправитель Е Соловьев обе эти подлинные телеграммы в числе других были припровождены Сергееву начальником Алапаевской почтово-телеграфной конторы 15 декабря 1918 года за номером 303 чем была вызвана перемена режима летом 1918 года в Перми находился в ссылке великий князь Михаил Александрович в июне месяце он исчез этим Екатеринбург и мотивировал введение тюремного режима в Алапаевске отвечая на телеграмму Соловьева Белобородов телеграфировал ему 22 июня Алапаевск совдеп прислугу ваше усмотрение выезд никому без разрешения Москву Дзержинского Петроград Урицкого Екатеринбург обла совета точка объявите Сергею Романову что заключение является предупредительной мерой против побега веду исчезновения Михаила Перми Белобородов Эта телеграмма была найдена прокурорским надзором 25 августа 1918 года в здании Уральского областного совета Все посторонние были удалены от узников Только при Елизавете Федоровне была оставлена сестра Яковлева и при Сергея Михайловича Ремес 17 июля в 12 часов дня в школу прибыл чекист Петр Старцев и несколько человек рабочих большевиков Они отобрали у заключенных последние деньги и объявили им что ночью все они будут перевезены в Верхний Сенечихинский завод приблизительно в 15 верстах от Алапаевска Пришедшие удалили из школы красноармейцев и сами заменили Кривого готовила в это время обед Она показала Меня большевики очень торопили с обедом Обед я подала в 6 часов и во время обеда большевики все торопили Обедайте поскорее В 11 часов ночи поедем в Сенечиху Я стала укладывать продукты но большевики сказали мне чтобы я отложила укладку и что я могу завтра привезти их в Сенечиху Поздней ночью около здания школы стали раздаваться разрывы гранат слышались оружейные выстрелы это вызвало волнение в городе многие видели рассыпанные на некотором расстоянии от школы цепи красноармейцев которых затем повели к самой школе характер мистификации был тогда же ясен не только многим жителям но и самим красноармейцам бывшим в цепях из них было задержано 4 человека задержаны были красноармейцы Поздин Замятин Насонов Костылев и Стряхнин первый был допрошен Сергеевым 15 а остальные 18 декабря 1918 1918 года Волопаевский Я ограничусь показанием Якима Насонова Часу в третьем ночи на 18 июля у нас в казарме подняли тревогу наступают белогвардейцы Мы наскоро собрались оделись вооружились нас повели к напольной школе и близ нее рассыпали нас цепью в цепи мы пролежали с полчаса а затем мы подошли к самой школе никакого врага мы не видели и стрельбы не производили Комиссар Смольников стоял на крыльце школы матерился и говорил нам товарищи теперь попадет нам от Уральского областного совета за то что князьям удалось сбежать их белогвардейцы увезли на аэроплане тут тут же находился народный судья постников с большой книгой в руках и наводил следствие о побеге князей дня через три четыре стали говорить что комиссары обманывают народ сочинив басню о похищении князей а что на самом деле князья ими убиты 18 июля в 3 часа 15 минут утра Алопаевский совдеп телеграфировал в Екатеринбург областному совдепу эта телеграмма была припровождена Сергееву начальником Алопаевской почтовой телеграфной конторы 13 декабря 1918 года за номером 303 военная Екатеринбург Урал управления 18 июля утром 2 часа Банда неизвестных вооруженных людей напала на польную школу где помещались великие князья во время перестрелки один бандит убит и видимо есть раненые князьям с прислугой удалось бежать неизвестном направлении когда прибыл отряд красноармейцев бандиты бежали по направлению к лесу задержать не удалось розыски продолжаются Алопаевские исполком Абрамов Перминов Астанин В тот же день в 18 часов 30 минут Белобородов телеграфировал сборная Москва 2 адреса Совнарком председателю ЦИК Свердлову Петроград 2 адреса Зиновьеву Урицкому Алопаевский исполком сообщил нападение утром 18-го неизвестной банды помещения где содержались под стражей бывшие великие князья Игорь Константинович Константин Константинович Иван Константинович Сергей Михайлович и Полей точка Несмотря сопротивление стражей князья были похищены точка Есть жертвы обеих сторон Поиски ведутся точка 48-53 Предл облсовета Белобородов Эта телеграмма была препровождена Сергееву начальником Екатеринбургской телеграфной конторы 20 января 1919 года за номером 374 25 июля 1918 года совершенно такое же объявление Белобородова было помещено в номере 144 пермских известий Похищение князей Алапаевский исполком сообщает из Екатеринбурга о нападении утром 18 июля неизвестной банды на помещение где содержались под стражей бывшие великие князья Игорь Константинович Константин Константинович Иван Константинович Сергей Михайлович и Полей Несмотря на сопротивление стражей князья были похищены Есть жертва обеих сторон Поиски ведутся Председатель областного совета Белобородов Я попытаюсь объяснить позднее почему ни в телеграмме Белобородова ни в его официальном газетном сообщении не упоминалось о судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны Нить для расследования была дана Кривовой Собирались везти в Синечиху Но помог еще случай Незадолго до похищения Августей Шихузников крестьянина Лапаевска Иван Солонин собрался жениться Он сделал заказ крестьянину Александру Самсонову приготовить к свадьбе кумышки самогону Самсонов заказ принял и с нужными припасами поехал готовить кумышку в лес Но свадьба расстроилась и мать невесты неудавшаяся теща чтобы не платить Самсонову за его работу пошла в ЧК с доносом на него что он где занимается тайным винокурением Близкие Самсонову люди узнав об этом отыскали его в лесу и предупредили о грозящей ему опасности Самсонов бросил работу и окольными дорогами уехал в Алапаевск Своим спасителям он в благодарность дал четверть приготовленной уже кумышки которую они на месте и выпили Поздней ночью они поехали в Алапаевск Ехали они дорогой которая ведет из Алапаевска в Синячиху и встретили поезд в 10-11 коробков в каждом по два человека без кучеров на козлах Об этой встрече они говорят в одинаковых выражениях Вот показания Тружкова Свидетель Тружков был допрошен членом суда Сергеевым 22 декабря 1918 года в городе Алапаевске Весь этот поезд направлялся от Алапаевска к Синячихе и попался мне версте на пятый от Алапаевска ни криков ни разговоров ни песен ни стонов Вообще никакого шума я не слышал ехали все тихо смирно Синячихинская дорога приковала внимание Мальшикова Он исследовал ее и пришел к убеждению что разгадку тайны надо искать на руднике расположенном вблизи этой дороги Скоро он заметил что одна из старых шахт рудника засыпана сверху свежей землей Он повел раскопки Шахта имела в глубину двадцать восемь аршин в стенки ее были выложены бревнами в ней было два отделения рабочее через которое добывалась руда и машинная куда ставились насосы для откачки воды оба отделения были завалены множеством старых бревен занимавших самое разнообразное положение На различной глубине шахты Мальшиков нашел трупы 8 октября Федора Семеновича Ремеза 9 Варвара Яковлевой и князя Полея 10 князей Константина Константиновича и Игоря Константиновича и великого князя Сергея Михайловича 11 октября великой княгиней Елизаветы Федоровной и князя Иоанна Константиновича Трупы были в одежде В карманах оказались разные вещи домашнего обихода и документы которые они всегда имели при себе в заключении На груди великой княгини Елизаветы Федоровны была икона спасителя с драгоценными камнями По моим сведениям перед этой иконой молился государь перед отречением от престола и передал ее затем Елизавете Федоровне наоборот ее надпись Вербная суббота 13 апреля 1891 Шахта несомненно была взорвана гранатами В ней были их осколки были не разорвавшиеся гранаты Трупы были предъявлены народу и были опознаны Вот что оказалось по вскрытии их 11 октября 1918 года был произведен медико-полицейский осмотр и вскрытие трупа Ремеза 12 октября осмотр всех остальных 26 октября того же года членом суда Сергеевым судебно-медицинский осмотр и вскрытие всех трупов кроме уже вскрытого трупа Ремеза Труп Великой княгини Елизаветы Федоровны В головной полости по вскрытии кожных покровов обнаружены кровоподтеки на лобной части величиною в детскую ладонь и в области левой теменной кости величиною в ладонь взрослого человека кровоподтеки в подкожной клетчатке в мышцах и на поверхности черепного свода кости черепа целы в твердой мозговой оболочке наверху темени замечается кровоподтек Труп Великого князя Сергея Михайловича По снятии кожных покровов черепа в левой теменной области кровоподтек в мышцах и подкожной клетчатке в правой теменной кости круглое отверстие величиной с горошину полсантиметра в диаметре канал этого ранения имеет направление сверху вниз и спереди назад По снятии черепной крышки на внутренней поверхности правой теменной кости соответственно первому имеется отверстие диаметром в один сантиметр вокруг отверстия осколки кости на твердой мозговой оболочке соответственно описанным отверстием в кости черепа имеется нарушение ткани в виде кругловатого отверстия Труп князя Иоанна Константиновича В правой височной области по вскрытии кожных покровов наблюдается кровоподтек в мышцах и подкожной клетчатке занимающей всю височную область По вскрытии черепной крышки обнаружен кровоподтек под твердую мозговую оболочку в правой же височной области В толще мышц всей передней грудной стенки кровоподтек В полостях плевры обширное кровоизлияние В брюшной области по вскрытии кожных покровов в толще мышцы жировой клетчатки наблюдается кровоподтек простирающийся на всю переднюю стенку живота Труп князя Константина Константинович На темени большая рваная рана кожных покровов направление справа налево длина 9 сантиметров ширина 3 сантиметра На 2 сантиметра сзади вторая рваная рана длиной 2 сантиметра На правой височной и теменной костях и на самом темени обширный кровоподтек величиной в ладонь По снятии черепной крышки на твердой мозговой оболочке на темени и затылке обнаружен кровоподтек В грудной полости по взрезе кожных покровов найден большой кровоподтек проникающий мышцы и подкожную клетчатку на передней стенке грудной клетки Труп князя Игоря Константиновича В головной полости по вскрытии кожных покровов кровоподтек занимающий всю правую половину лба На костях черепа трещина начинающая с середины верхнего края правой глазницы и далее идущая по средней линии лобной кости Сзади эта трещина переходит в стреловидный шов и доходит до затылочной кости По вскрытии черепной крышки мозг в виде серой массы По удалению мозга видно что трещина проходит по верхней стенке правой глазницы и пересекает турецкое седло В грудной полости по вскрытии кожных покровов обнаружен большой проникающий мышцы кровоподтек в нижней части передней стенки грудной клетки По вскрытии брюшной полости большой кровоподтек в толще брюшной стенки Труп князя Владимира Павловича Полея В головной полости по вскрытии кожных покровов большой кровоподтек занимающий обе теменные и затылочные области По разрезе кожных покровов вытекло около 4-5 кубических сантиметров крови По вскрытии черепной полости кровоизлияния под твердую мозговую оболочку затылочной области В задних частях головной мозг представляет собой кашицеобразную массу красного цвета В грудной полости большой кровоподтек в толще мышцы и подкожной клетчатки в передней стенке грудной клетки Труп Федора Семеновича Ремеза В области грудных мышц сильный кровоподтек распространяющийся на всю грудную клетку Кровоизлияние в области правого плеврального мешка В области правого виска по снятии кожных покровов большое кровоизлияние Кровоподтек распространяется на всю затылочную область Под твердой мозговой оболочкой в левой височной области кровоизлияние Труп Варвары Яковлевой По вскрытии кожных покровов головы обнаружен кровоподтек в правой височной области и второй кровоподтек в затылочной и теменной областях Кости черепа целы В костных швах кровь По снятии черепной крышки оказался кровоподтек под твердую мозговую оболочку в затылочной области По вскрытии кожных покровов кровоподтек занимающий область грудины Экспертиза определила что смерть великого князя Сергея Михайловича произошла от кровоизлияния в твердую мозговую оболочку и нарушения целости вещества мозга вследствие огнестрельного ранения Все остальные были брошены в шахту живыми и смерть их произошла от полученных ими кровоизлияний последствия ушибов Комиссар юстиции Ефим Соловьев чекист Петр Старцев и член совдепа Иван Абрамов были пойманы Обвиняемые Ефим Андреев Соловьев и Петр Константинов Старцев были допрошены членом суда Сергеевым 28 декабря 1918 года Волопаевский обвиняемый Иван Павлов Абрамов мною 18 апреля 1919 года в Екатеринбурге На совести Соловьева лежало много других убийств Он убил между прочим местного священника отца Удинцева Как закоренелый преступник Соловьев утверждал что 17 и 18 июля он отсутствовал из Алопаевска что однако было провернуто следствием Старцев и Абрамов видели всех кто увозил заключенных в ночь на 18 июля к шахте и кто оставаясь у школы симулировал нападение мнимых белогвардейцев Имена всех этих лиц указаны выше Мнимый бандит труп которого был найден у школы после увоза заключенных оказался крестьянином Салдинского завода Он заранее был схвачен чекистами и несколько дней содержался в Алопаевской ЧК Старцев объяснил что убийство августейших узников произошло по приказанию из Екатеринбурга что для руководства им оттуда приезжал специально Сафаров Сафаров был в штабе Ленина и прибыл вместе с ним в Россию в 1917 году Он был членом Уральского областного совета и редактором большевистской газеты Уральский рабочий Национальности его я не знаю Можно ли в этом сомневаться Всего лишь сутки отделяют Екатеринбургское убийство от Алопаевского Там выбрали глухой рудник чтобы скрыть преступление Тот же прием и здесь Ложью выманили царскую семью из ее жилища Так же поступили и здесь И Екатеринбургское и Алопаевское убийство продукт одной воли одних лиц Параграф 2 Убийство в Перми великого князя Михаила Александровича Спас 13 июня вечером у великого князя был его повар Георгий Федорович Митривели живший отдельно в своей квартире По приказанию великого князя Митривели должен был утром 13 июня явиться к нему Митривели утром явился в гостиницу Королева но не нашел здесь ни великого князя ни Джонсона ни Челышева с Буруновым От прислуги гостиницы он узнал что минувшей ночью великий князь Джонсоном был куда-то увезен большевиками Челышев же с Буруновым спустя некоторое время были арестованы Мне удалось установить что оба последние содержались большевиками в пермской тюрьме откуда они по ордеру пермской ЧК от 21 сентября 1918 года за номером 36 94 были уведены и через некоторое время по сведениям тюремного начальства расстреляны В одной камере с Челышевым содержался уже известный нам коммердинер государыни Алексей Андреевич Волков Челышев рассказывал Волкову как был увезен великий князь Михаил Александрович При допросе у меня Волков показал В одной тюрьме с нами в Перми сидел коммердинер великого князя Михаила Александровича Василий Федорович Челышев С ним я встречался в коридоре и он не рассказывал как он попал в тюрьму Михаил Александрович проживал в Перми в королевских номерах где где в другом номере жил с ним и Челышев там же жила его секретарь Джонсон приблизительно недели за полторы как говорил Челышев до нашего прибытия в Пермь ночью часов в двенадцать пришли в королевские номера каких-то трое вооруженных людей были они в солдатской одежде у них у всех были револьверы они разбудили Челышева и спросили где где находится Михаил Александрович Челышев указал им номер и сам пошел туда Михаил Александрович уже лежал раздетый в грубой форме они приказали ему одеваться он стал одеваться но сказал я не пойду никуда вы позовите сюда вот такого то он указал кажется какого-то большевика которого он знал я его знаю а вас я не знаю тогда один из пришедших положил ему руку на плечо и злобно и грубо выругался а вы романовы надоели вы нам все после этого Михаил Александрович оделся они также приказали одеться его секретарю Джонсону и увели их больше Челышев не видел ничего и не знал в чем и куда увезли Михаила Александровича спустя некоторое время после этого когда Михаил Александрович уже был увезен Челышев сам отправился в совдеп как он мне говорил и заявил там об увозе Михаила Александровича по его словам на это заявление не было обращено внимания и спустя час как он мне говорил большевики стали делать что-то вроде погони за Михаилом Александровичем но в чем она выразилась Челышев не говорил на него же они произвели то впечатление что они нисколько не спешили догонять Михаила Александровича и вообще как бы не обратили должного внимания на его заявление я забыл еще сказать что когда Михаил Александрович уходил из номера Челышев ему сказал ваше высочество не забудьте там взять лекарства это были свечи без которых Михаил Александрович не мог жить приехавшие как-то обругались и увели Михаила Александровича лекарство уже так и осталось в номере на другой же день после этого Челышев был арестован и как я потом читал в Тобольске в газетах был расстрелян большевичка Вера Корноухова была секретарем Пермского комитета партии большевиков а ее брат Федор Лукаянов одним из следователей Уральской областной ЧК Корноухова показала свидетельница Корноухова была мною допрошена 2 июля 1919 года в Екатеринбурге Пришел как-то в наш комитет чекист Мясников человек кровожадный озлобленный вряд ли нормальный он с кем-то разговаривал и до меня донеслась его фраза дали бы мне Николая я бы с ним сумел расправиться как и с Михаилом данными моей агентуры установлено что великий князь вместе с Джонсоном был увезен пермскими чекистами в соседний с Пермью Мотовилихинский завод где они оба и были убиты их тела были там же видимо сожжены после этого большевики распространили в Перми слух что великий князь был увезен монархистами а в Москве они распространили должное известие что в Екатеринбурге убит государь император это последнее известие появилось в Москве я имею много подлинных телеграмм их ответственных деятелей точно устанавливающих этот факт таким путем они отвлекли внимание общества от особо великого князя приковав его к мнимому в то время факту гибели государя слух о спасении великого князя многими был принят с доверием так как убийство государя было скоро опровергнуто ими же самими в Перми вместе с коммердинером государыни Волковым содержались и графиня Гендрикова и Шнейдер Волков показал у меня на допросе В ночь на 22 августа по старому стилю меня привели из камеры в контору тут же были Гендрикова и Шнейдер Отсюда нас повели в арестный дом и ввели в особую комнату где было 8 человек Здесь же было 22 вооруженных человека это были очевидно палачи Среди них были и русские но по большей части были не русские а видимо латыши хотя быть может были и мадьяры Командиром у них был какой-то человек в матросской одежде Мы сидели ждали света Гендрикова мне шепнуло с чьих-то слов что нас отведут в пересыльную тюрьму а потом отправят в Москву или Петроград Я не стал ей возражать хотя ясно видел куда нас поведут Повели нас за город Кончились строения показался лесок Стали мы подходить должно быть к месту казни нашей потому что наши палачи стали услужливо предлагать свои услуги Позвольте я понесу ваши вещи Очевидно каждый желал сейчас же завладеть нашими вещами чтобы потом не делиться ими с другими Потом нас остановили Я улучил минуту и перепрыгнул канаву которая была около меня Я бросился бежать В меня было выпущено три пули Я упал потерял шляпу и слышал вдогонку мне слова готов но я тут же поднялся и снова побежал упал я после второго выстрела В меня был произведен третий выстрел но Господь Бог меня сохранил и я убежал 43 Суток Я блуждал и вышел на линию железной дороги в 70 верстах от Екатеринбурга на территорию свободную от большевиков Графиня Гендрикова и Шнейдер были тогда же расстреляны Их трупы были найдены весной 1919 Заключение Насилие над царем определило судьбу не одних только детей его сугубо пытаются внедрить версию о спасении великого князя Михаила Александровича путем бегства пусть думают мог ли он решиться на это не задумавшись над вопросом что же в таком случае станет с его державным братом и с его семьей лишение царя свободы было поистине вернейшим залогом смерти его и его семьи ибо оно сделало невозможным отъезд их за границу правда сам царь не хотел этого когда Яковлев увозил его из Тобольска с ним в последнюю минуту пришла проститься учительница Битнер она говорит он был удручен рассеян я стала его утешать и сказала что так быть может будет лучше он безнадежно смотрел в это время на будущее когда же я сказала что его быть может увезут за границу он ответил о не дай-то Бог только бы не за границу царь томился в заключении отрезанный от мира он не мог знать положение в стране и не мог сознавать всей опасности которая ему грозила но те в чьих руках была его судьба все это знали что сделали они чтобы дать ему возможность оставить Россию и спасти своих детей я думал найти все разрешение этого вопроса у главы временного правительства князя Львова Туманно всячески стараясь обезличить свою собственную роль и прикрыться крикливой порывистой фигурой Керенского давал князь Львов свои показания на мой вопрос он ответил я удостоверяю что между лицами входившими в состав временного правительства были тогда разговоры по поводу отъезда царской семьи за границу оценивая положение в стране к лету 1917 находили что ей лучше будет уехать из России называли тогда Англию и Данию доклада по этому вопросу не было но министр иностранных дел Милюков кажется выяснил эту возможность причем как мне помнится самая инициатива в этом вопросе принадлежала некоторым из великих князей и в частности Николаю Михайловичу и Михаилу Александровичу почему из этого ничего не вышло я не знаю Милюков в первые дни переворота когда власть была уже сорганизована в лице временного правительства в составе Коева я был министром иностранных дел в числе других документов была получена телеграмма от английского короля Георга на имя отрекшегося государя Николая Второго король выражал в этой телеграмме свои личные чувства царю как главе государства в ней не было никаких конкретных предложений по поводу судьбы царя просто эта телеграмма носила так сказать комплементарный характер она была доставлена мне как министру иностранных дел так как не существовало уже лица коему была адресована эта телеграмма повторяю она была адресована императору в тот момент уже отрекшемуся от престола то я и вернул ее послу Англии Бьюкинену я прекрасно помню что как только возникла революционная власть в лице временного правительства признавшая необходимым отречение царя Николая Второго от престола был тогда же поднят вопрос о судьбе царя и его семьи было признано желательным и необходимым чтобы Николай Второй покинул с семьей пределы России и выехал за границу я положительно утверждаю что таково было желание временного правительства причем страной куда были обращены наши взоры была Англия как министр иностранных дел я счел себя обязанным в силу решения временного правительства признавшего необходимым отъезд царя за границу переговорить по этому вопросу с послом Великобритании Бьюканеном Бьюканен после моей с ним беседы запросил свое правительство оно изъявило готовность принять царскую семью в Англию и Бьюканен сообщая об этом уведомлял что для перевозки царской семьи должен прибыть крейсер я полагаю что до сведения царя об этом по всей вероятности было доведено однако крейсер не приходил и отъезда не было наступила какая-то так сказать заминка я авторично заговорил с Бьюканеном по этому вопросу и он мне сказал что правительство Англии более не настаивает на отъезде царской семьи в Англию я сознательно употребил термин настаивает не в смысле желания моего указать что от английского правительства шла самая инициатива в этом вопросе инициатива принадлежала нам то есть временному правительству термин же настаивает был употреблен в дипломатической речи имели ли место по этому вопросу какие-либо беседы с Бьюкененом моего заместителя Терещенко я не знаю так как в это время я уже ушел от власти Керенский показал временное правительство решило попытаться выяснить у английского правительства возможность отъезда царской семьи в Англию министр иностранных дел вначале возможно Милюков стал вести об этом переговоры с английским послом Бьюкененом в результате Бьюкененом был передан следующий ответ правительства Англии Терещенко бывшему тогда министром иностранных дел сообщившему его мне и князю Львову правительство Англии пока не окончена война не считает возможным оказать гостеприимство бывшему царю ответ этот обсуждался временным правительством в совершенно секретном заседании без журнала заседания 7 февраля 1920 года когда погиб адмирал Колчак я был в Харбине положение было тяжелое не было денежных средств я обратился в феврале с письмом к послу Великобритании в Пекине господину Лямсону и просил его дать мне возможность вывести в Европу акты следствия и вещественные доказательства я указывал что в числе вещественных доказательств имеются останки царской семьи 23 февраля ко мне прибыл секретарь посла господин Кейф и сообщил мне что посол запросил свое правительство в Лондоне Лямсон видимо не сомневался в утвердительном ответе мой вагон был взят в состав поезда Кейфа и охранялся 19 марта английский консул в Харбине господин Сляи передал мне ответ английского правительства он был лаконичен не можем вместе с генералом Дитриксом мы обратились к французскому генералу Жанену он ответил нам что он не станет никого запрашивать так как помощь в таком деле считает долгом чести благодаря генералу Жанену удалось спасти акты следствия и вещественные доказательства не могу обойти молчанием имен двух русских людей купец в Харбине Щелоков добыл у крестьянина Власова слиток золота давший по реализации 3000 иен на эти деньги мне удалось выехать в Европу и спасти следствие С 25 июля 1917 года наш бывший посланник в Португалии Боткин в течение почти года неустанно просил ответственных политических деятелей Франции спасти жизнь царской семьи высказывая опасения оказавшиеся к сожалению пророческими в своем последнем письме 2 июля 1918 года он писал господину Пишону министру иностранных дел с большим сожалением я должен констатировать что все мои усилия были тщетны что все мои шаги остались без результатов и в качестве ответов на мои письма я обладаю только расписками курьеров удостоверяющими что мои письма дошли по назначению что могли ответить союзники каждому кто знает условия их общественно политической жизни известно что значит для их правительств сила общественного мнения как они могли спасать царя когда сама русская власть которую они так горячо приветствовали отдала царя под суд и на весь свет объявила что он изменник ибо подготавлял для спасения своих личных и династических интересов сепаратное соглашение с врагом то есть их союзническую катастрофу управляющий делами временного правительства покойный Набоков признает в своих воспоминаниях что актом о лишении свободы царя был завязан узел разрубленный в Екатеринбурге архив русской революции том первый вероятно его завязывали не все члены правительства некоторые видимо ничего об этом не знали из воспоминаний Набокова мы узнаем что этот вопрос был решен в служебном кабинете князя львов львов характер того подробность передает Набоков когда он пришел туда акт не имел еще подписей но аппарат для его выполнения был уже готов это были члены государственной думы Бубликов Калинин Грибунин и Вершинин арестовавшие царя в ставке как выполнил это князь львов посылая членов думы арестовать царя он предварительно послал в Ставку генералу Алексееву телеграмму. Флигель-адъютант Мордвинов ныне передает ее содержание. Временное правительство постановило предоставить бывшему императору беспрепятственный проезд для пребывания в Царском селе и для дальнейшего следования на Мурманск. Русская летопись, книга пятая. Телеграмму читал генерал Лукомский, он показал. 20 марта была получена от Временного правительства телеграмма на имя Алексеева, в кое сообщалось, что Временным правительством командируются особые лица для сопровождения государев Царское. Я утверждаю, что эту телеграмму я видел сам. Мне помнится, что она была от главы правительства князя Львова, причем я самым категорическим образом утверждаю, что в телеграмме не только не сообщалось о факте уже состоявшегося распоряжения со стороны Временного правительства об аресте государя и государыни, но не было об этом ни единого слова. Смысл же ее был тот, что лица, командированные правительством, будут сопровождать его величество как главу государства, отказавшегося от власти, что это проявление внимания государю. Мне известно, что прибывшие по поручению правительства лица сказали об аресте государя Алексееву только тогда, когда государь уже находился в поезде, чтобы ехать в Царское. Они передали об этом Алексееву, и тот, по их просьбе, передал об этом государю. Отрекшись от престола, царь обратился с письмом к князю Львову, вверяя ему как главе новой власти «Свою судьбу и судьбу своей семьи». Без всякой охраны сел он в поезд, покидая Могилев, надеясь на благородство власти, что он нашел в ней. Остается еще вопрос, каково было взаимоотношение на почве Екатеринбургской трагедии двух сил, большевистской и немецкой. Кровь царя и его семьи разъединяла или объединяла их? Я сознаю всю серьезность этого вопроса. В пределах доступной мне возможности я старался найти истину. Не сомневаюсь, что в будущем она найдет свое полное разрешение. Мой долг — указать достигнутые мною результаты. В составе московской миссии графа Мирбаха был доктор Ритцлер. Он там играл большую роль и после убийства Мирбаха был его заместителем. 14 июня 1921 года я был принят в Берлине Ритцлером. Он ознакомил меня с содержанием немецких официальных документов. В сентябре месяца того же года я получил копии их. Вот содержание четырех документов. Первое. Миссия в Москве Министерство иностранных дел 19 июля 1918 года Должно ли быть повторено решительное представление относительно бережного отношения к царице как германской принцессе? Распространять представления Инна Цесаревича было бы опасно, так как большевикам вероятно известно, что монархисты склонны выставить на первый план Цесаревича. Недоверие большевиков в отношении германской контрреволюции еще более усилилось вследствие откровенных сообщений генерала Краснова. Второе. Миссия в Москве Министерство иностранных дел 20 июля 1918 года Я вчера сказал Радоку и Воровскому, что весь мир самым строгим образом осудит расстрел царя и что императорский посланник должен решительно предостеречь их от дальнейшего следования по этому пути. Воровский ответил, что царь расстрелян лишь потому, что в противном случае им овладели бы Чехословаки. Радок высказал личное мнение, что если мы проявим особый интерес к дамам царской германской семьи, то, может быть, было бы возможно предоставить им свободный выезд. Может быть, удалось бы освободить царицу и наследника, последнего как неотделимого от матери, как компенсацию в вопросе с гуманитарным обоснованием. Ритцлер После убийства Мирбаха немцы требовали ввода батальона своих войск в Москву. Большевики, конечно, отказали. Немцы пошли на уступки и готовы были компенсировать свое требование согласием большевиков оградить жизнь немецких принцесс и наследника цесаревича, как неотделимого от матери. Свердлов без сомнения знал намерения немцев. 18 июля, говоря о казни царя, он особо выделил имена императрицы и наследника, подчеркивая, что именно они живы. Этим он пресекал в корне требования немцев о вводе батальона, ликвидируя в корне вопрос. По этой же причине большевики умолчали о судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны, зная прекрасно, что немцы не поверят их сообщению о похищении ее белогвардейцами. Голощокину в Екатеринбурге не было никакой надобности выделять имена императрицы и наследника. Он говорил поэтому об эвакуации всей семьи вообще, кроме казненного царя. Третье. Министерство иностранных дел поверенному в делах в Москве 20 июля 1918 года с представлением в пользу царской семьи согласен Буше. Четвертая миссия в Москве министру иностранных дел 23 июля 1918 года сделал соответствующее представление в пользу царицы и принцесс германской крови с указанием на влияние цареубийства на общественное мнение. Чечерин молча выслушал мои представления. Рицлер. В общем ходе мировых событий смерть царя как прямое последствие лишения его свободы была неизбежной и в июле месяце 1918 уже не было силы которая могла бы предотвратить ее. Приложение к девятнадцатой главе А. Предметы найденные в печах дома Ипатьева при осмотре дома судебным следователем по важнейшим делам Наметкиным. Обгорелый футляр обтянутый снаружи сиреневым муаром а внутри белым атласом фирмы Фаберже. Обгорелое портмоне коричневой кожи с медной внутренней застежкой. Обгорелые кусочки какой-то видимо однообразной материи. Обгорелые кусочки видимо черной прошивки. Обгорелая пряжка и обгорелая застежка от дамских подвязок. Обгорелая пряжка от мужских помочей. Обгорелые кусочки какой-то материи с находящимися при ней двумя колечками. Обгорелый листик пищи бумаги, на которой читаются написанные чернилами слова Седнев Тоска Грусть Глубокую Поймет Ветер к земле чтобы сломи не согрешь. Обгорелая дощечка от овальной иконы на обороте которой сохранились следы надписи Х. В. 1916. А. Крышечка от шкатулки Сама крышечка стеклянная вставленная в резной металл имеющая по краям сцепления стекла с металлом резные металлические цветочки В металле посередине крышки маленький замочек коим видимо запиралась шкатулка Все части обгорели Металлический ободок сделанный из такого же металла имеющий такие же размеры что и крышка значащаяся в прошлом пункте он является несомненно частью той же шкатулочки он сильно обгорел Бронзовая ручка видимо также от небольшой шкатулочки сильно обгорела Жестяная пластинка от отрывного календаря Сытина Цилиндрическая желтого стекла трубочка с приставшими к стенкам стеклянными пуговками и трубочкой и пуговки подвергались действию огня Обгорелые обломки ручки от зубной щетки На одном из обломочков читается название клейма написанное по-английски Лондон Эль Доквент Два однородных обломка белого стекла от какого-то круглого предмета подвергшиеся действию огня Четыре осколка стекла из коих один от зеленого цвета флакона два от рамочек и последнее от какого-либо круглого стеклянного предмета Все осколки подвергались действию огня Тонкая медная пластинка от какого-то уничтоженного предмета подвергавшаяся действию огня Два осколка фарфоровой тарелочки подвергавшиеся действию огня Один круглый фарфоровый осколочек от какого-то иного предмета подвергшийся действию огня Стебельки искусственных цветов подвергшиеся действию огня распадающиеся при дотрагивании Стеклянный пузырек с винтовой шейкой фабричного изготовления на дне коего вытеснены две буквы Л и С подвергавшиеся действию огня Кусочек обгорелой шелковой материи Два обгорелых кусочка какой-то материи Обгорелый галун свитского генеральского погона с вышитым вензелем Н Двойка римская и короной Обгорелая металлическая коробочка от граммофонных иголок с бисером Обгорелая фарфоровая головка с инициалами С В Обгорелые остатки зубных и ногтевых щеток Обгорелые остатки фарфоровых домино Две обгорелых металлических подковки от какого-то уничтоженного предмета Обгорелые остатки разбитой фарфоровой посуды Два обгорелых замка Обгорелая металлическая пряжка от пояса Обгорелые кусочки погонов Бывшие в огне осколки от каких-то стеклянных предметов Обгорелые металлические части рамочек Обгорелая металлическая пластинка от корсета Пять обгорелых металлических елочных подсвечников Обгорелый наперсток Обгорелые шпильки булавки иголки Обгорелые щипчики от конфет Два обгорелых рыболовных крючка Обгорелая металлическая спинка от отрывного календаря Обгорелые гвозди и кусочки каких-то металлов Обгорелая металлическая сетка Обгорелая верхушка круглой деревянной крышки с рисунком от какого-то предмета Пять кусочков сплавившегося блестящего металла Обгорелая фарфоровая баночка с металлической крышкой Обгорелый металлический остов бритва провилки Семь металлических обгорелых частей от различных запоров для рамочек портмоне сумочек Восемь обгорелых частиц овальных багетов от двух рамочек черный и голубоватый Два обгорелых металлических остова в виде складных рамочек с запорами Четыре металлических обгорелых пряжки от трех каких-то систем Семь обгорелых металлических петелек от маленьких шкатулок рамочек осколки очень маленьких стеклянных пузырьков обгорелый обломок гуттаперчевой ручки обгорелая запонка обгорелый ключик обгорелая горелка от лампадки обгорелая механическая фитильная горелка и овальный щиток с металлической крышкой обгорелый вентиль от надувной подушки обгорелая маленькая стеклянная трубочка обгорелые металлические частицы колечки и наконечники от пленочных катушек обгорелая металлическая коробочка от граммофонных иголок с дамскими кнопками два обгорелых слюдовых креста обгорелые спицы для вязанья обгорелые серебряные нити от голуна кусочки серебра сплавившиеся с другими металлами часть обгорелых деревянных четок сохранившимися шестью шариками и металлической отчеток цепочкой обгорелая булавка с нанизанными на ней бисеринками шесть кусочков обгорелого дерева стекла и глины от каких-то уничтоженных огнем предметов четыре использованных обгорелой гильзы от револьвера системы нагана обгорелая медная петля какая-то пластинка и сплюснутая медная трубочка обгорелый металлический ободок от дамской ручной сумочки обгорелая дамская черная сумочка мешочек кусок обгорелого носового платка сохранившийся меткой А видимо демидовой несколько кусочков почти уничтоженные рамочки кусок обгорелой срезанные с иконы ризы маленькая обгорелая игральная карта восьмерка бубен обгорелый кусочек темно-зеленой шелковой материи и черной бархатной ленты обгорелая металлическая монограмма восемнадцатого седьмого десятого обгорелые серебряные нити от голуна и шнура обгорелая офицерская кокарда обгорелый металлический нажим и проволочка обгорелая дощечка от какой-то иконы обгорелая шелковая подушечка с петелькой от иконы две обгорелых металлических планшетки на дно из коих сохранилось клеймо латинскими буквами ОПТИ Стокгольм обгорелые кусочки бумаги картона обгорелые кусочки письма обгорелые остатки металлической рамочки со стеклом десять обгорелых стальных перьев для письма четыре мужских пуговицы фирмы Лидваля шесть маленьких военных пуговиц с гербами три дамские стеклянные пуговки остатки бельевых пуговиц остатки перламутровых пуговиц все пуговицы обгорели несколько кусочков разных шелковых дамских ажурных чулок один кусочек шелковой метенги уничтоженных огнем обгорелый мужской каблук со следами металлического предохранителя б б вещи обнаруженные в печах и в мусоре при доме попова где помещались охранники картонная коробка с десятью стеклами для волшебного фонаря на коробке клеймо склад волшебных фонарей а д мин санкт-петербург бассейна 7 деревянная овальная форма икона ангела хранителя лицевая ее сторона имеет трещину видимо от удара по иконе на оборотной стороне черным карандашом рукою государыни императрицы написано Христос воскресе 25 марта 1912 года Левадия 3 катушки с пленками кодек размером 12,5 на 10 2 медные бляхи видимо от чемоданов на одной из них вензель А Ф В вещи обнаруженные в помойной мусорной яме при доме Ипатьева Деревянная икона с погнутым металлическим колечком нельзя разобрать лика святого На оборотной стороне карандашом рукою государыни императрицы написано Спаси и сохрани Мама 1917 год Тобольск Выше надписи изображение креста Деревянная икона Нельзя разобрать изображение святого На оборотной стороне остатки надписи на славянском языке Причем представляется возможным разобрать лишь слово скорбящих Белая маркизетовая блузка для взрослой женщины отделанная прошивкой и вышитая гладью Белый батистовый дамский носовой платок Дамский мешочек сумочка из шелковой черной материи Розовая шелковая с серыми отливами ленточка Черный муаровый галстук с нашитой на нем лентой ордена святого Владимира Причем лента перерезана наискось в месте где пришивается орден Подкладка галстука достаточно поношена Георгиевская ленточка длиной шесть с половиной дюйма шириной один дюйм запачканная грязью Офицерская кокарда Стеклянная баночка Флакон с изображением на нем святого Симеона Верхотурского наполненный наполовину водой Образ святого Серафима Саровского чудотворца оправленный в металлическую рамку Образ святого Симеона Верхотурского на эмале Небольшой пузырек с водой с надписью на нем «Вера твоя спасет тебя» Свято Троицкий Сергеев Лавры Шесть флаконов разной величины с лекарственными веществами Кусок коричневой кожи стесненным рисунком от сумочки или редикюля Стеклянная трубочка с белым порошком Рамочка для фотографической карточки с круглым отверстием наружные и внутренние края ее обтянуты медным багетом Металлическое право металлической рамочки Маленький брелочек с фотографической карточкой изображение кое уничтожено до неузнаваемости его Деревянный яйцевидный брелок с вырезанными буквами ХВ Медная пластинка с изображением короны от Несесера Круглое стекло от фотографической рамочки Небольшой флакон формы графина с порошком Свинцовая трубочка с мазью Крышка белого металла от мыльницы Металлический кубок Небольшой фаянсовый кусочек от чайной чашки с буквами БОЯ Флакон с какой-то мазью Медная крышка от пудреницы Восьмигранный флакончик от духов с медным пульверизатором Генеральский погон Солдатская кокарда Четыре оловянных пароходика и один оловянный всадник гусар Детские игрушки Медная монета пятикопеечного достоинства Камея среднего размера из Помпеи изображающая женский профиль Три деревянных кружочка от Лото с цифрами 1, 4 и 9 Семь деревянных кубиков для постройки домиков детские игрушки Фаянсовая крышка от Миски Металлический наперсток Обнаружение этих вещей в доме Попова и в мусорной яме при доме Ипатьева принадлежало чинам Екатеринбургского уголовного розыска работавшим в порядке 258 статьи Устава уголовного суда одновременно с судебной властью занятой преимущественно осмотром дома Ипатьева Одновременно с обнаружением сих вещей 10 и 16 августа 1918 года они предъявлялись коммердинеру Терентью Ивановичу Чемодурову В показаниях данных начальнику уголовного розыска 10 и 17 августа 1918 года Чемодуров заявил что вещи часть из них принадлежат Анне Степанне Демидовой в частности относительно сумочки Чемодуров показал эта сумочка висела около кровати на стене и с ней Демидова никогда не расставалась и хранила в ней те вещи которые ей всегда были необходимы в отношении ленты с орденом святого Владимира Чемодуров показал черный форменный галстук с перерезанной Владимирской ленточкой принадлежит доктору Евгению Сергеевичу Боткину этот галстук доктор Боткин всегда носил и даже засыпал в кровати не снимая его на Владимирской ленточке всегда висел у доктора орден Владимира третьей степени в отношении Георгиевской ленточки Чемодуров показал Георгиевская ленточка снята с шинели государя императора с этой шинелью государь никогда не расставался и всегда в ней ходил в отношении двух икон Чемодуров показал два образка с уничтожными изображениями принадлежат семье государя и находились в общей спальне дома Ипатьева офицерскую кокарду и стеклянную баночку Чемодуров признал принадлежащими государю императору часть вещей принадлежащими государы императрицей причем в фотографической рамочке был у государы портрет ее брата а в другой рамочке брелочки ее родителей часть вещей принадлежали великим княжнам генеральский погон принадлежащим князю Долгорукову часть вещей принадлежащими наследнику цесаревичу Алексею Николаевичу крышку от миски от посуды императора наперсток Демидовой Иконы найденные в доме Ипатьева и в его службах Образ паса нерукотворного большого размера с коричневой каймой на оборотной стороне изображение креста и надпись «Спаси и сохрани» 25 мая 1913 года от А.В. Москва Образ спаса нерукотворного большого размера с светло-коричневой каймой на обороте надпись С.С. Анастасия 1914 год 5 июня Образ спаса нерукотворного среднего размера с коричневой каймой на обороте изображения карандашом креста и надпись «Спаси и сохрани» от А. А также и указана дата 1913. Образ спаса нерукотворного среднего размера с серой каймой Образ спаса нерукотворного малого размера в коричневой деревянной рамке с черно-золотистым багетом Образ спаса нерукотворного малого размера На оборотной стороне надпись по-английски в которой однако представилось возможным разобрать лишь несколько слов не передающих всего смысла и дата 10 мая 1909 года Образ спаса нерукотворного малого размера металлической рамочки На оборотной стороне выгравировано Страдающий плотью перестает грешить Как умножаются в нас страдания умножается Христом и утешение наше для спасения которое совершается перенесением страданий Икона спасителя малого размера тисненная и раскрашенная на жестяной пластинке набитой на дерево на обороте следы надписи Этот образ принадлежал нашей двоюродной сестре когда она умерла Образ Божьей Матери Почаевской Большой Чеканиной на гипсе в красках Обратная сторона обита синим бархатом Образ Божьей Матери Большого размера на дереве старинного письма черной краской на красном фоне Образ Божьей Матери Тобольской Большого размера синий каймой вокруг иконы На оборотной стороне изображение креста и надпись Государине Императрице Спаси и сохрани Ёлка 1917 год Тобольск Алекс Икона Божьей Матери Тобольской малого размера чеканенная на гипсе на красках Образ Пресвятой Богородицы Абалакский среднего размера чеканен на гипсе в красках На оборотной стороне изображение креста и рукою Государине сделана надпись Дорогой Татьяне благословение на 12 января 1918 года Тобольск Папа и Мама Образ Божьей Матери Всех Скорбящих Радость малого размера чеканен на гипсе в красках На оборотной стороне изображение креста и рукою Государыни сделана надпись Т. Н. 27 февраля 1913 года Ц. С. От Мамы Образ Божьей Матери Коломенской большого размера на дереве Образ знамения Пресвятой Богородицы малого размера чеканен на гипсе в красках На обороте надпись От Ани 1916 год Т. Н. Образ знамения Пресвятой Богородицы малого размера чеканен на гипсе в красках На обороте рукою Государыни написано Дорогой нашей Ольге благословение Папа и Мама 3 ноября 1912 года Образ Пресвятой Богородицы Абалакски малого размера чеканен на гипсе в красках На обороте изображения креста и рукою Государыни сделана надпись Т. Спаси и сохрани Мама Ёлка 1917 Тобольск Такой же образ На обороте изображения креста и рукою Государыни написано А. Спаси и сохрани Мама Ёлка 1917 Тобольск Образ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы малого размера Писан на дереве На обороте надпись Атани 9 сентября 1915 года Н. Образ Святой Богородицы Скоропослушницы малого размера Писан на дереве Образ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы на полотне в красках Образ Божьей Матери утоли моя печали на гипсе в красках на обороте изображения креста и надпись А. Ф. Октябрь 1908 года Образ Божьей Матери Владимирской на дереве На обороте написано Тобольск Святая икона Сентября 3 1917 От Настеньки Образ Божьей Матери Благодатное Небо Малого размера Чеканин на гипсе на красках На обороте написано Атани 1916 год Образ Божьей Матери Умягчение злых сердец Малого размера Чеканин на гипсе в красках На обороте внизу надпись от сестры Милосердия О. Шевчук Образ Святого Николая Чудотворца Среднего размера на гипсе в красках На обороте отпечатан штемпель Благословение русского Свято-Андреевского скита Что на Святой Афонской горе Образ Святого Николая Чудотворца Малого размера Чеканин на гипсе в красках На обороте карандашом обозначены две буквы А, В и Штемпель Сия икона Освещена на мощах Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца 19 июня 1914 года Образ Святого Николая Чудотворца Малого размера в серебряной позолоченной ризе Образ Святого Серафима Саровского Малого Размера Писан на дереве Образ Святого Серафима Саровского Малого Размера В металлической рамке Под стеклом Образ Святого Георгия Победоносца Старинного письма и отделки В металлической рамке Яйцеобразной формы Подвешенной на цепочке На обороте рукою Государыни написано Ха В Мария от Попа и Мама 1913 год Образ Святого Симеона Верхотурского Малого размера Чеканин на гипсе в красках На обороте рукою Государыни написано Дорогой Татьяне от Ани 1916 год Образ Святого Симеона Верхотурского Малого размера в металлической рамочке Образ Святых Мучеников Антония Иоанна и Евстафия Малого размера Писан на дереве Такой же Образ с колечком на задней стенке Такой же Образ На обороте карандашом сделано изображение креста и надпись А. Тобольск Такой же Образ На обороте рукою Великой Книжной Татьяны Николаевны сделана надпись Тобольск 1917 год 22 декабря Т. Н. Такой же Образ На обороте написано Декабрь 1917 год Тобольск Празднование 14 апреля Образ Святой Мученицы Параскевы Пятницы Малого размера Писан на дереве На обороте надпись От Старицы Марии Михайловны Новгород 11 декабря 1916 Образ Образ Святого Сергия Радонежского Среднего размера Писан на дереве Образ Святых Косьмы и Дмиана Малого размера На Жесте В красках Набит на дерево На обороте надпись 22 мая 1916 года Образ Святого Пророка Ильи Малого размера Писан на металле В красках На обороте надпись 22 Т 22 мая 1914 года Образ Святого Иоанна Тобольского Малого размера Чеканин на гипсе В красках На обороте надпись Благословение от святителя Иоанна Митрополита Тобольского и Сибирского И штемпель Об освящении иконы 23 апреля 1918 года Такой же образ На обороте такая же надпись И штемпель Об освящении иконы 5 мая 1918 года Такой же образ На обороте такой же штемпель и надпись рукой Великой Книжной Татьяны Николаевны Т.Н. Тобольск Перед надписью изображение креста Образ Святого Иоанна Тобольского меньшего размера На обороте надпись Тобольск 11 августа 1917 года от Настеньки Такой же На обороте надпись Тобольск 11 августа 1917 года Образ Святого Иоанна Тобольского еще меньшего размера Образ того же Святого большого размера чеканен на гипсе Образ Спасителя писан на дереве На обороте чернилами черного цвета написано Здесь получили утешение и благословение от Григория и Анны Все слова в этой надписи кроме слова Григорий писаны одной рукой Видимо все эти слова писаны рукой Анны Александровны Вырубовой кроме слова Григорий принадлежавшего видимо Распутину Образ Благовещения Пресвятой Богородицы писан на дереве На обороте надпись сделанная черными чернилами следующего содержания сохранением орфографии Бог радует путешает как сие извечает событие дает в знак цвет Ниже этой надписи пометка сделанная другой рукой ДОК точка 1910 год Видимо надпись принадлежит Распутину на образе изображения Девы Марии Архангела и Духа Святого в виде голубя Образ Святого Иоанна Воина писан на дереве на обороте надпись черными чернилами принадлежащая также Видимо Распутину Бог нас на то и благословил этот угодник помощник на случай Образ Божьей Матери достойно есть писан на дереве на обороте надпись черными чернилами сделанная Видимо Распутиным Благословение от достойной именинницы Татьяне на большую любовь христианстве в духе а не форме Образ Божьей Матери Он в золотой ризе на ней следы срезанного венчика Обратная сторона обита малиновым бархатом Этот образ по показанию Чемодурова есть образ Федоровской Божьей Матери Сорванный Венец имел звезду с бриллиантами Образ Казанской Божьей Матери в металлической оправе Образ Ченстаховской Божьей Матери в черной раме со стеклом заключенным в металлическую оправу Три последние образа как и образ Святого Георгия Победоносца были найдены в комнате великих княжон Д Книги найденные в доме Ипатьева и в его службах А Книги Государни Императрицы Книга Лествица Она в красном тесненном золотом переплете На обратной стороне первого чистого листа книги наклеена ромбообразная бумажка с вензелем А.Ф. и императорской короной На третьем листе где напечатано название книги рукою государыни карандашом написано А.Ф. Ц.С. Март 1906 года В книге некоторые страницы отчеркнуты и отмечены карандашом на странице 167 три закладки белая чистая и две голубых с пометками на одной начальная буква французского слова ПАШ страница на другой П 187 номер 66 на странице на странице 206 белая закладка с пометкой П 206 номер 163 на странице 231 розовая закладка с пометкой ПАШ 231 номер 83 на странице 269 белая широкая чистая закладка книга о терпении скорбей она в голубом переплете тисненном золотом с чернью на обратной стороне лицевого переплета наклеена ромбообразная бумажка с вензелем А.Ф. и императорской короной на обратной стороне обложенного листа рукою государыни написано А.Ф. Петергоф 1906 в книге очень много карандашных отметок и подчеркнутых тезисов Молитва слов Книга в темно-синем клинкоровом переплете На оборотной стороне заглавного листа наклеен кружок на коем тисненный сложный вензель Н.А.И.А.Ф. и императорская корона На последней странице оборотного листа написано черными чернилами 6 мая 1883 года В книжке несколько засушенных цветов и голубая шелковая ленточка с колечком Библия Книга в черном клинкоровом переплете В ней много подчеркнутых карандашом тезисов и заложенные засушенные травки листики и полевые цветы Какая-то французская книга Великая в малом Сергея Нилуса Синее с золотом Оверченко Рассказы для выздоравливающих Оверченко Антон Павлович Чехов Томы Второй Восьмой и Тринадцатый Б Книги Великой Книжны Ольги Николаевны Английская книга Энт Мэри Сангс Магнификат В бумажной обложке На ее обложке изображена воспевающая святая дева и ее компонируют два ангела На первом листе книги изображение креста и написанные рукою государыни императрицы стихи на английском языке На оборотной стороне рукою государыни написано В.К. Ольге 1917 год Мама Тобольск В книге вложены нарисованные и вырезанные из бумаги изображения церкви Спаса Преображения в Новгороде церкви Покрова на Нерли Владимирской губернии и кроме того вложены три листика бумажки на одном из них написано стихотворение Разбитая ваза Сюльли Прюдома на двух других рукою великой княжны Ольги Николаевны написано стихотворение Первое Перед иконой Богоматери Царица неба и земли Скорбящих утешенье Молитви грешников Внемли В тебе Надежда и спасенье Погрязли мы возле страстей Блуждаем в тьме порока Но наша Родина О к ней склони всевидящее око Святая Русь Твой светлый дом почти что погибает К тебе заступница зовем Иной никто из нас не знает О не оставь своих детей скорбящих упованье Не отврати своих очей от нашей скорби и страдания Второе стихотворение Молитва Пошли нам Господи терпенье В годину буйных мрачных дней Сносить народное гоненье И пытки наших палачей Дай крепость нам о Боже правый злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоей укротостью встречать И в дни мятежного волненья Когда ограбят нас враги Терпеть позор и оскорбления Христос Спаситель Помоги Владыка мира Бог Вселенный Благослови молитвой нас И дай покой душе смиренной В невыносимый страшный час И у преддверия могилы Вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов Орленок Растана в красном тисненном золотом переплете На третьем внутреннем листе надпись по-французски ВКОН от П Ж Спала 3 11 1912 Английская книга The Princess and the Goblin На второй странице надпись по-английски For Darling Olga From Entree Ирен 1908 год Французская книга Франция во все века На обороте первообложного листа написана рукою государя Ёлка 1911 года 24 декабря Царское село От Папа и Мама Избоку Ольга Н В Книги Великой Княжны Татьяны Николаевны Правило молитвенное Готовящимся ко святому причащению Книга в голубом тесненном переплете на первой странице рукою государы не написана Моей маленькой Татьяне от Мама 9 февраля 1912 года Царское село Книга напечатана по-славянски На странице 14 закладка изображающая моление о чаше На странице 31 закладка образ Пресвятой Богородицы живописный источник На странице 44 закладка образ Божьей Матери Холмской На странице 60 закладка образ Святого Иоанна Воина и на оборотной странице этой закладки написано ВК ТН 1918 год На странице 63 закладка лента шелковая На одной стороне кои наклеен золотой императорский герб а на другой наклеена бумажка с надписью «Спаси и сохрани» и нарисованные месяц и звезда На страницах 74 и 153 одна закладка в виде белой шелковой ленточки на одном конце коей на колечке надет золотой образок великомученицы Варвары и серебряный образок святого Пантелеймона и великомученицы Варвары и на другом конце серебряные образки Божьей Матери Избавительницы и эмалевый образок Божьей Матери Владимирской На этой ленточке также надето золотое колечко с вырезанной на нем надписью в память 800-летия Киевского монастыря святой Варвары На странице 92 закладка образ Божьей Матери в скорбях и печалях утешения На странице 110 закладка образа святого Симеона Верхотурска Благодеяние Богоматери Книга в красном переплете На внутренней белой обложке изображение креста и надпись по-английски и по-русски рукой государыни For my darling Tatiana Loving Old Mama Тобольск Январь 19 1918 Часослов Книга в коричневом твердом переплете На первой странице рукой у государыни написано Т.Н. Тобольск 1917 год 30 сентября На странице 113 красная лента закладка на коей наклеен щиток с изображением меча и венка и надписью за веру царя и отечества а на другой стороне бумажка с надписью спаси и сохрани 1906 Письма о христианской жизни Книга в черном переплете на оборотной стороне рукою государыни написано Татьяне 1917 год Ц.С. 12 июля О терпении скорбей Книга в серой обложке в углу обложки рукою государыни написано Т.Н. 1917 Житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского Книга в серой обложке в углу обложки рукою государыни написано Т.Н. Тобольск 1917 год Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского Книга в серой обложке в углу ее рукою государыни написано Т.Н. Тобольск 1918 год Акафист Богородицы Книга в белой обложке запачканной маслом На обложке рукою государыни написано Т.Н. февраля 1913 года Ц.С. На внутренней обложке рукою великой княжны Татьяны Николаевны написано «Празднование образу Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости с 1688 года 24 октября». Девенадцать Евангелий Книга в сером переплете На внутренней обложке рукою государыни написано Дорогой Татьяне от Мама 1905 год Моя жизнь во Христе Книга в коричневом твердом переплете На первом листе рукою государыни написано ТН 1915 Утешение в смерти близких сердцу Книга в светло-зеленой обертке В углу ее рукой у государыни написано ТН 1917 Сборник благоговейных чтений Валуева Книга в светло-лиловом переплете На страницах 259 и 271 307 351 и 417 вложены засушенные цветы Беседы о страданиях Филарета Книга в голубом тесненом переплете Канон великий Андрея Критского Книга без переплета На заглавной странице надпись Татьяне Царское село 10 февраля 1909 года от С. Тютчевой Сборник служб молитв и песнопений Книга в малиновом тесненом переплете на обложенном листе написано «Милой Татьяне от любящей ее С. Тютчевой 1908 год 25 ноября на оборотной стороне этого листа карандашом написано рукой великой княжны Татьяны Николаевны все тропари и кондаки глазы на странице 113 закладка лента на одной стороне кое нарисован в круге мальтийский крест и над кругом надпись ТН 1905 и на другой написано карандашом Татьяна на странице 191 закладка образ святой мученицы Татьяны а на обороте ее надпись «Дохранит тебя Господь» на странице 227 закладка «Ромашка засушенная» на последней обложенной странице рукой великой княжны Татьяны Николаевны написано «Заключительная Господи помилуй» номер 79 знаменского распева Английская книга «The Widder Life» книга в светло-голубом переплете с золотом на корешке на обороте первой страницы написано «Рукою Государыни» государыни «Фор Даулинг Татьяна» от А 1909 год Английская книга «The Beauty of Self-Control» книга в светло-голубом переплете на обороте первой страницы «Рукою Государыни» и за ее подписью «Александра 1912» сделана по-английски надпись разобрать которую не представилась возможным Английская книга «Life is Open Door» книга в таком же переплете на обороте первой страницы «Рукою Государыни» также сделана надпись по-английски и обозначение креста а затем ее подпись «Александра» «Смелая жизнь Чарской» книга в твердом переплете с картинкой на крышке на обороте обложенного листа «Рукою Государыни» написано «Дорогой Татьяне от Папа и Мама» январь 1908 года История Петра Великого Чистякова книга в сине-зеленом переплете Английская книга Король Момбо с посвящением от автора Павла Дюшалю Английская книга того же автора My Open Kingdom с посвящением от автора в светло-зеленом переплете Английская книга того же автора The Country of the Wars с посвящением от автора в таком же переплете Английская книга рассказы Шекспира в коричневом переплете Басни Ла Фонтена на французском языке в желтом переплете на оборотной стороне написана Ольга Татьяна 1905 Петергов Антология детства Фредерико Ваталья на французском языке на оборотной стороне лицевого переплета надпись Ольга Татьяна 1906 год Г Книги Великой Княжны Марии Николаевны На Париж Авинариуса на оборотной стороне обложенного листа написано М.Н. Ёлка 1913 от П.В.П. Книга наглядного обучения иностранным языкам на заглавной стороне обертки надпись Мари Отблески Попова ученическая книга на оберточном листе написана М.Н. 1910 Английская книга The Roll and Ayrink в зеленом с картинкой переплете Д. Книги Великой Княжны Анастасии Николаевны Четыре книги сочинений Ложечникова том из первого по двенадцатый в цветных переплетах Е. Книги наследника цесаревича Алексея Николаевича Правила игры на балалайке Книга в голубом переплете с вензелем А и короной на лицевой стороне Ученическая тетрадь в желтой обложке На лицевой стороне ее рукой наследника цесаревича написано Тетрадь для французского Алексис В ней заполнено пять страниц с упражнениями во французских переводах Тетрадь в синей оберточной бумаге на ней отпечатаны гербы Тобольской губернии Тобольского уезда и царства Сибирского Наверху напечатано 1916 год на память Внутри тетради виды Тобольска Памятная книжка на 1917 год Она переплетена в деревянный с медной застежкой переплет В ней записи воспитателей наследника цесаревича гипса и жильяра о время припровождении и состоянии здоровья наследника Е Вещи найденные у охранников в их квартирах Все эти вещи были обнаружены при обысках произведенных 6 и 9 августа 1918 года в порядке 258 статьи Устава Уголовного Суда начальником Екатеринбургского уголовного розыска в присутствии лиц прокурорского надзора Вещи эти следующие А Вещи найденные в квартире охранника Михаила Иванова Летемина в городе Екатеринбурге 6 августа 1918 года Дневник скучно На первой незанумерованной странице дневника рукою государы и императрицы написано «Всея твари создателю времена и лета по своей власти положивый благослови венец лета благости Твоей Господи сохраняй в мире императора и спаси иный» Сверху этой надписи изображение креста На другой внутренней странице также рукою государы и императрицы написано «Дорогому Алексею от Мама Царское село» Приходно-расходная книжечка Она в красном софьяновом переплете На приходе указаны деньги из канцелярии Ее Величества Расход весь почти исключительно на церковь Книжка начата в феврале 1912 года и закончена в июле 1917 года Золотой крест Ковчежец На одной стороне его выгравирован образ святителя Алексея по бокам Коева выгравировано название иконы На обратной стороне распятый Христос Внутри Ковчежца мощи Серебряный крест Ковчежец На одной стороне его выгравировано М Пимена Многострадального На другой выгравирован крест Внутри Ковчежца мощи Образ Святого Алексея Митрополита Московского Образ овальной формы на фарфоре оправленный в серебряный вызолоченный ларец Задняя крышка Коева открывается А в самом ларце мощи Вокруг образа украшения из изумрудов и алмазов Четкий из раковин со сломанным крестиком Две свечи белого воска из коих одна обвита золотым ободком а другая украшена золотым узором и цветным букетиком Две целые стеариновые свечи Дамский черный шелковый зонт с ручкой черного дерева и серебряной головкой на кой выгравирована Алекс 1891 год Фотографический аппарат панорамной фирмы Кодак из магазина Карпова в Санкт-Петербурге Михайловская номер один Наставление к сему аппарату Две коробки с негативами в количестве 33 Стекла волшебного фонаря в количестве 22 Две маленьких пряжки белого металла с блестящими камнями Флакон с туалетной водой вербена Стеклянная мельница без крышки Белая костяная ногтевая щетка французского изготовления Черепаховый гребень для волос номер 46 98 Деревянная с рукояткой щеточка для обмахивания пыли с ботинок французского изготовления Пара белых нитяных перчаток Две малых военных пуговицы с гербами Пять черных круглых пуговиц из коих четыре с блестящими камушками Четыре черных гладких и одна черная с узором пуговица Клубок черных ниток номер сороковой Пачка булавок с черными головками Две пачки иголок номера второй и пятый Маленькая подушечка для втыкания булавок с воткнутыми в нее несколькими булавками с черными головками и одной с металлическим бантиком Мужская манишка белая крахмальная с дворцовым штемпелем Белая мужская ночная рубашка со слезами какой-то отпоротой метки Одна бархатная ковровая скатерть с рисунком и бахромой Одна скатерть малинового цвета из ниток ириса Белая простыня со споротой меткой Белая батистовая простыня с меткой НА и короной под вензелем цифры 72 дробь 95 Пуховая подушка в розовом атласном чехле сверху белая наволочка с меткой АФ короной и цифрами под меткой 72 дробь 94 Шелковая тонкая подушечка с бантиком 10 белых вязаных скатертей ручной работы Белая распоротая наволочка со следами споротой метки М Салфеточка для сухарницы такого же рисунка как и одна из скатертей Три покрывала для подушек из коих два вязаные из белых ниток ручной работы Кружева для простыни Мужские черные штиблеты с резиной Дамские туфли коричневые лайки закрытые на шнурках На подошвах оттиснуты цифры 1760 и 120 и метка М Ремень тонкой желтой кожи с белой пряжкой Наружный металлический градусник Криамюра Спиртовка белого металла с фитильной горелкой Плоская металлическая спиртовка для дамских щипцов Спиртовка Зелла Двое стальных ножниц Одни среднего и одни малого размера Деревянные основания от стоячего зеркала и часть зеркала Стальной складной для разрезания бумаги нож Рукоятка с обломным лезвием мельхиорового столового ножа фирмы Хеннеберг Использованный флакон синдетикона Коробка с восемью электрическими лампочками Небольшой тючок с манным порошком Жестяная коробка с монпансье Зеленая картонная коробочка с этикеткой французской фирмы Navo и Ко и несколькими фитилями для лампадки Медный колокольчик Стальные щипцы фирмы Гапшталь Кисточка для клея Две кисточки для рисования Цветной красный карандаш Гартмута Жестяная коробка от папирос фабрики Режи Стеклянная матовая большая чашка Белая фаянсовая банка Белая фаянсовая крышка Два фаянсовых чайных блюдца и две малых фаянсовых тарелочки фабрики Кузнецова Два стакана граненых в нижней трети Пакет с персидским порошком Жестяная баночка из-под перца Жестяная коробка с рисом Два висячих замка с четырьмя ключами Одиннадцать белых хорошей бумаги конвертов В четырех вложены листы твердой синей бумаги Пять малых конвертов серых с белой каймой Большая цилиндрообразная стеклянная банка с этикеткой на ней фирмы Эйнем Дорожный погребец обтянутый черной кожей застегивающий с ремнем верхние углы и бока скреплены медью Желтая полевая телефонная сумка обшитая парусиной с ременными застежками внутри сумки на дне ее надпись с синим карандашом заведывающий дворцовыми телефонами коллежский секретарь Н.В. Фролов июля двадцать восьмого дня тысяча восемьсот второго года Новый Петергов Оловянные детские игрушки пароходик лодочка два передка с пушками одно тело орудия семь пехотных солдатиков шесть конных и две лошади Собака наследника цесаревича Алексея Николаевича породы Спаниель по кличке Джой Все вещи только что перечисленные Михаил Иванов Литемин сам выдал властям объяснив что похитил таковые в доме Ипатьева При допросе его членам суда Сергеевым восемнадцатого девятнадцатого октября тысяча девятьсот восемнадцатого года он показал что все эти вещи после убийства царской семьи он взял двадцать второго июля тысяча девятьсот восемнадцатого года из дома Ипатьева и его служб как брошенные собаку наследника цесаревича Джоя он изъял потому что пожалел ее При обыске у него присутствовал коммердинер Терентий Иванов Чемодуров который и опознал все указанные вещи как принадлежащие царской семье и находившимся при ней лицам показав что все эти вещи находились в доме Ипатьева Б Вещи найденные в квартире Кузьмы Иванова Литемина Того же 6 августа начальником Екатеринбургского уголовного розыска в порядке 258 статьи Устава Уголовного Суда в присутствии прокурорского надзора был произведен обыск у родного брата охранника Михаила Иванова Литемина Кузьмы проживающего также в Екатеринбурге У него было обнаружено семь таких же детских игрушек как и у Михаила Литемина две одноколки лодочка две лошадки и два солдатика Кузьма Литемин объяснил на дознании что эти игрушки дал ему за несколько дней до обыска его брат Михаил В Вещи найденные в квартире охранника Павла Спиридонова Медведева 9 августа 1918 года в Сысердском заводе Саквояж желтой кожи с металлическим замком Маленький красный софьяновый бумажник на две створки с застежкой кнопкой внутри четыре отделения для денег и два для марок Две золотые запонки одна овальная другая круглая обе представляют сигарные этикетки под стеклом на каждый запонок дата 27 июля 1914 года каждая запонка пристегивается раздвижным кольцом на золотой палочке с одним растянутым звеном цепи марлевый широкий бинт компас серебряное колечко покрытое темно-синей эмалью с надписью СВ Пр Мати Ксения Мали Бога Анас серебряное колечко покрытое черной эмалью расширяясь в середине оно образует щиток с позолоченным рисунком на черной эмали надпись Пресвятая Богородица Спаси нас Три пары суконных серых перчаток Одни пуховые носки Одно полотенце При допросе на дознании коммердинера Терентия Ивановича Мадурова и по предъявлению ему сих вещей 10 того же августа он показал что найденные у Медведева кольца принадлежат великим княжнам все остальные вещи доктору Боткину При допросе наследствии у члена суда Сергеева жена Медведева Марья Данилова 9 10 ноября 1918 показала что все эти вещи после 17 июля принес домой ее муж Г Вещи найденные в квартире охранника Ивана Андреева Старкова 9 августа 1918 года в Сысердском заводе Деревянный желтый полированный ящик Он имеет наверху ручку и три отделения Два верхней запирающейся каждая выдвижной крышкой и одно нижнее являющейся выдвижным ящиком Оба верхние отделения разделены в свою очередь каждая на три отделения Три мельхиоровые вилки одна столовая с виньеткой на ручке и две десертные на всех трех соскоблены какие-то монограммы Две восковых свечи из красного воска обе обвиты золотом причем одна на две трети а другая вся целиком Стенной термометр реамюра флакон с духами железный напилок с деревянной ручкой белый батистовый маленький носовой платок в каждом углу платка вышит шелком кружок и по сторонам его три цветочка метко вырезано такой же платок в каждом углу таким же шелком вышито по три венчика метко срезано такой же платок но с голубой каймой метко срезано такой же платок но без каймы В каждом углу вышито таким же шелком по пяти веточек цветов, метко срезано. Деревянная коричневая рамочка со вставным узором такого же коричневого, но несколько более светлого цвета. В рамке маленькая акварель яхты с тремя мачтами и двумя трубами. Маленькая рамочка, обтянутая синей кожей с двумя золотыми ободками. В ней картинка с пакетика от краски для яиц. Маленькая рамочка, обтянутая сиреневой кожей с двумя золотыми ободками. Маленькая рамочка, обтянутая синей кожей с двумя золотыми ободками. Такая же рамочка, но несколько большего размера. Кисточка для крашения с деревянной черной ручкой. При допросе на дознание коммердинера Терентия Ивановича Чемодурова и по предъявлении ему сих вещей 10 августа, он показал, что все эти вещи, найденные у Старкова, были в доме Ипатьева, как принадлежащие царской семье. Причем ящик, напилок, все рамочки и кисточка принадлежат наследнику-дзасаревичу Алексею Николаевичу, платки великим княжнам, а вилки – кухни императора. Д. Икона святого Иоанна Тобольского, найденная на кладбище Сысердского завода. Икона святого Иоанна Тобольского чеканина на гипсе с основанием из дерева. На месте изображения локтя святого вырезан ковчежец, где, видимо, хранились мощи. Сзади образа недостает одной планки. Сама доска покороблена, видимо, от сырости. Края иконы побиты, краска местами стерта. На задней стороне иконы определенно видны следы уничтожения бывшей здесь какой-то надписи. Эта икона была обнаружена в августе месяце 1918 года на кладбище, куда ее, видимо, бросили во время производства обысков в квартирах охранников. 24 августа 1918 года она была предъявлена коммердинеру Терентью Ивановичу Чемодурову, признавшему в ней одну из икон государыней императрицы. Е. Вещи, найденные в квартире курьер-сторожа в Уральском областном совете Петра Иларионова-Лылова, 30 июля 1918 года. Карандаш сиреневой эмали с вензелем А.Ф. и датой 1915. Имеет пробу 56-ю. Рамочка светло-зеленая для фотографической карточки. Рамочка светло-голубой эмали с нарисованной на ней гирляндой роз для фотографической карточки. Рамочка бронзовая с лавровым веночком вверху для фотографической карточки. Маленькая пудреница зеленой эмали. Золотое обручальное кольцо 94-й пробы с вырезанной внутри надписью Г.Л.С.Ф. 1856. Головка от дамской шляпной булавки из металла, покрытого эмалью. В середине пустое отверстие, видимо, от бывшего здесь камня. Медальон шейный, золотой, черненый, с золотым крестом на верхней крышке. Внутри его дата 1 декабря 1891 года. Такой же медальон, но несколько меньше первого, внутри его дата 20 января 1888 года, а под одним из стекол темный волосок. Золотой медальон. На одной из наружных сторон надпись «Пожалован Ее Императорским Величеством Государыней Императрицей Александрой Федоровной». На другой, наружной стороне, дата 23 мая 1896 года. Внутри медальона серебряный с цветной эмалью, вынимающийся образок Черниговской Божьей Матери и Сергия Радонежского. Золотой медальон. На одной из наружных сторон дата, 6 февраля 1875 года, внутри под стеклом один светло-русый волос. Четыре золотых медальона. Золотой медальон с кружевной резьбой. Серебряный нательный крестик неправославной формы с рельефным распятием на нем. Золотой нательный православный крестик. Золотая шейная цепочка. На ней надеты все три креста. Серебряный круглый образок нательный с изображением нерукотворного спаса. На обратной стороне изображение часовни спасителя в Петрограде. Такой же совершенно образок. Пять брелоков. Один череп с двумя перекрещенными костями. Другой с изображением Мадонны. Третий имеет в виде подвесков маленькие бляшки с буквами РОМА. Четвертый. Веер. Пятый. Божья коровка. Ж. Вещи найдены у гражданской жены курьера Лилова Феодосии Илларионовой Балмашовой, которая также служила чайницей в здании Уральского областного совета. Четыре флакона косметики Петроль немецкой марки, Петроль французской марки и два флакона воды Кармес французской марки. Три куска глицеринового мыла французской марки Флоренция. Пульверизатор для порошка от насекомых с металлическим наконечником и основанием. Зонтик дамский белый, муаровый, в белом шелковом чехле. Конец зонтика и шейка ручки слоновой кости. Ручка зонтика из темно-зеленой яшмы соединена с шейкой ручки с золотым кольцом с двумя серебряными венчиками. Зонтик дамский черный, шелковый, ручка металлическая с изогнутым серебряным наконечником. Зонтик дамский белый, полотняный, ручка деревянная с двумя металлическими колечками, из коих одно с резной веточкой. Зеленая коробка с фармаконом придворной аптеки. Коробочка лекарства с рецептом от 27 января 1917 года номер 151 на имя Шнейдер из придворной его величества аптеки. Фарфоровое белое яйцо на розовой шелковой ленте. На яйце имеется вензель с золотом N и императорская корона. Лампада, состоящая из металлической подставки, в виде чаши и вставного стаканчика темно-синего стекла. Верхняя часть подставки резная, ажурная, в виде крестиков с дугами. На ножке подставки выгравировано «Бог», а на основании крест и слова «Да будет воля твоя». Образ Иоанна Крестителя, большого размера, чеканенный на гипсе, на деревянном основании, в красках. Маленькая черная брошь в виде пуговицы. Пятьдесят шесть мотков разноцветного шелка для вышивания. Четыре деревянных желтых спицы для шерстяного вязания. Две пуховые подушки. Длинная, узкая, туго набитая подушка, обшитая с одной стороны сатином, а с другой замшей. Четырнадцать столовых белых салфеток с узорами. В каждом углу салфетки инициалы «Н», «Два» и «Корона». В середине два императорских герба в четыре знака, изображающих скипетр, перекрещенный мечом и корону. Белая столовая полотняная скатерть. На двух углах красным шелком вышита цифра три. Кроме того, по углам вытканы цифры 1894 и 1895, а посередине ряд императорских гербов. Распоротое дамское платье из шелкового фисташкового полотна. Из него уже отчасти сшиты капоты, маленькая детская платьица с дешевыми рыночными кружевами и прошивкой. Детское платье из плотного, хорошего розового шелка с дешевыми кружевами, шито весьма грубо, простыми нитками. Дамский лиловый костюм в клеточку, юбка и жакет, последний на белой шелковой подкладке, воротник и рукава отделаны темно-лиловым бархатом, на жакете четыре бархатных лиловых пуговицы. Дамское шелковое платье темно-зеленого цвета, кокетка и рукава отделаны черными кружевами. Дамский костюм из английской легкой материи, светло-серого цвета, юбка и жакет на серой шелковой подкладке, воротник отложной, отделан серой в полоску лентой. Дамское платье из шерстяного фая, рукава на серой в полоску шелковой подкладке, воротник кружевной, гипюровый, спереди завязан серым шелковым галстуком, на платье два наружных кармана. Дамское платье из тонкого сукна, серого цвета, юбка и кофта, и та, и другая отделаны шелковой серой узорчатой тесьмой. Длинный жакет от белого полотняного костюма на белой шелковой подкладке, воротник отложной, отделанный суровой узорчатой тесьмой. Вперед, спинка и рукава отделаны белой аппликацией. Распоротый и перекроенный уже костюм из белой английской шерстяной материи. На борту сохранился след от бывшей отделки. Длинный жакет от костюма тонкой английской шерстяной материи на белой шелковой подкладке, воротник отложной, воротник, рукава, пояс и низ жакета, отделанный черной шелковой в полоску тесьмой, На воротнике, спине, поясе и рукава гипюровая отделка. Дамская блузочка тонкого сизо-серого сукна. Воротник, грудь и обшлага рукавов отделаны тонким шелковым шнуром в цвет материи. Дамская верхняя юбка тонкой шерстяной материи светло-серая. Дамское летнее платье белого полотна, шитое с прошивками. Юбка и блузочка. Воротник блузочки высокий, из узеньких прошивок. Дамская белая шелковая блузочка с прошивками на шелковой подкладке. Белая летняя юбка со складками. Белая шелкового муслина юбка, отделанная шелковой аппликацией в виде гирлянды по низу юбки. Юбка распорота. Две гладкие верхние юбки, парусиновые, сурового цвета. Нижняя юбка теплая, черная, на шелковой подкладке. Подол вышит фестонами. Нижняя юбка черная, шелковая, с широкой гофрированной оборкой. Нижняя юбка черная, шелковая, с узенькой и внизу гофрированной оборкой. Нижняя юбка белая, батистовая, с узенькой и внизу гофрированной оборкой. Юбка-подкладка белая-шелковая. Юбка нижняя белая-шелковая. Еще одна юбка нижняя белая-шелковая. Лифчик черный, вуалевый, с высоким воротником и короткими рукавами. Дамское платье тонкого сукна серо-сиреневого цвета. Платье распорото и перекроено. Зимняя шапочка из норки со спускающимися наушниками и затыльником твердым козырьком. Дамская полотняная ночная рубашка, распоротая и перекроенная. Отрезанный низ от дамской полотняной рубашки. Раскроенный чехол-предохранитель от платья с петелькой и крючком из белого тонкого батиста. Распоротый и перекроенный вверх от дамской белой полотняной рубашки. Такой же предмет. Грудь рубахи имела мелкие складки. Прямоугольный кусок белого полотна, подрубленный по двум сторонам. Один угол вырезан. Кусок белого мадапалама в три с половиной аршина был подрублен по двум краям, а затем распорот. Лив-корсаж. Белый шелковый, кости вынуты. Лив-корсаж. Белый шелковый с костями. Вырезы для рукавов распороты. Лив-белый шелковый, отпороты от платья, обшит по верхнему краю узеньким кружевом. Лив-белый шелковый, с короткими рукавами, застегивающийся на перламутровые пуговицы. Верх лифчика и обшлага рукавов, обшиты узеньким кружевом. Лив-белый шелковый, перекраивался и не дошит. Лив-белый шелковый, выпороты из платья, перекраивался и не дошит. Три вязаных шелковых корсета, голубой, розовый и крем. Четыре газовых лифчика, выпороты из платьев. Белая фуфайка, вязаная, шелковая, застегивающаяся на перламутровые пуговички. По верхнему краю вязаные шелковые фистончики. Дамский нагрудник, белый шерстяной вязаный. Шарф, белый газовый, средняя часть его покрыта черными мушками. Три газовых вуали, шелковых белых, с черными мушками. Шаль, шелковая, тонкая, восточного типа, с зеленым фоном, желто-розовым рисунком, с каймой, малиновый, желтый, синий и голубой. Такая же шаль с желтым фоном, зелено-малиновым рисунком. Дамский шарф, черный, шелкового плюша с плюшевой бахромой. Пара дамских чулок, черных шелковых, со стрелками. Пара дамских чулок, белых, фельдекосовых, ажурных, с французской меткой «С». Шелковый шарф, узкий, восточного типа, с розовым фоном. Дамский пояс, белый шелковый, распоротый. Желтого шелка прямоугольник, подготовленный для подрубки. Две полосы, каждая сшита из двух кусков тонкого белого шелка с узором сиреневого цвета. Шейный шарф, белый, шелковый, с бахромой на концах. Оборка от юбки, шелковая, бледно-лиловая. Несколько аршин муаровой ленты, голубого и синего цвета. Прямоугольный кусок шелкового полотна, подготовленный для подрубки. На одном его крае вышита ветка сирени. Кусок желтой канвы, на коем карандашом подготовлен узор для вышивания. Такой же кусок канвы с подготовленным рисунком и начатым уже вышиванием цветной шерстью. Покрывало из шелкового полотна песочного цвета, вышито гладью, подбито ватином и подшито шелковой подкладкой фисташкового цвета. Наволочка из диванной подушки, шелковая, цвета танго, с крупными цветами желто-серого цвета. Белая мохнатая простыня. Дамские туфли, белые, замшевые, на шнурках. Покрывало из прошивок и рогожки. Сурового цвета, обшитая суровым кружевом. Белая наволочка, сшитая, видимо, из простынного полотна. Шитье грубое, нитки разные. Свитер, коричневый, шерстяной. Мужская белая сорочка. Грудь, пике. В складку, на язычке маленькие латинские буквы, W и K. Мужская рубашка, белая в коричневую полоску, из английского магазина в Санкт-Петербурге. Пуховые чулки, серого цвета. Мужской жилет, серый в черную полоску. Покрывало с суровой прошивкой и кружевом весьма грубой работы, сшитая, видимо, из простыни. Санкт-Петербург. Попали некоторые царские вещи. Лылов объяснил на допросе в Екатеринбургском уголовном розыске 4 сентября 1918 года, что главная их масса при бегстве большевиков из Екатеринбурга была похищена Белобородовым. Он же, Лылов, похитил их, в свою очередь, у Белобородова. В частности, карандаш императрицы он похитил с письменного стола Белобородова. Конец книги. Апрель 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Илья Прудовский.